Анна Ахматова. Только память вы мне оставьте. В 1828, самом разгульном своём году, Александр Сергеевич Пушкин был взят под тайный надзор третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии, возглавляемым генералом от кавалерии Бенкендорфом. До правительства дошла, наконец, Гаврелиада. Далеко не богобоязненное сочинение поэта, и он ждал ссылки прямо-прямо на восток. В 1928 завеяниями и настроениями в литературе наблюдали тайные агенты и осведомители ЧК ОГПУ. Ими была наводнена творческая среда. Каждый случай обвинения поэта в политическом преступлении наследник режима третьего отделения товарищ Сталин рассматривал лично и, верша судьбы, внимательно отслеживал литературный процесс. Преступление мог считаться отказ Анны Ахматовой, единственной из плеяды поэтов Серебряного века, вступать в ряды учреждённого в 1934-м Союза писателей СССР. Она осмеливалась не иметь ничего общего с писательской организацией, созданной сверху. В 1935-м, сразу после ареста мужа и сына, глава ленинградского НКВД обратился к товарищу Сталину за санкции на арест Анны Ахматовой На обращение вождь народов ответил великодушным молчанием, что не мешало доблестным оперативникам накапливать материал о скрытой враждебности и антисоветских настроениях литературной дамы. Про-до-мо-меа Один идёт прямым путём, другой идёт по кругу И ждёт возврата в отчий дом, Ждёт прежнюю подругу, А я иду, за мной беда Ни прямо и ни косо, А в никуда и в никогда, Как поезда с откоса. В 1950-м руководитель Министерства госбезопасности СССР докладывал товарищу Сталину агентурные и следственные материалы об активном враге советской власти Анне Ахматовой и ходатайствовал об аресте. «Я сама кормлю своих стукачей», – замечала она. «Видите, комната моя сегодня вымыта, вычищена. Я ушла к Рыбаковым, а тут Таня по просьбе Владимира Георгиевича вымыла, вычистила и даже послала половик. А на столе скатерть Поля Гумилёв когда-то привёз из Каира. Давно не было в живых Поли. Иных уж нет, а те далече, – ставит она эпиграфом к своей поэне. Тени, двойники, видения прошлого, и она сама, как тень, двойник, привидения, если бы не творчество, неизменный модус её бытия. В никуда и в никогда уводящая беду от людей, неважно, этики ли они или мещане, целый слой неинтеллигентной интеллигенции глухой к стихам». «Мещанство», – записывает Лидия Корнеевна Чуковская, – «тот слой населения, который лишён преемственной духовной культуры. Для них нет прошлого, нет традиций, нет истории, и уж, конечно, нет будущего. Они сегодня. В культуре они ничего не продолжают, ничего не подхватывают и ни в какую сторону не идут. Поэзия Ахматовой напротив вся воплощённая память, вся история души, история страны, история человечества, вся в основах, в корнях русского языка. У мещанина ж и языка нет. У него в запасе слов триста, не более, да и не основных русских, а сиюминутных – сегодняшних». Записки о бане Ахматовой, 14 января 1955 года Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз Ни ласточкой, ни клёном, ни тростником и ни звездой, Ни родниковую водою, ни колокольным звоном Не стану я людей смущать, и сны чужие навещать, Не утолённым стоном. И прежде для поэзии случались тяжёлые времена. Чернышевский и Писарев, а отчасти и Белинский, объяснили публике, что поэзия – вздор, пустяки. Они внушали людям, кроме того, ещё нечто очень верное, Например, о вреде богатства, о зле социального неравенства. Но этой стороны их проповеди мещане не усвоили. За то, что поэзия – вздор, они усвоили отлично, и на этом основании чувствовали себя передовыми. И техника поэтами была утрачена, и ею никто не занимался. А ведь такая утрата равна катастрофе. Ведь все и без поэзии знают, что надо любить добро, но чтоб добро потрясало человеческую душу до трепета, нужна поэзия. А поэзия без техники не существует. Записки об альме Ахматовой 2 октября 1955 года В 1919 году в тбилисском журнале «Арс» поэт Рафалович писал в рецензии на «Белую стаю» «Лирик по природе своего дарования – центр тяжести их жизни и творчества с первых же шагов, нашедшей об любви» Ахматова, если судить по трем ее книгам, не только никогда не была счастлива, но пережила настоящую трагедию, которая вещает о себе чуть ли не с каждой страницы «Белой стаи». Ни внешние обстоятельства, ни случайные жизненные, ни неудачные любовные опыты или несбывшаяся встреча с тем, кто роком предназначен, создали эту трагедию. Все это может вызвать только драму. Трагедия – неизбежность, неизбывность, роковая вина невинной души. Всякий способен пережить драму. Трагедия бывает уделом только крупной личности, и не спасут от нее ни таинственный песенный дар, ни слава, ни красота, ни любовь, безответная или взаимная – все равно. Нельзя спастись от трагедии, можно только очиститься ею. Цитируется по книге Королева Анна Ахматова «Не стращай меня грозной судьбой и великою северной скукой». Трагедия еще предстояла. Та, настоящая, которая точила камень во тьме, пробивалась сквозь дым и о которой вещалась чуть ли не с каждой страницы ее сборников. Эта трагедийная неизбежность бессловесно грохотала, пыталась сказаться, желала быть воспетой голосом гения тревоги. Предчувствовала и понимала ее декадентская поэтесса. Путем великого очищения, путем всея земли шла она с первых книг и, быть может, с самого начала знала об этом. Уже я знала список преступлений, которые должна я совершить. Родная земля И в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас. 1922 В заветных ладанках не носим на груди, О ней стихи нам взрыд не сочиняем, Наш горький сон она не бередит, Не кажется обетованным раем, Не делаем ее в душе своей предметом купли и продажи, Хворая, бедствуя, немодствуя на ней, О ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь на калошах, Да, для нас это хруст на зубах, И мы мелем и месим их, крошим Тот ни в чем не замешанный прах. Мы ложимся в нее и становимся ею, Оттого и зовем так свободно, Своею. 1961 Больница в Гавани К 1963 Анна Андреевна Ахматова, испытав на себе танковую тяжесть государственной машины, могла утверждать, что в божественных стихах Александра Сергеевича Пушкина мы почти перестали слышать его человеческий голос. Ее лозунгом стало «Побольше стихов, поменьше третьего отделения». Все потому, что из стихов может возникнуть нужная нам проза, а из третьего отделения, как известно, ничего возникнуть не может. И впрямь весь опыт XIX и XX веков недвусмысленно свидетельствует, что политическая полиция с иска и надзора вряд ли могла сослужить кому-либо хорошую службу, разве что усердным жандармам и недобросовестным литературоведам. Куда пошёл, с кем был, сколько провёл времени, что сказал, о ком пошутил, ещё не было случая, чтобы из всего этого ссора возникла проза, которая вернула бы нам стихи обновлёнными и как бы увиденными в ряде волшебных зеркал. Во всей многоплановости слова и с сохранением человеческой интонации. Чем хуже этот век предшествующих, разве тем, что в чаду печали и тревог он к самой чёрной прикоснулся язве, но исцелить её не мог? Ещё на западе земное солнце светит, и кровли городов в его лучах блестят, а здесь уж белая дома крестами метит, и кличет ворона, и вороны летят. Зима 1919. Как по земле идёт с котомкой лиха 11 октября 1921 года издание Харьковских театралов уведомляло. Получено известие, что Ахматова не умерла. «Да исполнится русское поверье», – оптимистично завершали театральные известия, – «что кого преждевременно похоронят, тот долго проживёт». Слух, однако, оказался всеохватным и долгоиграющим. И 28 октября в Центральном показательном клубе Симферополя состоялся «Вечер памяти Анны Ахматовой». Афишу об этом вечере с участием местных профессоров словесности Анны Ахматовой подарит Марии Шкапской три года спустя. Царско-сельская Ода Безымянный переулок – девяностые годы. А в переулке забор дощаты. Н.Г. Ты поэт местного, царско-сельского значения. Н.П. Настоящую оду нашептала. Постой! Царско-сельскую оду прячу в ящик пустой, В роковую шкатулку, в кипарисный ларец, А тому переулку наступает конец. Здесь не темник, не шуя, Город парков и зал, Но тебе опишу я, как свой Витебск шагал. Тут ходили по струнке, Мчался рыжий рысак, Тут ещё до чугунки Был знатнейший кабак. Фонари на предметы Налили матовый свет, И придворной кареты Промелькнул силуэт. Так мне хочется, чтобы Появиться могли Голубые сугробы С Петербурга вдали. Здесь не древние клады, А дощатый забор, Интендантские склады И извозчичий двор. Шепелявя неловко И с грехом пополам, Молодая чертовка Там гадает гостям. Там солдатская шутка Льётся, желчь не тая, Полосатая будка И махорки струя. Драли песнями глотку И клялись попадьёй, Пели допоздно водку, Заедали кутьёй. Ворон криком прославил Этот призрачный мир, А на розвольнях правил Великан Керасив. 3 августа 1961 Комарова «В поэзии всегда война», – писал Осип Эмелевич Мандельштам в заметках о поэзии. «И только в эпохе общественного идиотизма Наступает мир или перемирие. Корневоды, как полководцы, ополчаются друг на друга. Корни слов воюют в темноте, Отнимая друг у друга пищу и земные соки. Борьба русской, т.е. мирской, бесписьменной речи, домашнего хронисловия и языка мирян с письменной речью монахов с церковнославянской, враждебной, византийской грамотой сказывается до сих пор». В ноябре 1921 советская власть признала возможность допустить работу частных издательств. Между Красным террором Гражданской войны и массовыми репрессиями 1930-х настала короткая передышка НЭПа. 19 января 1922 на первом вечере чистки современной поэзии в Политехническом музее Владимир Владимирович Маяковский заявляет «Сломлены устои буржуазного мира. Новое рабочее государство выводит на широкий и светлый путь не только Россию, но и человечество. Решаются мировые исторические вопросы и решаются не заседаниями и конференциями, а кровью, железом, опустошительными эпидемиями, поволжскими драмами, невероятным голодом борющегося класса, целым сонным несчастьем, лишений, ужасов и бедствий. Наталии Рыковой Все расхищено, предано, продано, Черной смерти мелькало крыло, Все голодной тоскою изглодано, Отчего же нам стало светло? Днем дыханьями веет вишневыми Небывалый под городом лес, Ночью блещет созвездиями новыми Глубь прозрачных июльских небес, И так близко подходит чудесное К развалившимся грязным домам, Никому, никому неизвестное, Но от века желанное нам». Июнь 1921 В это время издательство «Петрополис» выпускает в свет новый сборник стихов Анны Ахматовой «Анно Домино» И Владимир Владимирович Маяковский ставит вопрос. Достоин ли художника в эти трагические дни Отойти от современности и погрузиться в пучину сторонних, Далеких, чуждых вопросов? Можно ли и теперь воспевать коринфские стрелы За счет целого вихря вопросов, Кружащихся около нас? Часть аудитории, правда небольшая, стояла, видимо, за коринфские стрелы. Это зрители жизни, революционный баланс, Люди, от которых не было и никогда не будет никакого толку. Но властно господствовала и торжествовала совсем иная идея О подлинной задаче художника – жить живой жизнью современности, Давать эту современность в художественных образах, Помогать своим творчеством мучительному революционному процессу Участвовать активно в созидании нового царства. И когда с этим критерием мы подходим к поэтам современности, Многие остаются за бортом, Поэтами во всем объеме этого слова названы быть не могут. Комнатная интимность Анны Ахматовой, Мистические стихотворения Вячеслава Иванова И его эллинские мотивы, Что они значат для суровой железной нашей поры? Но как же это так? Счасть вдруг нулями таких писателей, как Иванов и Ахматова? Разумеется, как литературные вехи, Как последующие рухнувшего строя, Они найдут свое место на страницах литературной истории, Мод для нас, для нашей эпохи. Это никчемные, жалкие и смешные анахронизмы. Когда после пламенной речи пролетарского поэта Было предложено запретить Анне Ахматовой На три года писать стихи, Пока не справится, Большинство простым поднятием рук Запрет поддержало. Будут черные грядки холить, Ключевой водой поливать, Полевые цветы на воле, Их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд, Зажженных в сентябрьских небесах, Для детей, для бродяг, для влюблённых Вырастают цветы на полях. А мои, для святой Софии, В тот единственный светлый день, Когда возгласы литургии Возлетят под дивную сень, И, как волны приносят на сушу То, что сами на смерть обрекли, Принесу покаянную душу И цветы из русской земли. И лето 1916-го слепнёло. Тесно сомкнутые ряды Идейных борцов за революционное дело Между тем не препятствовали Поэзии Анны Ахматовой Служить образцом. Напельбауму предлагают ей стать Синдиком, звучащей раковиной, Литературной группы Осиротелой после расстрела Николая Кумилёва. Из редакции журналов и альманахов С утра до вечера поступают звонки С предложениями опубликовать хоть что-нибудь. С её участием или без Организуются её вечера. Традицию писем о русской поэзии Продолжает Осип Мандриштан. Ахматова пронесла в русскую лирику Всю огромную сложность И психологическое богатство Русского романа 19-го века. Не было бы Ахматовой, Не будь Толстого с Анной Карениной, Тургенева с дворянским гнездом, Всего Достоевского и отчасти даже Лескова. Генезис Ахматовой весь Лежит в русской прозе, а не поэзии. Свою поэтическую форму, Острую и своеобразную, Она развивала с оглядкой На психологическую прозу. Вся эта форма, Вышедшая из асимметричного Параллелизма народной песни И высокого лирического прозаизма Анинского, Приспособлена для переноса Психологической пыльцы С одного цветка на другой. Конец цитаты. Ахматова указала женщине Путь освобождения, Утверждает критика. Это путь творчества Невольница делается царицей Черных лет и безвестий. Творчество Бывает так, Какая-то истома В ушах не умолкает Бои часов, Вдали раскат стихающего грома, Неузнанных и пленных голосов Не чудятся, И жалобы и стоны, Сужается какой-то тайный круг, Но в этой бездне Шепотов и звонов Встает один Все победивший звук. Так вкруг него Непоправимо тихо, Что слышно, Как в лесу растет трава, Как по земле идет Скотомка лихо. Но вот уже послышались слова И легких рифм Сигнальные звоночки, Тогда я начинаю понимать И просто Продиктованные строчки Ложатся В белоснежную тетрадь. 5 ноября 1936-го Ленинград, Антон, Микдон. 1936-й год столетия Гибели Александра Сергеевича Пушкина. Прошло полтора десятилетия С вечера чистки Современной поэзии В Политехническом музее Расстрела Николая Гумилева И кончины Александра Блока. За все это время Не было ни одного года, Чтобы новые сонные несчастья, Лишений, ужасов и бедствий, Которые сразу после слома Устоев буржуазного мира Казались оправданными Майковскому Не обрушивались На государство рабочих Крестьян. Декадентская поэтесса Со своей комнатной интимностью Все еще писала стихи И перековываться Или исправляться Не желала. Уже шесть лет, Как подставил грудь Под пистолетное дуло И сам первый поэт Небывалого государства, А она, Последышь рухнувшего строя, Все в какой-то эстоме Продолжала вслушиваться В жалобы Эстоны Неузнанных И пленных голосов Никчемные, Жалкие И смешные Анахронизмы Суровой, Железной, Кровавой эпохи Вечной битвы За счастье Будущих поколений. Есть Фундаментальная Несправедливость В оценке Настоящих Творческих усилий Как со стороны Будущих поколений, Так и со стороны Современников. Творчество Даже плохой певички, Личные по своей природе, Творчество Даже хорошего инженера, Как бы растворяется В общем Анонимном прогрессе Техники. Юрий Лотман Плитонный взрыв. Это обстоятельство Неприятно поражало Героев рассказов Антона Павловича Чехова, Знала о нем И невольница С цветами Для Святой Софии Из Русской земли. И все, Что ушло в прошлое Молебны, Многооконная предвоенная усадьба, Разлук и встреч Все те же повторения, Поцелуи на лестнице И в гостиной Все это ушло, Как будто в допушкинские времена, Принадлежит теперь уже кому-то другому, Не вмещается в границы Одной прожитой жизни. А если что и делает жизнь единой, Так это даже не память, Которая теперь все более О былых существованиях и народах, Но исключительно тайный круг С бездной шепотом, Звонов и одним Все победившим звуком Творческого осмысления. Течет река неспешно по долине, В многооконной на пригорке дом, А мы живем, как при Екатерине, Молебны служим, Урожая ждем, Перенеся двухдневную разлуку, К нам едет гость вдоль Нивы золотой, Целует бабушке в гостиную руку И губы мне на лестнице крутой. В набросках статьи о Боротынском Александр Сергеевич Пушкин Представил отношения поэта с читателем И их изменения со временем Следующим образом. Понятия, чувства 18-летнего поэта Еще близки и сродны всякому. Молодые читатели понимают его И с восхищением в его произведениях Узнают собственные чувства и мысли, Выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут, Юный поэт мужает, Талант его растет, Понятия становятся выше, Чувства изменяются, Песни его уже не те, А читатели те же, И разве только сделались Холоднее сердцем И равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от их И мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для самого себя И если изредка еще обнародывает Свои произведения, То встречает холодность, Невнимание И находит отголосок своим звуком Только в сердцах некоторых поклонников поэзии, Как он уединенных, Затерянных в свете. Эту мысль, замечает Анна Ахматова, Подсказал Пушкину сам Баратынский В письме 1828 года, Где объяснял неудачу Онегина. «Я думаю, что у нас в России Поэт только в первых Незрелых своих опытах Может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, Находящие в нем почти свои чувства, Почти свои мысли, Облеченные в блистательные краски. Поэт разбивается, Пишет с большую обдуманностью, С большим глубокомыслием, Он скушен офицером, А бригадиры с ним не мирятся, Потому что стихи его все-таки не проза. Не принимай на свой счет этих размышлений, Они общие». Ахматова каменный гость Пушкина. «Не поэзия неподвижна, Делает вывод Анна Андреевна, А читатель не поспевает за поэтом». Понедели Ни слова ни с кем не скажу, Всё на камне у моря сижу, И мне любо, что брызги зелёной волны, Словно слёзы мои, солоны. Были весны и зимы, Да что-то одна Мне запомнилась только весна. Стали ночи теплее, Подтаивал снег, Вышла я поглядеть на луну И спросил меня тихо чужой человек, Между сосенок, встретив одну. «Ты не та ли, Кого я повсюду ищу, О которой с младенческих лет, Как о милой сестре, Веселюсь и грущу?» Я чужому ответила «Нет». А как свет поднебесный Его озарил, Я дала ему руки мои, И он перстень таинственный Мне подарил, Чтоб меня уберечь от любви. И назвал мне четыре приметы странные, Где мы встретиться снова должны. Море, Круглая бухта, Высокий маяк, А всего непременней полынь. И как жизнь началась, Пусть и кончится так. Я сказала, что знаю. Аминь. Осень 1916-го, Севастополь Моральной монастыркой, Монашенкой с крестом на груди, Называл ее Юлий Ахенвальд. Монастырка, но в миру, Но в свете, В блестящем вихре столицы. Свет и блестящий вихр столицы В прошлом. Они и прежде-то казались Не более реальными, Чем воспоминания о них в 1922-м, Когда вышла книжка Ахенвальда, Поэты и поэтессы. Творчество всегда служило Ей диспозиции и пониманию. Через его тайный круг Она смотрит на мир И присутствует здесь, В его тайном круге. Очень скучно писать о себе И очень интересно писать О людях и вещах. Это Ахматова о биографической книге, Но это и о литературе вообще. Сказать что-то о себе, Возможно, лишь сказав все о мире. Отсюда монашеский образ Среди карнавала столичной жизни, Социальных бурь и потрясений войны. Поэт, свидетель и участник происходящего, Но по сути отрешенный, Ибо превосходит настоящее, Ибо слышит рифм сигнальной, Звоночки, И начинает понимать гораздо больше, Чем доступно человеческому слуху. Как в лесу растет трава, Как по земле идет скотомка и лиха. Морает бумагу графоман, Выдумывает версификатор, Добивается карьерного роста щел-копер. Иной природы строки, Когда сочинитель будто и не принадлежит себе. Кому в таком случае он припоручает Свою свободу и висящую на волоске жизнь? Богу, нации или скотомка и лиху? Можно судить, если распознать неведомого друга, Из тех, с кем просто продиктованные строчки Ложатся в белоснежную тетрадь. Муза Когда я ночью жду ее прихода, Жизнь, кажется, висит на волоске, Что почести, что юность, что свобода Пред милой гостье и с дудочкой в руке. И вот вошла, Откинув покрывало, Внимательно взглянула на меня, Ей говорю, Тыль Данту диктовала страницы ада? Отвечает Я Март 1924 Петербург Казанская 2 Ни один из царей библейских времен Не приминул призвать провидцев и прозорлипцев Себе на службу. Их слова, сами по себе обретающие ритм и метр, Считались данными свыше. В культуре нового времени Стало принятым говорить, Если не о религиозном служении пророка, Так о духовном предназначении поэта. Юлий Айхенвальд В пору, когда брань по адресу Последующей рухнувшего строя Из эпизодической Стала планомерной и продуманной, Сохраняя верность высокому слову Дореволюционной русской критике, Утверждал, Нужна духовной России Анна Ахматова Последний цветок благородной русской культуры, Хранительница поэтического благочестия, Такое олицетворение прошлого, Которое способно утешить в настоящем И подать надежду на будущее. Многим Я – голос ваш, Жар вашего дыханья, Я – отраженье вашего лица, Напрасных крыл напрасны трепетанье, Ведь все равно я с вами до конца. Вот отчего вы любите так жадно Меня в грехе и в немощи моей, Вот отчего вы дали неоглядно Мне лучшего из ваших сыновей, Вот отчего вы даже не спросили Меня ни слова никогда о нем, И чадными хвалами задымили Мой навсегда опустошенный дом. И говорят, Нельзя теснее слиться, Нельзя непоправимее любить. Как хочет тень от тела отделиться, Как хочет плоть с душою разлучиться, Так я хочу теперь забытой быть. 14 сентября 1922. Петербург Забытой быть Желание укрыться от шагающего По русской земле лиха, Которого с 1914 было в избытке, И когда казалось, что вот наконец Все плохое ушло в прошлое, Лиха снова собиралась силой И готовила новые сонмы несчастья, Лишения ужасов и бедствий. 6 июля 1922 года Постановлением Политбюро ЦК РКПБ Создавалась комиссия По организации писателей и поэтов Самостоятельное общество. 16 июля Ленин в письме Сталину Излагает способ высылки Из России меньшевиков, Народных социалистов, Кадетов и т.п. Делать это надо сразу, К концу процесса эсеров, Не позже. А изставать несколько сот И без объявления мотивов Выезжайте, господа. Всех авторов Дома и театров, Питерской мысли, Хайков обшарить, Мы его не знаем, Это для нас заграница. Чистить надо быстро, Не позже конца процесса эсеров. Обратите внимание на и театров Питера. Азиасад. Новая узкая книга, Номер 4, 1922 год, Станица 37. И на список частных издательств, Страница 29. С коммунистическим пьеветом, Ленин. Письмо Владимира Ильича Ленина Иосифу Иссоримовичу Сталину 19 июля на заседании Только что созданной комиссией По организации писателей и поэтов Принят в основном список Предполагаемых членов общества КРУ. Напротив имени Ахматовой Поставлен знак вопроса И в скобках отмечено Расстрелян муж Гумилёв. А ты теперь тяжёлый и унылый, Отрекшийся от славы и мечты, Но для меня непоправимо милый, И чем темней, тем трогательней ты. Ты пьёшь вино Твои нечисты ночи, Что наяву не знаешь, что во сне, Но зелены мучительные очи, Покое, видно, не нашёл в вине. И сердце только скорой в смерти просит, Клянями длительность судьбы, Всё чаще ветер западный Приносит твои упрёки и твои мольбы. Но разве я к тебе вернуться смею? Под бледным небом Родины моей Я только петь и вспоминать умею, А ты меня и вспоминать не смей. Так дни идут, печали умножая, Как за тебя мне, Господа, молить? Ты угадал, моя любовь такая, Что даже ты не мог её бить. 22 июля 1917-го Слепнём В середине августа 1922-го В Москве, Петрограде, Казани, На Украине Арестованы те, Кого предполагалось выслать. В конце месяца газеты Опубликовали официальные сообщения Об этих арестах И о решении Совнаркома Выслать за границу Большую группу учёных, Литераторов, врачей, агрономов. 5-го сентября Дзержинский разъясняет Уншлихту, директивы Ленина, О принципах составления Списков интеллигенции Для высылки за границу. Необходимо выработать план, Постоянно корректируя его И дополняя. Надо всю интеллигенцию Разбить по группам. Примерно. Первое. Белетристы. Второе. Публицисты и политики. Третье. Экономисты. Здесь необходимы подгруппы. А. Финансисты. Б. Топливники. В. Транспортники. Г. Торговля. Д. Кооперация. И так далее. Четвертое. Техники. Здесь тоже подгруппы. Первое. Инженеры. Второе. Агрономы. Третье. Врачи. Генштабисты. И так далее. Пятое. Профессора и преподаватели. И так далее. И так далее. Сведения должны собираться всеми нашими отделами и стекаться в отдел по интеллигенции. На каждого интеллигента должно быть дело. Каждая группа и подгруппа должна быть освещаема всесторонне компетентными товарищами, между которыми эти группы должны распределяться нашим отделом. Сведения должны проверяться с разных сторон, так, чтобы наше заключение было безошибочно и бесповоротно, чего до сих пор не было из-за успешности и односторонности освещения. Надо в плане далее иметь очередность заданий и освещения групп. Надо помнить, что задачей нашего отдела должна быть не только высылка, о содействии выпрямлению линии по отношению к спецам. То есть внесение в их ряды разложения и выдвигания тех, кто готов без оговорок поддерживать советскую власть. Обратите внимание на статью Кина «В правде» от 3 сентября. Такими обследованиями следовало бы и нам заняться. Необходимо также вести наблюдение за всей ведомственной литературой НКЗМа, ВСНХ, НКФ, НКПС и других. Например, авторы сборника НКФ номер 2 очередные вопросы финансовой политики явно белогвардейцы, как Соколов. О принятом решении и выработанном плане сообщите мне. Письмо Зежинского от Шлифт. Под угрозой смертной казни все арестованные дали подписку о невозвращении в РСФСР. «Знаете, — поговаривала Фаина Георгиевна Раневская, — когда я увидела этого лысого на броневике, то поняла, — нас ждут большие неприятности. Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам. Их грубо лести я не внемлю, им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, как заключённый, как больной, темна твоя дорога странник, полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чаду пожара, Остаток юности губя, Мы ни единого удара не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней Оправдан будет каждый час. Но в мире нет людей без слёзней, Надменней и проще нас». Июль 1922-го в Петербург. В конце сентября и середине ноября 1922-го года двумя рейсами немецких пассажирских судов из Петрограда в Штеттен были доставлены более полторы сотни насильственно выслованных из Советской России представителей интеллигенции. Эта акция рабоче-крестьянской власти получила собирательное название «Философский пароход». На его борту Россию покинули профессора Бердяев, Франк, Ильин, Трубецкой, Лосский, Корсавин и другие. Высылка осуществлялась также на пароходах из Одессы и Севастополя и поездами из Москвы в Латвию и Германию. В отличие от расстрела, повсеместно применяемого большевиками к врагам и тем, кто считался врагами революции, высылка представлялась достаточно гуманной мерой и должна была способствовать признанию советской власти правительствами других стран. Высылаемым разрешалось взять с собой две пары кальсон, две пары носков, пиджак, брюки, пальто, шляпу, две пары обуви на человека. Деньги и прочее имущество высылаемых от членов их семей подлежало конфискации. Нарком Троцкий заявлял отстранённо. Но этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно. Что же, эти люди пережили ужасы террора и гражданской войны, выжили, когда эпидемии, голод и холод десятками косили коллег. Эти люди, тем не менее, всё ещё сохраняли академическое свободомыслие и составляли русскую мысль. Терпеть их было ни в коем случае невозможно. Всё равно, что глядеть в глаза пущенному на слом укладу общественной жизни. Философский пароход И вот одна осталась я считать пустые дни. О, вольные мои друзья, О, лебеди мои! И песни я не скличу вас, Слезами не верну, Но вечером в печальный час В молитве помяну. Настигнут смертною стрелой Один из вас упал, И чёрным вороном другой Меня целуя стал. Но так бывает раз в году, Когда растает лёд, В Екатерининном саду Стою у чистых вод. И слышу плеск широких крыл Над гладью голубой, Не знаю, кто окно раскрыл В темнице гробовой 1917-й конец года Теоретик и организатор Натуральной школы Виссарион Григорьевич Билинский Противопоставлял гениев и талантов Как литературу и билетристику. К этой его идее обращались Юрий Лотман и Николай Мордовченко. Полезно обратиться и ныне. Гении, создатели искусства, Непредсказуемы в своём творчестве И не поддаются управляющему Воздействию критики. Одновременно между гением И читателем всегда некая По выражению Пушкина Недоступная черта. Непонимание читателям Гениального творения Не исключение, а норма. Отсюда Билинский делал смелый вывод. Гений, работающий для вечности И потомства, может быть не только Не помнит современниками, Но даже бесполезен для них. Его польза таится В исторической перспективе. Но современник нуждается В искусстве, Пускай и не столь глубоком И не столь долговечном, Но способном быть воспринятым Читателем сегодня. Эта идея Билинского Хорошо интерпретируется В антитезе взрывных И постепенных процессов. Из неё вытекает Ещё одна особенность. Для того, чтобы быть освоенным Современниками, Процесс должен иметь Постепенный характер. Но одновременно Современник тянется К недоступным для него моментам взрыва, По крайней мере, в искусстве. Читатель хотел бы, Чтобы его автор был гением, Но при этом он же хотел бы, Чтобы произведения этого автора Были понятными. Так создаются Кукольник или Бенедиктов, Писатели, занимающие Вакантное место гения И являющиеся его имитацией. Такой доступный гений Радует читателя понятностью Своего творчества, А критика – предсказуемостью. Безошибочно указывающий Будущие пути такого писателя Критик склонен приписывать Это своей проницательности. Юрий Михайлович Лотман Культура и взрыв Эпические мотивы Смеркается И в небе тёмно-синим, Где так недавно храм Иерусалимский Таинственным сиял великолепьем, Лишь две звезды Над путаницей веток И снег летит откуда-то не сверху, А словно подымается с земли, Ленивый, ласковый И осторожный. Не странную в тот день Была прогулка. Когда я вышла, Ослепил меня прозрачный Отблеск на вещах и лицах, Как будто всюду лепестки лежали Тех жёлто-розовых некрупных роз, Названия которых я забыла. Безветренный, сухой, морозный воздух Так каждый звук лелеял и хранил, Что мнилось мне. Молчанье не бывает. И на мосту, Сквозь ржавые перила, Просовывая руки в рукавичках, Кормили дети пёстрых, жадных уток, Что кувыркались в проруби чернильные. И я подумала, Не может быть, Чтоб я когда-нибудь забыла это. И если трудный путь, Мне предстоит вот лёгкий груз, Который мне под силу Собою взять, Чтоб в старости, в болезни, Быть может, в нищете Припоминать закат неистовый И полноту душевных сил И прелесть милой жизни. В антитезе взрывных и постепенных процессов Реквием, поэма без героя, Так же, как ранние поэмы У самого моря и сборники Чётки, Белая стая, Анна, Домини, Это взрыв. Многочисленные подражатели И продолжатели творческой традиции Анны Андреевны Ахматовой, Многих безутешной вдовы, Это постепенный процесс. Между литературой и билетристикой Такой же промежуток, Как между моментом взрыва И возникающим на его основании Новым этапом постепенного развития. По сути дела, аналогичные процессы Происходят и в области познания. С известной условностью Их можно определить, Как противопоставление Теоретической науке и технике. Юрий Михайлович Лотман Культура и взрыв Депрофундис, моё поколенье, Мало мёду вкусило, И вот только ветер гудит в отдаленье, Только память о мёртвых поёт. Наше было не кончено дело, Наши были часы сочтены До желанного водораздела, До вершины великой весны, До неистового цветенья Оставалось лишь раз вздохнуть. Две войны, моё поколение, Освещали твой страшный путь. Ташкент, 23 марта 1944. Гранитный город, А мы живём торжественно и трудно. Четвёртого марта 1956 года, Годовщину кончины величайшего палача, Анна Андреевна праздновала вдвоём С Лидией Корнеевной-Чуковской. Положив полотенце, Смоченное холодной водой, На лоб, Говорила с подушки. Того, что пережили мы? Да, да, мы все, Потому что за стенок грозил каждому. Не запечатлела ни одна литература. Шекспировские драмы, Все эти эффектные злодейства, Страсти, дуэли, мелочь, Детские игры по сравнению С жизнью каждого из нас. О том, что пережили казнённые Или лагерники, Я говорить не смею. Это не называемо словом, Но и каждая наша благополучная жизнь Шекспировская драма В тысячекратном размере. Немые разлуки, Немые чёрные кровавые вести В каждой семье, Невидимый траур На матерях и жёнах. Теперь арестанты вернутся, И две России глянут Друг другу в глаза. Та, что сажала, И та, которую посадили. Началась новая эпоха. Мы с вами до неё дожили. Видея Корнеевна-Чуковская Записки о бане Ахматовой Это было трудно, Удивительно и почти невозможно Дожить до новой эпохи. За четверть столетия Гибель Неппа, Коллективизация, Голод начала 30-х, Массовые репрессии, Вторая мировая война, Новая волна репрессий Уже после войны И, наконец, Смерть обер-палача. Это в масштабах нации И государства. В частной жизни Арест мужа и сына, Письма в Кремль, Многочасовые ожидания передачи В тюремных очередях, Голод, блокада, Эвакуация, Тяжёлая болезнь, Возвращение к страшному призраку, Притворяющемуся моим городом, Снова слава, Признание, Бурные аплодисменты, Стоя, И опять арест сына, Обструкция и травля С высочайшего на то Соизволения. Клевета И всюду клевета Сопутствовала мне. Её ползучий шаг Я слышала во сне И в мёртвом городе Под беспощадным небом, Скитаясь наугад За кровом и за хлебом. И отблески её горят Во всех глазах, То, как предательство, То, как невинный страх. Я не боюсь её. На каждый вызов новый Есть у меня ответ Достойный и суровый. Но неизбежный день Уже предвижу я. На утренней заре Придут ко мне друзья, И мой сладчайший сон Рыданьем потревожит, И образок на грудь Остывшую положит. Никем не знаема, Тогда она войдёт. В моей крови Её неутолённый рот Считать не устают Небывшие обиды, Плетая голос свой В моленья панихиды И станет внятен Всем её постыдный бред, Чтоб на соседа глаз Не мог поднять сосед, Чтоб в страшной пустоте Моё осталось тело, Чтоб в последний раз Душа моя горела, Земным бессилием Летя в рассветной мгле И дикой жалостью К оставленной земле. 14 января 1922 Бежицк, Петербург Вагон Самый великий из палачей, Как их знала история, К середине 30-х годов Наложил карцерную дисциплину На всю страну. Тюрма преобразовала Карательную процедуру В пенитенциарную технику, Технику надзора И наказания. Надзор начинался Со школьной скамьи, Учителя, Пионерская и Комсомольская Организация И продолжался В трудовых коллективах Производственное И партийное руководство, Институт в социалистическом Соревновании, Общественные марши, Демонстрации, Митинги И по месту прописки В коммунальных квартирах. Одни и те же Дисциплинарные механизмы Функционировали По всему обществу, Во всех городах и весях, Тотально В любых социальных группах, Средах и объединениях. От санкции против отклонения К наказанию преступлений. Не умеешь – научим, Не хочешь – заставим. По шкале этого принципа Любая провинность Или проступок в школе, На работе Или по месту проживания Могли рассматриваться Как более или менее Тяжкое преступление Перед советской властью, Которому вменялось Соответствующее наказание От коллективного порицания До высшей меры защиты Общества от врагов народа. Шкала была непрерывной Как в возрастном значении, Так и по тяжести наказания. От постановки на вид, Выговора, Исключения из партийных Комсомольских рядов, Байкотирования и увольнения С работы, До лишения прописки, Высылки и тюремного заключения. Система надзора и наказания Новейшего времени На деле была не менее Жесткой и эффективной Для установления Авторитарной власти, Чем костры инквизиции Для утверждения Абсолютной власти Средневековых монархов. По словам французского Социолога и философа Мишеля Фуко, В классическую эпоху, Несмотря на определенную Общую отсылку Проступку в широком смысле слова, Порядки правонарушения, Греха и дурного поведения Были отделены Друг от друга, Поскольку каждый из них Был сопряжен С особыми критериями И инстанциями Суд, Эпитимия, Тюремное заключение. Лишение свободы, Использующие механизмы Надзора и наказания Действуют напротив В соответствии с принципом Относительной непрерывности. Непрерывности самих институтов, Которые отсылают друг к другу, Государственная помощь Сиротский дом, Исправительное заведение, Каторга, Дисциплинарный батальон, Тюрма, Школа и благотворительные общества, Мастерская, Дом презрения, Пенитенциарный монастырь, Рабочий городок, Больница и тюрьма. Непрерывности критериев И механизмов наказания, Которые, начиная с простого отклонения, Постепенно ужесточают правила И утяжеляют наказание. Непрерывной градации Органов власти, Институционализированных, Специализированных И компетентных В порядке знания И порядке власти, Которые не прибегая к произволу, А в строгом соответствии С правилами, Посредством констатации И оценки устанавливают Иерархию, Дифференцируют, Санкционируют, Наказывают И постепенно переходят От санкции против отклонения К наказанию преступленья. Мишель Фуко надзирать И наказывать Рождение тюрьмы. Посвящение Перед этим горем Гнутся горы, Не течёт великая река, Но крепки тюремные затворы, А за ними каторжные норы И смертельная тоска. Для кого-то Веет ветер свежий, Для кого-то нежится закат, Мы не знаем, Мы повсюду те же, Слышим лишь ключей Постылый скрежет, Да шаги тяжёлые солдат. Подымались, Как к обедне ранней, По столице одичалой шли, Там встречались, Мёртвых без дыханней, Солнце ниже И неба туманней, А надежда всё поёт вдали. Приговор И сразу слёзы хлынут, Ото всех уже отделена, Словно с болью жизнь Из сердца вынут, Словно грубо навзничь опрокинут, Но идёт, Шатается Одна. Где теперь невольные подруги Двух моих осатанелых лет? Что им чудится В сибирской вьюге, Что мерещится им В лунном круге? Им я шлю Прощальный мой привет. Март 1940-го Другое её свойство. Этот волшебный напиток, Лиясь в сосуд, Вдруг густеет И превращается В мою биографию, Как бы увиденную Кем-то во сне Или в ряде зеркал, И я рада или не рада, Что иду с тобой. Иногда я вижу Её, Всю, Сквозную, Излучающую Непонятный свет, Похожий на свет Белой ночи, Где всё светится Изнутри. Распахиваются Неожиданные галереи, Ведущие в никуда. Звучит второй шаг, Эхо, Считая себя Самым главным, Говорит своё, А не повторяет чужое. Тени притворяются Теми, Кто их отбросил. Всё двоится И троится Вплоть до дна Шкатулки. И вдруг Эта фата Моргана Обрывается. На столе Просто стихи Довольно изящные, Искусные, Дерзкие. Ни таинственного Света, Ни второго шага, Ни взбунтовавшегося Эха, Ни теней, Получивших Отдельное бытие. И тогда Я начинаю понимать, Почему она Оставляет холодными Некоторых своих читателей. Это случается Главным образом Тогда, Когда я читаю Её кому-нибудь, До кого она Не доходит. И она, Как бумеранг, Прошу извините Избитое сравнение, Возвращается ко мне, Но в каком виде И рани меня Самоё. 17 мая 1961 года Комарова Анна Ахматова Проза О поэме Поэтам Вообще Не пристали Грехи Проплясать Пред ковчегом Завета Или сгинуть Да что там Про это Лучше Их Рассказали Стихи. В 1935-40 Годах Анной Ахматовой Написан Реквим За три дня В 1940-ом Поэма Путём Всея земли С 27 декабря 1940-го По 1965-й Снова И снова Возвращается Адская Орликинада Поэма Безгероя Все работы Пишутся В стол И увидят Свет При жизни Поэта Только в Зарубежных Изданиях А в Советском Союзе В конце 1980-х Я сказала Что многие В особенности Из молодых Смущены И ушиблены Разоблачением Сталина Как же так Гений Корифей Наук Оказался Заплечный К дел Мастером Пустяки Это Спокойно Ответила Анна Андреевна Наркоз Отходит Как говорят Врачи Да и не верю Я Что кто-нибудь Чего-нибудь Не понимал Раньше Кроме Грудных Младенцев Я с ней Не согласилась На своём пути Мне довелось Встречать Люди Чистых Искренних Бескорыстных Которые И мысли Не допускали Что их Обманывают Неправда Закричала Анна Андреевна С такой Энергией Гнева Что я Испугалась За её Сердце Она Приподнялась На локте Камни Вопиют Тростник Обретает Речь А человек По-вашему Не видит И не слышит Ложь Они притворялись Им выгодно было притворяться перед другими и самими собой Вы ещё тогда понимали всё до конца Не давайте же обманывать себя теперь Ну, конечно, они, как и мы с вами, не имели возможности выучить наизусть бессмертные распоряжения в оригинале Но что насчёт врагов народа Всё ложь Клевета Кровавый смрад Это понимали все Не хотели Понимать Дело другое Такие и теперь водятся Лидия Чуковская Записки Обанья Ахматов Вступление Это было, Когда улыбался Только мёртвый Спокойствию рад И ненужным приветом Болтался Возле тюрем своих Ленинград И когда, обезумев от муки, Шли уже осуждённых полки И короткую песню разлуки Паровозные пели гудки Звёзды смерти стояли над нами И безвинная корчилась Русь Под кровавыми сапогами И под шинами чёрных марусь Анна Ахматова Реквием Реквием Я вижу, я слышу, я чувствую вас Реквием 20 апреля 1924 г. во вступительном слове на вечере Анны Ахматовой в Политехническом музее Профессор Гроссман сказал Анна Ахматова стала предметом прилежного изучения филологов, лингвистов, стиховедов. Сделалось почему-то модным проверять новые теории языковедения и новейшие направления стихологии на чётках и белой стае. И, наконец, в самое последнее время поэзия Ахматовой стала предметом обсуждения со стороны своей социальной природы и общественной стоимости. О стихах Ахматовой часто говорилось как о любовных новеллах, повестях, даже романах. Но, думается, что, когда речь идёт об Анне Ахматовой, можно не бояться произнести такое значительное слово, как «трагедия». Некоторые вехи на пути от любовной новеллы к трагедии в записных книжках Анны Ахматовой 20 мая 1960 года помечены скупо и выразительно. После моих вечеров в Москве, весна 1924-го, состоялось постановление о прекращении моей литературной деятельности. Меня перестали печатать в журналах Альмонахов, приглашать на литературные вечера. Я встретила на Невском шагинян. Она сказала, «Вот вы какая важная особа! О вас было постановление ЦК Не арестовывать, но и не печатать!» В 1929 году после «Мы» и «Красного дерева» И я вышла из Союза. В мае 1934 года, когда рассылались анкеты для вступления в Новый Союз, я анкеты не заполнила. Я член Союза с 40-го года, что видно из моего билета. Между 1925 и 1939 меня перестали печатать совершенно. Смотри критику, начиная с Лилевича, 22-33 года. Тогда я впервые присутствовала при своей гражданской смерти. Мне было 35 лет, и здания «Четки», «Белая стая» и «Анно домини», напечатанные в Берлине Алянским «Четки и Белая стая» и «Блохом» «Анно домини» не были допущены в Советский Союз. За озером луна остановилась и кажется отворенным окном в притихший ярко освещенный дом, где что-то нехорошее случилось. Хозяина ли мертвым привезли, хозяйка ли с любовником сбежала, или маленькая девочка пропала, ибо шмачок у заводи нашли. Земли не видно. Страшную беду, почувствовав, мы сразу замолчали, заупокойно филины кричали, и душный ветер буйствовал в саду. 1922. Вечера Ахматовой обругивали, по оценке Евгения Замятина, легонько. Так в апреле 24-го газета «Правда» в заметке «Вчерашняя сегодня» сообщала. Ахматова торжественно монотонным распевом, точно по старообрядческим крюкам, пропела что-то о мертвецах. Конец цитаты. Однако изобличать страшную беду ее воспевателя, рабоче-крестьянской власти, было явно недостаточно. Приходилось запрещать в черном списке уничтоженных и остановленных книг более десяти сборников стихотворений Анны Андреевны Ахматовой. В 1925-м был уничтожен двухтомник, подготовленный к печати издательством Гессена. У издателя остался один экземпляр. Рукописи двухтомного собрания, составленного в 1935-м, были возвращены автору. Тогда же было отказано и в публикации избранного. Сборник из шести книг под редакцией Тынянова в количестве десяти тысяч экземпляров увидел свет в сороковом, но через шесть недель изъят из продажи и библиотек, и запрещен в букинистической продаже. В сороковом был уничтожен однотомник ленинградского госиздата, в сорок шестом еще один, а также подборка избранного в библиотеке Огонька. Седьмой сборник стихов «Нечет», принятый в сорок шестом, был возвращен автору издательством «Советский писатель» за истечением срока архивного хранения в 1952-м. Рукописи остались у Ахматовой. Вместо всего этого в Ташкенте в 1943 году вышла маленькая книжка «Избранная» под редакцией Зелинского, десять тысяч экземпляров. Рецензий о ней не было, ее было запрещено рассылать по стране. Продавалась она в каких-то полузакрытых распределителях. На книге не обозначено место издания, запрещали ее, по словам Тихонова, восемь раз. Записные книжки. 6 ноября 1958 года в Гослит-издате вышла книга стихотворений тиражом 25 тысяч экземпляров. В книге было 85 стихотворений и переводы. Она была распродана в несколько минут. Писателям Москвы и Ленинграда ее выдавали поранее составленным списком, но многим не хватило. После истории с созданием романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» за рубежом в 1958 году, был запрещен сборник стихов Анны Ахматовой с переводом на польский. А в 1963-м ей вернули последний сборник «Бег времени» с ругательной статьей «Кретикессы» Непонич. Новогодняя баллада И месяц, скучая в облачной мгле, бросил в горницу тусклый взор. Там шесть приборов стоят на столе, и один только пуст прибор. Это Мушман и я, и друзья мои встречаем Новый год, Отчего мои пальцы словно в крови, и вино, как отрава, жжет. Хозяин, поднявший полный стакан, был важен и недвижим. Я пью за землю родных полян, в которой мы все лежим. А друг, поглядевший в лицо моё, и вспомнив Бог весть о чём, Воскликнул, а я за песни её, в которых мы все живём. Но третий, не знавший ничего, когда он покинул свет, Мыслям моим в ответ промолвил, Мы выпить должны за того, кого ещё с нами нет. 1922. Конец года Преступное государство порождает призрачный, Фантастический, смутный мир, Мир колеблющихся недостоверностей, Лидия Чуковская, Вещи которого сон, люди, мертвецы, А в языке неопределённые формы речи, Пришли, взяли, осудили. Теперь возникает другой страх. Страх перед тёмным, тайным сговором Между теми, кто отстаивает закон, И теми, кто нарушает его. Шекспировский век, Когда верховная власть и низа Соединялись в одном лице, Ушёл в прошлое. Вскоре должна была начаться Повседневная мелодрама полицейской власти И сообщничества Между преступлением и властью. Мишель Фуко надзирать и наказывать Рождение тюрьмы В Советской России Повседневная полицейская мелодрама Третьего отделения Достигла своей страшной трагической кульминации, Когда исторические пути страны Пересеклись в одной точке Непроизносимом в суе имени Того великого деятеля застенка, Ком уголовщина обрела Высшую государственную власть. Материально застенок поглощал Целые кварталы Духовно, помыслы во сне и наяву. Застенок выкрикивал Собственно сработанную ложь С каждой газетной полосы И с каждого радиорупора. Он пугал именем своего творца И его сподвижников Даже в четырёх стенах, Когда вроде никто не мог слышать Даже один на один. Окружён миниматою, За стенок желал оставаться И всевластным, И несуществующим за раз. Он не хотел допустить, Чтобы чё бы то ни было слово Вызывало его из всемогущего небытия. Он был рядом, рукой подать, А в то же время его как бы и не было. Лидия Чуковская Записки об Адне Ахматово Реквием Уводили тебя на рассвете За тобой, как на выносе шла. В тёмной горнице плакали дети, У божницы свеча оплыла. На губах твоих холод и конки Смертный пот на челе не забыть. Буду я, как стрелецкие жёнки, Под кремлёвскими башнями быть. 1935 22 октября 1935 года Муж Анны Андреевны Ахматовой, Комиссар при Русском музее И государственном армитаже, Историк искусства Николай Николаевич Пунин И сын, студент исторического факультета Ленинградского университета Олег Николаевич Гумилёв Были арестованы по обвинению В создании контрреволюционной Террористической организации. «Когда я вернусь в Ленинград, Меня арестуют за антисоветские разговоры». Возвращаясь из археологической экспедиции С Дона, догадывался Олег Гумилёв. «Тихо льётся тихий дон, Жёлтый месяц входит в дом, Входит в шапки на бекарень, Видит жёлтый месяц тень. Эта женщина больна, Эта женщина одна, Муж в могиле, Сын в тюрьме, Помолитесь обо мне». «Нет, это не я, Это кто-то другой страдает. Я бы так не могла, А то, что случилось, Пусть чёрные сукна покроют, И пусть унесут фонари. Ночь». До приезда в Ленинград Лев Гумилёв воспитывался Бабушкой Анны Ивановной Гумилёвой В Беженске Тверской области. Жена комиссара Фёдора Раскольникова, В прошлом возлюбленная Николая Степановича Гумилёва, Лариса Рейснер, Предлагала матери отдать Лёву В её семью. Анна Андреевна ответила отказом. Безотказно же работали Одни только механизмы надзора и наказания. В строгом соответствии с принципом непрерывности они отсылали друг к другу социальные институты образования, воспитания, исправления и семьи. В конце лета 1921 года, когда известие о расстреле Николая Гумилёва дошло до беженства, школьники постановили Лёву Гумилёву, как сыну расстрелянного врага народа, книги из библиотеки не выдавать. Показать бы тебе на смешнице и любимице всех друзей царско-сельской весёлой грешнице что случилось с жизнью твоей, как трёхсотая с передачью под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лёд прожигать. Там тюремный тополь качается, и не звука, а сколько там неповинных жизней кончается. 4 июля 1924 года Анна Ивановна Гумилёва писала Анне Ахматовой. Дорогая Анечка, сегодня Лёва пошёл в школу за своим свидетельством об окончании четвёртого класса, переводя его в следующий класс, то есть теперь уже во вторую ступень. Но ему никакого свидетельства не выдали, а потребовали, чтобы он принёс метрическое свидетельство. Он, бедняга, очень огорчился, когда узнал, что у меня нет его, и я сама пошла с ним в школу выяснить это дело. И мне тоже сказали, что нынче очень строго требуются документы и без метрики во вторую ступень не примут ни за что. Так что, голубчик, уже как хочешь и добывай сыну метрику и как можно скорее, чтобы Шура могла привезти её с собой. А без неё он совсем пропадёт, никуда его не примут. А когда будешь получать бумагу, то обрати внимание, чтобы, если он записан сын дворянина, то похлопочи, попроси, чтобы заменили и написали сын гражданина или студента, иначе и в будущем это закроет ему дверь и высшее заведение. Любящая тебя мама. Семнадцать месяцев кричу Зову тебя домой Кидалось в ноги палачу Ты сын и ужас мой Все перепуталось навек И мне не разобрать Теперь кто зверь, кто человек И долго ль казни ждать И только пышные цветы И звон кадильный И следы куда-то в никуда И прямо мне в глаза глядит И скорой гибелью грозит Огромная звезда. Это был второй арест сына. 10 декабря 1933 года Лева Гумилёва арестовали на квартире востоковеда Эбермана, который консультировал его по поводу переводов с Арабского. Лев провёл в заключении 9 дней и был отпущен без допроса и предъявления обвинения. В октябре 1935 года Пунин и Гумилёв вместе с группой студентов Ленинградского университета попали под волну репрессий против интеллигенции, начатой после убийства Сергея Мироновича Кирова. Ряд доносов на сына казнённого именем революции поэта, абсолютного контрика и человека явно антисоветского предрешили арест. Студенты жаловались, что он считает их дураками. Участие в общественной жизни Лев Гумилёв не принимал ни в комсомольских радостных организациях, ни в научных кружках молодёжи, горящих единственно правильным классовым подходом к истории. Жил поначалу в коммунальной квартире у матери на деревянном сундуке в неотапливаемом коридоре. Кроме матери и отчима в квартире проживала семья рабочих и первая жена Пунина с дочерью Ириной. У них были отдельные комнаты. Затем переселился к знакомым, и Бапунин по возвращению пасынка из экспедиции, открыв дверь, сказал, «Зачем ты приехал? Тебе даже переночевать негде». Летом ходил в линялом картузе и презентовом плаще, зимой ватники, которые знакомые называли дурацким. Лёгкие летят недели. Что случилось, не пойму, как тебе, сынок, в тюрьму ночи белые глядели, как они теперь глядят ястребиным жарким оком о моём кресте высоком и о смерти говорят. 1939. Через неделю после ареста мужа и сына Анна Андреевна Ахматова отправилась в Москву, где остановилась у литературоведа Эммы Григорьевны Герштейн, затем на квартире у Михаила Афанасьевича Булгакова. После звонка по Скрёбышеву письмо в секретаря ЦК на имя Сталина было передано в Крепль. Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, зная ваше внимательное отношение к культурным силам страны и, в частности, к писателям, я решаюсь обратиться к вам с этим письмом. 23 октября в Ленинграде арестованы НКВД мой муж Николай Николаевич, профессор Академии художеств, и мой сын Лев Николаевич Гумилёв, студент ЛГУ. Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чём их обвиняют, но даю вам честное слово, что они ни фашисты, ни шпионы, ни участники контрреволюционных обществ. Я живу в ССР с начала революции. Я никогда не хотела покинуть страну, с которой связана разумом и сердцем. Несмотря на то, что стихи мои не печатаются и отзывы критики доставляют мне много горьких минут, я не падала духом. В очень тяжёлых моральных и материальных условиях я продолжала работать и уже напечатала одну работу о Пушкине, вторая печатается. В Ленинграде я живу очень уединённо и часто подолгу болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу пережить. Я прошу вас, Иосиф Исарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет. Анна Ахматова. 1 ноября, 1935. Великий деятель Застенко наложил на письмо резолюцию. Товарищ Ягода, освободить из-под ареста и Пунина, и Гумилёва и сообщить об исполнении. Иосиф Сталь. 4 ноября следствие было прекращено. Прямо посреди ночи задержанных отпустили. Профессор Пунин просил оставить их до утра. Приговор. И упало каменное слово на мою ещё живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, надо память до конца убить, надо, чтоб душа окаменела, надо снова научиться жить. А не то, горячий шелест лета, словно праздник за моим окном, я давно предчувствовала это. Светлый день и опустелый дом. 1939 Границы между заключением, наказаниями по решению суда и дисциплинарными заведениями, размытые уже в классическом веке, начинают стираться, образуя огромный континуум карцера, распространяющий пенитенциарные методы даже на самые невинные дисциплины, доводящий дисциплинарные нормы до самой сердцевины уголовно-правовой системы и воздействующей на любое правонарушение, мельчайшую неправильность, отклонения или аномалию, угрозу делинквентности. Тонкая, градуированная карцерная сеть с компактными заведениями, но и дробными и рассеянными методами заняла место самоуправного, массового и плохо интегрированного заключения классического века. Мишель Фуко надзирать и наказывать рождение тюрьмы Дисциплина карцерного архипелага позволяла надеяться, принимая неизбежное как судьбу. После освобождения профессор Пунин вернулся на работу, а студента Гумилева по инициативе комсомольской организации выдворили из университета. Восстанавливаться пришлось на следующий учебный год. Вы знаете, что такое пытка надежды? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума. К смерти Ты все равно придешь. Зачем же не теперь? Я жду тебя. Мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь. Тебе такой простой и чудной. Прими для этого какой угодно вид. Ворвись отравленным снарядом Или с гирькой подкрадись, как опытный бандит, Или отрави тифозным чадом, Или сказочкой, придуманной тобой, И всем до тошноты знакомой, Чтоб я увидела верх шапки голубой И бледного от страха управдома. Мне все равно теперь. Струится енисей, Звезда полярная сияет, И синий блеск возлюбленных очей Последний ужас затмевает. 19 августа 1939-го Фонтанный дом В апреле 1935-го года Вышел исторический даже для масштаба тысячелетий Указ о расстреле Малолетних преступников от 12 лет. Укрепляя авторитарную власть, Оберпалач не гнушался ничем. Геноцид становился привычным делом. Ткань отношений, Которые когда-то составляли Непосредственное окружение тюрьмы, Распространялось вовне. Карцерный архипелаг Переносил технику наказания Из тюремного института На весь общественный организм. Наиболее проницательные понимали Всю чудовищность последствий Этого переноса. Лидия Корнеевна Чуковская вспоминала, Ум ее был трезв, Ясен, проницателен, И именно поэтому сознание ее Было преисполнено ужасом Перед совершающимся, Которого не видели другие И ужасом перед возможностью Утраты рассудка. Ахматова яснее других чуяла И осознавала происходящее. Действительность была чудовищна. Заглядывая в подвал памяти, Она восклицала, Но где мой дом, И где рассудок мой? Или, создавая свой реквием, Уже безумие крылом Души накрыло половину. Уже безумие крылом Души накрыло половину И поет огненным вином И манит в черную долину. И поняла я, что ему Должна я уступить победу, Прислушиваясь к своему Уже как бы чужому бреду. И не позволит ничего Оно мне унести с собою, Как не упрашивая его, И как недокучая мольбою, Ни сына страшные глаза, Окаменелое страданье, Ни день, когда пришла гроза, Ни час тюремного свиданья, Ни милую прохладу рук, Ни лип взволнованные тени, Ни отдалённый лёгкий звук Слова последних утешений. 4 мая 1940-го. Фонтанный дом. В третий раз Льва Гумилёва Забрали в ночь с 10 на 11 марта 1938 года. Его арест был спровоцирован Лекцией Пумпянского о русской поэзии. Лектор стал потешаться над стихотворениями И личностью моего отца. «Поэт писал про Абиссинию?» Восклицал он. «А сам не был дальше Алжира. Вот он, пример отечественного Тартарена!» Не выдержав, я крикнул профессору с места. «Нет, он был не в Алжире, А в Абиссинии!» Пумпянский снисходительно парировал мою реплику. «Кому лучше знать, вам или мне?» Я ответил. «Конечно, мне!» В аудитории около двухсот студентов засмеялись. В отличие от Пумпянского, Многие из них знали, что я сын Гумилёва. Все на меня оборачивались и понимали, Что мне действительно лучше знать. Пумпянский сразу же после звонка Побежал жаловаться на меня в деканат. Видимо, он жаловался и дальше. Во всяком случае, первый же допрос Во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной Следователь Бархударьян Начал с того, что стал читать мне бумагу, В которой во всех подробностях сообщалось Об инциденте, произошедшем на лекции Пумпянского. Карцерный архипелаг организовывал то, Что Мишель Фуко назвал Дисциплинарными жизненными путями, На которых под видом исключений и отторжений Приводился в действие механизм проработки. Жалобы горемыки профессора Пополнялись доносами доброхотов студентов. Обстановка на историческом факультете, Мягко говоря, была нестабильной. По обвинению в связях с Зиновьевым, Первый декан Зайдель был арестован в январе 1935 года. Вместе с ним за решетку было отправлено 12 преподавателей. Второго декана арестовали в 1936-м. Всего же до 40-го года, совсем как в традиции волшебной сказки, Вакансию декана занимали семь человек. Распятие Не рыдай меня, мать, и во гробе зряще. Хор ангелов великий час восславил, И небеса расплавились в огне. Отцу сказал, а что меня оставил, А матери, о, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала. Ученик, любимый, каменел, А туда, где молча мать стояла, Так никто взглянуть и не посмел. На этот раз не помогли ни письма, ни хлопоты. Сына обвиняли в контрреволюционной пропаганде и агитации. Вкупе с организационной контрреволюционной деятельностью. С 1937-го года чекистам разрешалось Применение физического воздействия в практике. Кремлевский душегубь бесхитростно С большевистской прямотой обосновал пытки. Известно, что все буржуазные разведки Применяют физическое воздействие. Спрашивается, почему социалистическая разведка Должна быть более гуманна. 21 июня 1938 года Из студента Льва Гумилева Оперуполномоченным 8-го отделения 4-го отдела управления НКВД по Ленинградской области Сержантом Айратом Бархударьяном Были выбиты признательные показания В руководстве антисоветской молодежной организации В контрреволюционной агитации Чтение стихов его собственного сочинения И Мандельштама о Кремлевском горце А также в подготовке покушения на товарища Жданова В протоколе допроса Бархударьян нарисовал Я всегда воспитывался в духе ненависти К ВВКПБ и советскому правительству От моей матери Ахматовой Анны Андреевны Я узнал о факте расстрела советской властью За антисоветскую работу моего отца Гуржуазного поэта Гумилева Это еще больше обострило мою ненависть К советской власти И я решил при первой возможности Отомстить за моего отца Этот озлобленный контрреволюционный дух Всегда поддерживала моя мать Ахматова Анна Андреевна Которая своим антисоветским поведением Еще больше воспитывала И направляла меня на путь контрреволюции От моей матери Я никогда не слышал ни одного слова Одобряющего политику ВКПБ И советского правительства Ахматова неоднократно заявляла Что она всегда видит перед собой Мертвое тело своего мужа Моего отца Гумилева Николая Павшего от пули советских палачей Поэтому она ненавидит Советскую действительность И советскую власть в целом Знак открытого протеста Против ВКПБ И советского правительства Ахматова Анна Андреевна Отказалась вступить в члены Союза советских писателей По этому вопросу Ахматова Анна Андреевна Резко высказалась Против политики ВКПБ И советского правительства Заявляя, что в СССР Отсутствует демократия Свобода личности И свобода слова От Ахматовой часто можно было Услышать следующие слова Если бы была подлинная свобода Я прежде всего крикнула бы Долой советскую власть Да здравствует свобода слова Личности и демократии для всех В беседе со мной Моя мать Ахматова Неоднократно мне говорила Что если я хочу быть до конца Ее сыном То прежде всего Я должен быть сыном Моего отца Гумилева Николая Расстрелянного советской властью Этим она хотела сказать Чтобы я все свои действия Направлял на борьбу против ВКПБ И советского правительства После убийства Кирова В беседе со мной она заявила Что его убийцы являются героями И вместе с тем учителями Для идущего против советской власти Молодого поколения Третий зачатевский Переулочек, переул Горло петелькой затянул Тянет свежесть с Москвы реки В окнах теплятся огоньки Покосился гнилой фонарь С колокольни идет звонарь Как по левой руке пустырь А по правой руке монастырь А напротив высокий клён Красным заревом обогрём А напротив высокий клён Ночью слушает долгий стон Мне бы тот найти образок От того, что мой близок срок Мне бы снова мой чёрный платок Мне бы невской воды глоток 2 августа 1940-го Согласно марксистской теории Человек таков, каким проявляет себя В общественно полезной деятельности Труде Никакой другой, неопределённой Социальными связями и отношениями Сущности у человека нет Члены трудовых коллективов Дружно катали характеристики друг на друга Стоило только карцерному архипелагу Наладить движение От санкции против отклонения К наказанию преступления Общественная характеристика С места обучения была представлена В следственные органы На фамилию Гумилев Ошибку, которую комсомольские активисты Допустили то ли по злобе То ли по незнанию А может из-за отроческой Неопределённости своих лиц Та же описка В написании фамилии Изначилась и в деле Николая Степановича Гумилёва В августе 1921-го Конечно, не знать большой грех Признавал отец Павел Флоренский Но не желать знать Уже преступление Характеристика В уме Лев Лев Николаевич За время пребывания на ИСФАКе Из числа студентов исключался И после восстановления Часто академическая группа Требовала его повторного исключения Как студент успевал Только по специальным дисциплинам Получал двойки по общественно-политическим ленинизм Вовсе не потому, что ему трудно Работать по этим дисциплинам А он относился к ним Как к принудительному ассортименту К обязанностям Которые он не желает выполнять Большинство студентов Игнорировал Во время избирательной кампании В их группе Где делался доклад о биографии Товарища Литвинова Гумилев Ввел себя вызывающе Подсмеивался Подавал реплики Вообще отличался Крайней недисциплинированностью Сильно зазнавался Мнил из себя большой талант Который не признают в советском вузе Эти разговоры он добавлял следующими замечаниями Что все великие люди, например, Гостоевский, голодали, нуждались И что теперь Гумилев, великий человек, тоже голодает в Советском Союзе Первое июля 1938 Не бывать тебе в живых Соснигу не встать Двадцать восемь штыковых Огнестрельных пять Горькую обновушку Другу шила я Любит, любит Кровушку Русская земля Шестнадцатого августа 1921 Вагон На военном трибунале 27 сентября 1938 года Лев Гумилев отказался от данных ранее признаний, заявив Отказываясь от протокола допроса, он был заготовлен заранее И я под физическим воздействием был вынужден его подписать Никакого разговора с моей матерью о расстрелянном отце не было Я никого не вербовал и организатором контрреволюционной группы никогда не был Я как образованный человек понимаю, что всякое ослабление советской власти Может привести к интервенции со стороны оголтелого фашизма На трибунал заявление подсудимого не произвело никакого впечатления И после краткого формального совещания Лев Николаевич Гумилев был приговорен к десяти годам лишения свободы С отбыванием в исправительно-трудовом лагере И четырехлетним поражением в правах Я смотрела на ее четкий профиль Среди неопределенных лиц без фаса и профиля Записала Лидия Чуковская 28 августа 1939 года Рядом с ее лицом все лица кажутся неопределенными Реквием Эпилог Узнала я, как опадают лица Как из-под век выглядывает страх Как клинописи жесткие страницы Страдания выводят на щеках Как локоны из пепельных и черных серебряными делаются вдруг Улыбка вянет на губах покорных И в сухоньком смешке дрожит испуг И я молюсь не о себе одной А обо всех, кто там стоял со мною И в лютый холод, и в июльский зной Под красною ослепшую стеною Опять в поминальный приблизился час Я вижу, я слышу, я чувствую вас И ту, что едва до окна довели И ту, что родимой не топчет земли И ту, что красивой тряхнув головой Сказала Сюда прихожу, как домой Хотелось бы всех поименно назвать Да отняли список и негде узнать Для них соткала я широкий покров Из бедных у них же подслушанных слов О них вспоминаю всегда и везде О них не забуду и в новой беде И если зажмут мой измученный рот Которым кричит стомиллионный народ Пусть также они поминают меня В канун моего погребального дня А если когда-нибудь в этой стране Воздвигнуть задумают памятник мне Согласие на это даю торжество Но только с условием Не ставить его ни около моря Где я родилась Последняя с морем разорвана связь Не в царском саду у заветного пня Где тень безутешная ищет меня А здесь, где стояла я триста часов И где для меня не открыли засов Затем, что и в смерти блаженной Боюсь забыть громыхание черных мороз Забыть, как постыла и охлопала дверь И выла старуха, как раненый зверь И пусть неподвижных и бронзовых век Как слезы струится подтаявший снег И голубь тюремный пусть гулит вдали И тихо идут по неве корабли Около 10 марта 1940-го Фонтанный дом Путём всея земли Прямо под ноги пулем Чёрные маруси, воронки и ночные аресты Судебные тройки без адвокатов И публичного слушания дел, трибуналы Миллионы казнённых и репрессированных Карцерный архипелаг Что это было? Власть ли пыталась авторитарно утвердиться В качестве единственно возможной и справедливой? Параноик ли организовал тотальный контроль? Пенитенциарная техника ли, следуя логике своего развития, диктовала правила игры в небывалое государство? В 1975 году Мишель Фуко в книге «Рождение тюрьмы» описал, как политическая власть, немыслимая в современную эпоху вне принудительной изоляции преступников, механизмом тюремной же дисциплины обуславливает функционирование и таких общественных учреждений, как школы, больницы, казармы, гарнизоны. Карцерный архипелаг Советского Союза мог бы служить наиболее весомым подтверждением его теоретических положений, если бы философ имел доступ и смелость работать с архивами НКВД. «Пожалуй, самый важный результат карцерной системы и ее распространения далеко за границей законного заключения», писал Мишель Фуко. «То, что ей удается сделать власть наказывать естественной и легитимной, по крайней мере понижая порог терпимости к наказанию. Она сглаживает всё, что может казаться чрезмерным в отправлении наказания, ведь она играет в двух регистрах, в которых сама развертывается – в законном регистре правосудия и в незаконном регистре дисциплины. В самом деле, великая непрерывность карцерной системы с обеих сторон, закона и его приговоров, обеспечивает определенную правовую поддержку дисциплинарным механизмам, приводимым ими в исполнение судебным решениям и санкциям. От начала до конца этой сети, охватывающей столь многочисленные относительно анонимные и независимые региональные институты, с тюрьмой как формой передается модель великого правосудия. Установление дисциплинарных институтов воспроизводят закон, наказания имитируют приговоры и кары, надзор повторяет полицейскую модель, а над всеми этими многочисленными учреждениями возвышается тюрьма, которая, будучи их чистой и несмягченной формой, оказывает им своего рода государственную поддержку. Карцерное, с его постепенным переходом от каторги или тюремного заключения к диффузным и легким ограничениям свободы, сообщает определенный тип власти, утверждаемый законом и используемой правосудием как излюбленное оружие. Как могут казаться самочинными дисциплины и функционирующая в них власть, если они лишь приводят в действие механизмы самого правосудия, рискуя смягчить их интенсивность. Если они распространяют следствие правосудия и передают их до самых последних звеньев, позволяя избежать его строгости, непрерывность карцера и распространение тюрьмы как формы позволяют легализовать или, во всяком случае, узаконить дисциплинарную власть, избегающую таким образом малейшей чрезмерности или возможных злоупотреблений ею. Мишель Фуко надзирать и наказывать. Последняя возможность злоупотребления дисциплинарной властью в советском застенке стала основанием для реализации той же самой пенитенциарной техники, а на деле карательных процедур и над самими вершителями правосудия. В 1938 был расстрелян глава НКВД товарищ Ягода, в 1940 сменивший его на этом счастливом посту нарком Ежов, в 1937 – прокурор СССР Акулов, в 1953 – министр внутренних дел, вышедший из доверия товарищ Берия, в 1954 – министр госбезопасности Абакумов. Земной отрадой сердца не томи. Не пристращайся ни к жене, ни к дому. У своего ребёнка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому. И будь слугой смиреннейшим того, кто был твоим кромешным супостатом. И назовели снова зверя братом, и не просил бы вы ничего. Декабрь 1921. «Скажите, предатель и изменник Ягода», – обратился к обвиняемому на процессе 1938 года новоиспечённый прокурор социалистического отечества. – Неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвечаете, наконец, перед пролетарским судом за все ваши подлые преступления, вы не испытываете ни малейшего сожаления о сделанном вами?» – Да, сожалею. – Очень сожалею, – отвечал Ягода. – Внимание, товарищи судьи! – позапил прокурор. – Предатель и изменник Ягода сожалеет. О чём вы сожалеете, шпион и преступник Ягода? – Очень сожалею. Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не расстрелял. Ведь где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, тёплый и весёлый. Там с девушкой через забор сосед под вечер говорит, и слышат только пчёлы нежнейшую из всех бесед. А мы живём торжественно и трудно, и чтим обряды наших горьких встреч, когда с налёту ветер безрассудный чуть начатую обрывает речь. Но ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широких рек зияющие льды, бессолнечные и мрачные сады и голос музы еле слышно. Простая жизнь и свет, простое человеческое счастье свободного существования не могли не нарушать карцерной общественной дисциплины молодой Советской Республики. Чтить обряды наших горьких встреч, какие ещё доказательства нужны были, чтобы убедиться в глубочайшей внутрянной антиреволюционности Ахматовой . Для несомненной литературной внутренней эмигрантки Библия, положенная прежде на стол, как аксессуар комнаты, теперь стала источником образов. Стихи выровнялись, исчезла угловатость, стих стал красивее, обстоятельнее, интонации бледнее, язык выше. «Как вы думаете, чем кончится внезапное поправение Пунина?» – спросил как-то Анну Андреевну Корнечуковский. «Соловками», – невесело усмехнулась она. «Это он!» – вспоминала Надежда Яковлевна Мандельштам Пунина. Прогуливая с Анной Андреевной по Третьяковке, вдруг сказал «А теперь пойдем посмотреть, как вас повезут на казнь». Так появились стихи. «А после надровнях в сумерки, в намозном снегу тонуть, какой сумасшедший Суриков, мой последний, напишет Путина. Но этого путешествия ей совершить не пришлось. Вас придерживают под самый конец», – говорил Николай Николаевич Пунин, и лицо его передергивало стиком. Но под конец ее забыли и не взяли, зато всю жизнь она провожала друзей в их последний путь, в том числе и Пуниным. Воспоминания. «Воспитательная работа, вечная и нескончаемая воспитательная работа», – восклицала Лидия Чуковская, – «столь схожая с работой Лубянки, что и не заметишь, где кончается одна и начинается другая». О, жизнь без завтрашнего дня! Ловлю измену в каждом слове, И убывающей любови звезда восходит для меня. Так незаметно отлетать, почти не узнавать при встрече, Но снова ночь, и снова плечи в истоме влажной целовать. Тебе и милой не была, ты мне постыл, а пытка длилась, И, как преступница томилась, любовь, исполненная зла. То словно брат, молчишь, сердит, но, если встретимся глазами, тебе клянусь, я небесами, в огне расплавится гранит. Вместо предисловия Страшные годы Ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Тюрьма продолжает над теми, кто ей верен, работу, начавшуюся в другом месте и производимую всем обществом над каждым индивидом посредством бесчисленных дисциплинарных механизмов. Благодаря карцерному, континууму, инстанция, выносящая приговоры, проникает во все те другие инстанции, которые контролируют, преобразуют, исправляют и улучшают. Можно даже сказать, что на самом деле она отличается от них разве что особо опасным характером деликвентов, серьёзностью их отклонений от нормы и необходимой торжественностью ритуалов. Но по своей функции власть «наказывать» в сущности не отличается от власти «лечить» или «воспитывать». Она получает от них и от их второстепенной, менее значительной задачи поддержку снизу, которая не становится от этого менее важной, поскольку удостоверяет ее метод и рациональности. Карцерная натурализует законную власть «наказывать», точно так же, как легализует техническую власть «дисциплинировать», приводя их таким образом к однородности и сглаживая насильственное в одной и самочинное в другой, смягчая последствия бунта, которые обе они могут вызывать, а значит делать бесполезными их ожесточение и неистовство, передавая от одной к другой одни и те же рассчитанные механические и незаметные методы. Карцер позволяет осуществлять ту великую экономию власти, формулу которой искал XVIII век, когда впервые встала проблема аккумуляции людей и полезного управления ими. Мишель Фуко надзирать и наказывать И мимоходом сердце вынут глухим сочувствием своим. СОН Разнузданы дикие страсти Под игом ущербной луны Александр Блок Мне снилась нечестная осень, холодная, скользкая тьма. Мне снилось, что листья отбросив, деревья сходили с ума. Ноги, раскинувши сучья, они уверяли меня, на свете судьба, а не случай, живи, неизбежность кляня. И счет подводили утратам, мешающим жить и дышать. Ты помнишь, как младшему брату спокойно ответила мать? Отец твой давно уж в могиле, сырою землею зарыт, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами звенит. Мы крепко ветвями дорогу и тропки кругом замели, Сестра ваша молится Богу и братьев зовет издали. Но только молиться устало, все плачет и бродит одна, Я сбросил в себя одеяло, я вырвался разом из сна. И долго смотрел на озера и горы полночной страны, И слушал брецанье затвора под игом ущербной луны. Лев Гумилёв, седьмая жена синей бороды 10 августа 1938 года заключенному Льву Гумилёву разрешили свидание с матерью. В пересыльную тюрьму Анна Ахматова отправилась вместе с Лидией Корнеевной Чуковской. «Мы в эту минуту ехали по Жуковской. Вот там, напротив, была лепная конская головка», — указала мне подбородком в окно Анна Андреевна. «Это единственный памятник Ленинграда, воспетый Маяковским. Тот он расхаживал, ожидал и страдал. В день его смерти я пришла сюда. На моих глазах скалывали лепную головку. Чем ближе подъезжали мы к месту нашего назначения, тем она становилась мрачнее и молчаливее. Выйдя из трамвая, сразу вцепилась мне в рукав. Всё было как всегда» Лидия Чуковская, записки Абани Ахматовой. «И клялись они серпом и молотом Перед твоим страдальческим концом За предательство мы платим золотом, А за песни платим мы свинцом». Ноябрь 1926-го Этапом через Красноярскую дугинку Лев Гумилёв был отправлен в Норильск, где спешно достраивался горно-обогатительный комбинат и где с наступлением зимы свирепствовала дизентерия. В 1940-м эпидемия подкосила и льва Гумилёва. Болезнь протекала тяжело, три дня заключённый лежал без сознания. Всего в Заполярье он провёл пять лет и остался жив лишь потому, что, не имея ни книг, ни свободного времени, занимался любимыми науками – историей, географией, этнографией. Вот и доспорился яростный спорщик до енисейских равним. Об условиях, в которых надо было выжить и сохранить рассудок и творческие способности, бродяга Шуан, заговорщик, рассказывал. К северу от будущего города Норильска растилалась тундра, т.е. полярная равнина, простиравшаяся до реки Дудыбты и озера Пясель. Осенью тундра тонула в снежном сумраке, зимой в синей полярной ночи. В природе абсолютной темноты не бывает – луна, звёзды и разноцветные отбрыски полярного сияния показывают человеку, что он на земле неодинок и может прийти куда-нибудь, где есть яркий свет и печка, самое дорогое для изгнанников за полярья. И всё же равнина безрадостна и тосклива, зато южная окраина будущего Норильска, цепь невысоких гор, поистине очаровательна. Эта горная цепь начинается столовой горой с необычным названием Шмиттиха. Кажется, это название дал ей открыватель Норильского месторождения никеля Николай Николаевич Урванцев. Автор помнит этого спокойного, вежливого и очень приятного человека, жившего в геологическом бараке и пользовавшегося всеобщим уважением. Его привели к нам в 1942 году, когда лагерь был уже обстроен и налажен. Это большое счастье для науки, что замечательный учёный остался жив. Восточный склон Шмиттихи омывал угольный ручей, чистый, быстрый и шумливый. А за ним располагалась гора Рудная, бывшая в то время сокровищницей Норильска. В середине склона гору прорезала штольня, тянувшаяся вдоль серебристой жилы халькоперита. Эта штольня казалась нам блаженным приютом, и во в ней была постоянная температура минус 4 по Цельсию. По сравнению с сорокоградусными морозами снаружи или метущейся пургой, сбивающей с ног, в штольня рабочий день проходил безболезненно. Лев Кумилёв, довоенный Норильск. Путём всея земли В санях сидя, отправляясь, Путём всея земли. Поучение Владимира Мономаха детям Прямо под ноги пулям, Расталкивая года, По январям и июлям Я проберусь туда. Никто не увидит ранку, Крик не услышит мой, Меня, китежанку, Позвали домой. И гнались за мною Сто тысяч берёз, Стеклянной стеною Струился мороз, У давних пожарищ Обугленный склад. «Вот пропуск, товарищ, Пустите назад!» И воин спокойно Отводит штык, Как пышно и знойно Тот остров возник. И красная глина, И яблочный сад, О, Сальва, Регина, Пылает закат. Тропиночка круто, Сбиралась дрожа, Не надо кому-то Здесь руку пожать. Но хриплой шарманки Не слушаю стон, Не тот китежанке Послышался звон. Заговорили о том, Что на улицах сейчас мокро, Темно, мрачно. «Ленинград вообще необыкновенно Приспособлен для катастроф», Сказала Анна Андреевна. «Это холодная река, Над которой Всегда тяжёлые тучи, Эти угрожающие закаты, Эта оперная страшная луна, Чёрная вода С жёлтыми отблесками света. Всё страшно. Я не представляю себе, Как выглядят Катастрофы и беды в Москве. Там ведь нет всего этого» Лидия Чуковская, Записки о бане Ахматовой, 15 октября 1939 года Конечно, подземная работа не всегда была безопасна. В слежении жилы надо было спускаться в гизенке и подниматься по восстающим – так называются вертикальные выработки, часто не полностью закреплённые. Подниматься в них надо было по пальцам, брёвнам, внедрённым по периметру выработки, хватаясь за них и подтягиваясь на руках. Однажды, когда я достиг вершины восстающего и установил, что жила на месте, на высоте 14 метров у меня потух аккумулятор. Долго оставаться на месте было нельзя, меня бы задушили газы при отпалке. А спускаться в темноте слишком рискованно, подо мной были острые края глыб. Я было рискнул протянуть ногу по памяти, и тут зажглась лампочка, видимо, соединился контакт, и я увидел, что шагаю в пустоту. До сих пор я вспоминаю эту минуту с ужасом. И всё же в шахте было лучше, чем наверху. Лев Гумилёв. Лев Гумилёв. Лев Гумилёв. Стаю веду за собой, от тихого края плащ колубой. Над мёртвой медузой смущённо стою. Здесь встретилась с музой, ей клятву даю. Но громко смеётся, не верит. Тебе? По каплякам льётся душистый апрель. И вот уже славы высокий порог, но голос лукавый предостерёг. Сюда ты вернёшься, вернёшься не раз, но снова споткнёшься о крепкий алмаз. Ты лучше бы мимо, ты лучше б назад, хулима, хвалима в отеческий сад. По дороге заговорили о щитовидной железе, которая у неё увеличена ещё сильнее, чем у меня. Мне одна докторша сказала, все ваши стихи вот тут. Анна Андреевна похлопала себя ладошкой по шее спереди. Мне предлагали сделать операцию, но предупредили, что через месяц я буду не менее восьми пудов. Это я-то. Лидия Чуковская, Записки об Анне Ахматовой. 15 октября 1939 года Основная масса рабочих жила в длинных бараках с двумя рядами нар по бокам и столом посередине. За столом обедали и по вечерам играли в шахматы или домино. На обед полагалась миска супы, баланды, миска каши и кусок трески. Хлеб выдавался по выполнению норм – за полную выработку 1 килограмм 200 грамм, за недовыработку 600 грамм и за неудовлетворительную работу 300 грамм. Слабые люди от недоедания теряли силы, их называли доходягами. В наилучшем положении были зэки, почтенные доверием начальства. Коменданты, внутренняя полиция, нарядчики, выгонители на работу, повара, врачи, щитоводы. Их называли придурками за то, что они были самыми хитрыми и ловкими. Вечерней порою сгущается мгла, Пусть Гоффман со мною дойдёт до угла. Он знает, как гулок задушенный крик, И чей в переулок забрался двойник. Ведь это не шутки, что двадцать пять лет Мне видится жуткий один силуэт. Так, значит, направо, вот здесь, за углом, Спасибо, канава и маленький дом. Не знала, что месяц во всё посвящён, С верёвочных лестниц срывается он, Спокойно обходит покинутый дом, Где ночь на исходе за круглым столом Гляделась в обломок разбитых зеркал И в груди потёмок зарезанный спал. Я переворачивала страницы, задавала свои вопросы и мучительно чувствовала, что всё это ей в тягость. – Пожалуйста, запишите все ваши соображения на каком-нибудь отдельном листке, – попросила, наконец, Анна Андреевна, – а то я всё равно всё забуду. Я умолкла, нашла листок, принялась переписывать свои заметки – даты, отделы, варианты, прежние и теперешние циклы. – Видели ли вы когда-нибудь поэта, который так равнодушно относился бы к своим стихам? – спросила Анна Андреевна. – Да и всё равно из этой затеи ничего не выйдет, никто ничего не напечатает. – Да и не до того мне. Уголовные преступники составляли около половины заключённых, но хулиганов было очень мало. Мой знакомый убийца говорил – хулиган всем враг – и вам, фраерам, и нам, уркам. Фраер – человек, которого грабят. Урка – человек, живущий за счёт грабежа и воровства, как профессия. Хулиганов надо убивать, потому что они творят зло ради зла, а не ради выгоды, как воры и грабители. Интересно, что он уловил абстрактный принцип мирового зла. Но не этой социальной структурой определялись шансы зэка на выживание. В лагере баланду не едят, а трамбуют, избыточную кашу с маслом жрут, а вкусные деликатесы кушают. На этом принципе возникают группы по два-четыре человека, которые вместе кушают, то есть делят трапезу. Это подлинные консорции, члены которых обязаны друг другу взаимопомощью и взаимовыручкой. Состав такой группы зависит от внутренней симпатии её членов друг к другу, а точнее от комплементарности – поведенческого феномена, известного у всех высших животных. У людей положительная комплементарность означает тягу к бескорыстной дружбе. Отрицательная ведёт не столько к борьбе, сколько к неприязни. Но та и другая не могут быть объяснены расчётом, как продуктом сознания. Комплементарность всецело лежит в сфере эмоций. Так вот, благодаря знаку комплементарности одни люди в лагере выжили и вышли на волю интеллектуально обогащёнными. Они сохранили приобретённых друзей и помогли друг другу избавиться от недруга. А другие, замкнутые в себе, надорвались от эмоционального перенапряжения, начали жалеть себя, снизили свою резистентность к воздействиям окружающей среды и, будучи малопластичными, сломались. Лев Гумилёв. Чистейшего звука высокая власть, как будто разлука натешилась в сласть. Знакомые здания из смерти глядят, и будет свиданье, печаль не сто крат, всего, что когда-то случилось со мной. В столице распятой иду я домой. Потом Анна Андреевна вдруг вытащила откуда-то тетрадку переписанных от руки стихов, очень аккуратную на вид, но первый лист отодран так грубо, что клочья торчат. – Это я отодрала, – сказала она. Ко мне явился недавно один молодой человек, белокурый, стройный, красивый, и сказал, что хочет прочесть мне свои стихи. Я ему посоветовала обратиться лучше в Союз и очень быстро его выгнала. И вот приезжаю из Москвы, а на столе тетрадка, и на первой странице надпись «Великому поэту России». Я кинулась на тетрадь зверем и выдрала страницу. Я осведомилась, хорошие ли стихи, но Анна Андреевна не пожелала ответить. Она уверена, что это не ценат, то есть доносчик. Лидия Чуковская. Записки. 6 декабря 1939 года. Зимой 1942-1943 года грозное дыхание войны стало достигать Таймыра. По слухам, мы узнали, что немецкий крейсер пытался обстрелять остров Диксон, но был отогнан нашей артиллерией. Паёк наш оскудел, голода не было, но ощущение сытости тоже. Спасало только чтение книг из научной библиотеки, которой заведовал бывший корреспондент «Известий» Гори и творческие беседы, сделавшиеся потребностью. Потом в Ленинграде меня удивляло отсутствие разговоров на научные темы в институтах Академии наук и пресечение любых попыток обсудить научные темы. Моим собеседникам казалось, что их экзаменуют. Впрочем, и в лагере такие люди были. Инженеры, геологи, химики, строители абсолютно не интересовались историей, хотя весьма ценили поэзию и литературу. Лед Гумилёв, довоенный Норильск «Черёмуха мимо» прокралась, как сон, и кто-то «Цусима», сказал в телефон. «Скорее, скорее кончается срок, варяг и кореец пошли на восток. Там ласточка реет, старая боль, а дальше темнеет, порт Шаброль, как прошлого века разрушенный склеп, где старый калека, а глух и ослеп, суровый и хмурый, его сторожат, с винтовками буры. Назад! Назад! Я заговорила о квартире. Я так хочу ей человеческого жилья, без этих шагов и пластинок за стеной, без ежеминутных унижений. Но она, оказывается, совсем по-другому чувствует. Она хочет остаться здесь с тем, чтобы Смирновы переехали в новую комнату, а ей отдали бы свою. Хочет жить тут же, но в двух комнатах. Право же. Известная коммунальная квартира лучше неизвестной. Я тут привыкла. И потом, когда Лёва вернётся, ему будет комната. Ведь вернётся же он когда-нибудь. Лидия Чуковская записки 13 января 1940 года 10 марта 1943 года кончился мой пятилетний срок и мне разрешили подписать обязательство работать в Норильском комбинате до конца войны. Как техник-геолог я был направлен в экспедицию сначала на Хантайское озеро, а потом на Нижнюю Тунгуску. Там я зимовал, работая по магнитометрической съёмке, которой снежные сугробы не мешали. Затем, вступив добровольно в армию, я дошёл до Берлина. Был демобилизован по возрасту и вернулся на дорогие мне берега фонтанки. Но это уже другая эпопея о других бедах, трудностях и успехах. Норильска я больше не видел. Лев Кумилёв. Довоенный Норильский. Великую зиму я долго ждала, как белую схиму её приняла, и в лёгкие сани спокойно сажусь, а к вам, китижане, до ночи вернусь. За древней стоянкой один переход, теперь с китижанкой никто не пойдёт, ни брат, ни соседка, ни первый жених, лишь хвойная ветка да солнечный стих, оброненный нищим и поднятый мной в последнем жилище, меня упокой. 10.12.1940. Члены Союза, уверяла Анна Андреевна Ахматова, когда после пятнадцати лет молчания из печати вышел её сборник, – Моих стихов никогда не знали и знать не хотели. Они моих стихов не любили и сейчас берут книгу в лавке, потому что, вот, мол, достать её простым смертным невозможно, а они, пожалуйста, могут получить. Это укрепляет их чувство превосходства, прелегированности. Поэзию же мою они терпеть не могут. Они ведь всегда считали все эти двадцать лет, что ни к чему вытаскивать из нафталина это старьё. А я бы хотел, чтобы моя книга дошла до широких кругов, до настоящих читателей, до молодёжи. «Смена забвения в истории воскрешением – не что иное, как жизненный ритм духа», – полагал итальянец Бенедетто Кротче. Она прочитала мне ещё раз о смерти, а потом никогда мною неслыханное водою пахнет резида, и опять у меня от этого настоя горя ощущение такого счастья, что нету сил перенести. Я понимаю Бориса Леонидовича. Если это существует, можно и умереть. Лидия Чуковская, записки. 15 декабря 1939 года. Просыпаться на рассвете От того, что радость душит, И глядеть в окно каюты На зелёную волну Или на палубе ненастья, В мех закутавшись пушистый, Слушать, как стучит машина, И не думать ни о чём, Но, предчувствуя свидание с тем, Кто стал моей звездою От солёных брызг и ветра, С каждым часом молодеть. Июнь 1917-го Слепнёва Поэма без героя Я сама, как тень на пороге «Deus conservat omnia» Девиз на гербе фонтанного дома, Где жила Анна Андреевна Ахматова В Петербурге «Бог хранит всё» Был взят эпиграфом к триптиху 1940-1965 годов. Она уже дошла до полного владения формой, Когда воочию осуществляется постоянное Старинное мечтание поэтов. Ой, если б без слова Сказаться душой было можно! Слушаешь, и кажется, будто нету слов, Размеров, ритмов, рифм, А просто, просто говорит сама душа, Минуя форму, сама собой, чудом. Лидия Чуковская Записки об Анне Ахматовой 29 сентября 1940 года Поэма без героя Посвящение третье и последнее Le jour de roi Раз в крещенский вечерок Полно мне леденеть от страха Лучше кликнуть окону баха, А за ней войдёт человек. Он не станет мне милым мужем, Но мы с ним такое заслужим, Что смутится двадцатый век. Я его приняла случайно За того, кто дарован тайны, С кем горчайшее суждено. Он ко мне во дворец фонтанны Опоздает ночью туманной Новогоднее пить вино, И запомнит крещенский вечер, Клён в окне, Венчальные свечи, И поэмы смертный полёт. Но ни первую ветвь сирени, Ни кольцо, Ни сладость молений Он погибель не принесёт. 5 января 1956 5 января 1940 года Анна Андреевна Ахматова Получила членский билет Союза писателей СССР Номер 1511. В Союз принимали её очень торжественно. За ней заехали секретарша И член правления Союза Лозинский. Я его по привычке всё ещё называю Мишей. Он как-то очень долго был маленьким. Миша сказал, что я среди собравшихся, И предложил приветствовать меня. Все захлопали. Я встала и поклонилась. Потом говорил Михаил Леонидович. Он ужасные вещи говорил. Представьте себе, Дружишь с человеком тридцать лет, И вдруг он встаёт и говорит, Что мои стихи будут жить, Пока существует русский язык, А потом их будут собирать по крупицам, Как строки Катула. Ну что это? Правда? Ну можно ли так? Народу было много, И все незнакомые. Из беседы с Лидией Корнеевной Чуковской 13 января 1940 года Вместо предисловия. Иных уж нет, а те далече. Она пришла ко мне в ночь на 27 декабря 1940 года, Прислав как вестника ещё осенью Один небольшой отрывок про актёрку. Я не звала её. Я даже не ждала её в тот холодный и тёмный день Моей последней ленинградской зимы. Её появлению предшествовало Несколько мелких и незначительных фактов, Которые я не решаюсь назвать событиями, Бес попутал в укладке рыцарь. В ту ночь я написала два куска первой части 1913-й и посвящение. В начале января я почти неожиданно для себя написала «Решку», а в Ташкенте два приёма «Эпилог», Ставший третьей частью поэмы, И сделала несколько существенных вставок В обе первые части. Работу над поэмой я продолжала И после возвращения в Ленинград, То есть 1 июня 1944 года. Я посвящаю поэму памяти её первых слушателей, Моих друзей и сограждан, Погибших в Ленинграде во время осады. Их голоса я слышу и вспоминаю, Их отзывы теперь, когда читаю поэму вслух, И этот тайный хор Стал для меня навсегда оправданием этой вещи. 8 апреля 1943 года. Ташкент. Она была бездомной, как собака, Напрашивалось сравнение. Меня под землю не надо б, Я одна рассказчица. Я сказала ей, что ей следовало бы поехать отдохнуть в Дом творчества, В детское, Предлагала Лидия Корнеевна Чуковская. Нет, я там не отдохну, – возражала муза, плача. Царское для меня – такой источник слёз. К поэту из прошлой жизни приходили тени друзей, Звучала музыка, Занималась перекличка с некогда написанным И как будто уже чужим. Кружил маскарад, В кошмаре настоящего, Адская орликинада. И почему-то я всегда вторгалась Запретнейшие зоны естества. Часть первая. Глава первая. Новогодний вечер. Фонтанный дом. К автору, вместо того, кого ждали, Приходят тени из тринадцатого года Под видом ряженых. Белый зеркальный зал. Лирическое отступление. Гость из будущего. Маскарад. Поэт. Призрак. Я зажгла заветные свечи, Чтобы этот светился вечер, И с тобой ко мне не пришедшим Сорок первый встречаю год. Но, Господняя сила с нами, В хрустале утонуло пламя, И вино, как отрава, сжёт. Это всплески жёсткой беседы, Когда все воскресают бреды, А часы всё ещё не бьют. Нету меры моей тревоги, Я сама, как тень на пороге, Стерегу последний уют. И я слышу звонок протяжный, И я чувствую холод влажный, Каменею, стыну, горю, И, как будто припомнив что-то, Повернувшись в полоборота, Тихим голосом говорю. Вы ошиблись, Венеция дожий, Это рядом, но маски в прихожей, И плащи, и жезлы, и венцы Вам сегодня придётся оставить, Вас я вздумала нынче прославить, Новогодние сорванцы. Этот Фаустом, тот Донжуаном, Да пертутто Ио Кананом, Самый скромным Северным Гланом, Иль убийцею Дорианом, И все шепчут своим Дианом Твёрдо выученный урок. Николай Пунин, с которым Анна Ахматова Была к тому времени в разводе, Записывает первые впечатления от войны. Анна Андреевна вбегает с растрёпанными волосами В чёрном шёлковом китайском халате И сообщает о речи Молотова. По воспоминаниям его дочери, Анну Ахматову, как неслужащую, Привлекли к общественным работам и дежурствам. Она покрывала балки на чердаке Шереметьевского дворца Противопожарной смесью, Дежурила с противогазом у ворот фонтанного дома, Мирилась с хамством при вызовах на работу. Во время налёта её прятали в щелях Земляных укрытий под большим дубом У фонтанного дома. В конце концов, Анна Андреевна Ахматова Переехала в писательский дом на канале Грибоедова, Где её могла поддержать семья Томашевских. С писателем и литератороведом Борисом Викторовичем Томашевским, Застегнутые воздушной тревогой, Они бежали через дворы и подворотни, Пока по крутой лестнице не спустились в бомбоубежище. Это был подвал некогда бродячей собаки. «Со мной только так», – констатировала она. А для них раступились стены, Вспыхнул свет, завыли сирены, И, как купол, вспуг потолок. Я не то, что боюсь огласки, Что мне гамлетовые подвязки, Что мне вихрь соломейной пляски, Что мне поступь железной маски, Я ещё по железне тех, И чья очередь испугаться, Отшатнуться, отпрянуть, Сдаться и замаливать давний грех. Ясно всё. Не ко мне, так к кому же, Не для них здесь готовится ужин, И не им со мной по пути. Хвост запрятал под фалды фрака, Как он хром и изящен. Однако, я надеюсь, владыку мрака Вы не смели сюда везти. Маска эта, череп лицо ли, Выражение злобной боли, Что лишь го я смел передать, Общий баловень и насмешник, Перед ним самый смрадный грешник, Воплощённая благодать. Анна Андреевна дурно выглядит, Жёлтая, серая. На секунду улыбнулась, Когда я протянула ей пакетик Сахарным песком. Теперь сахар есть, А чай зато кончился. Я совсем не сплю, И все ночи напролёт пишу. Всё уже отмерло, Не могу ни ходить, ни спать, ни есть. А это почему-то осталось. И прочитала. Об Иве, О стихах, О портрете, Об изумрудах. Читала она спокойно, Своим ровным, Глуботным голосом, Не задыхаясь. Лидия Очковская, 23 января 1940 года. К статье Роза Апоэне. Габань, Ноябрь, 1961, Больница. Я начала её в послеежовском опустелом Ленинграде, Ну и самый урожайный 1940 год. Продолжила в Константинополе для бедных, Ташкенте, Который был для неё волшебной колыбелью. Потом, в последний год войны, Опять в фонтанном доме, Среди развалин моего родного города, Сталинской Москве И между сосенок Комарова. Рядом с ней, Такой пёстрый, Несмотря на отсутствие красочных эпитетов, И бурный, И тонущий в музыке, Шёл траурный реквием, Единственным аккомпанементом которого Может быть только тишина, И редкие, отдалённые удары Похоронного звона. В Ташкенте у неё появилась Ещё одна попутчица, Пьеса «Энума Элиш», Одновременно шутовская и пророческая, От которой и пепла нет. Лирика ей не мешала, И она не вмешивалась в неё. Анна Ахматова, Проза А.П.Н. Теперь вот говорят и пишут, Заметила Анна Ахматова в октябре сорокового, Что Маяковский любил мои стихи, А публично он всегда ругал меня. Им надо было вырубить лес, И они вырубали вершинки и повыше. 6 сентября 1941 в результате Массированной бомбардировки Были уничтожены Бадаевские продовольственные склады. В Ленинграде начался голод. Глава 2. Факелы гаснут, Потолок опускается, Белый зеркальный зал Снова делается комнатой автора. Слова из мрака. Смерти нет, это всем известно, Повторять это стало пресно. А что есть? Пусть расскажут мне. Кто стучится? Ведь всех впустили. Это гость зазеркальный Или то, что вдруг мелькнуло в окне. Шутки ль месяца молодого, Или вправду там кто-то снова Между печкой и шкафом стоит. Бледен лоб и глаза открыты, Значит, хрупкие могильные плиты, Значит, мягче воск гранит. Вздор, вздор, вздор! От такого вздора Я седою сделаюсь скоро Или стану совсем другой. Что ты манишь меня рукою? За одну минуту покоя Я посмертный отдам покой. Смерть бродила рядом. Анна Андреевна жила у дворника Моисея В темном уголке подвала. На доске, плохо подогнанные друг к другу, Был брошен матрасик, На котором закутанный платок С валившимися глазами Коротала дни и ночи Анна Ахматова. «Я ненавижу Гитлера! Я ненавижу Сталина!» Сказала она Ольге Бергольц. «Я ненавижу тех, Кто кидает бомбы на Ленинград И на Берлин! Всех, кто ведет эту войну! Позорно! Страшно!» 17 сентября 1941 Она попросила Моисея Купить ей пачку беломора. Дворник ушел и не вернулся. У табачного ларька На улице Желябова Разорвался дальнобойный снаряд. Анна Андреевна нездорова И только что уснула. Что с ней? Она совершенно не умеет бороться Со своей неврастенией. Обратила ночь в день И ей, конечно, от этого плохо. К тому же ничего не ест, Да и ничего не налажено. Может быть, удастся уговорить Смирновых давать ей обед? Все так. Но спрашивается, Почему, если каждую ночь человек Совершает самую нужную И самую трудную работу в мире, И после этого, естественно, Разбитый истерзан, Это состояние, надо называть, Не умеет бороться Со своей неврастенией. Лидия Чуковская Записки Об Анне Ахматовой 23 января 1940 года И опять тот голос, знакомый, Будто эхо горного грома, Наша слава и торжество, Он сердца наполняет дрожью, И несется по бездорожью Над страной, вскормившей его. Сучья в истине белом снеге, Коридор Петровских коллегий Бесконечен гулок и прям. Что угодно может случиться, Но он будет упрямо сниться Тем, кто нынче проходит там. До смешного близка развязка Из-за ширм Петрушкина маска, В круг костров кучерская пляска, Над дворцом чёрно-жёлтый стяг. Все уже на местах, кто надо, Пятым актом из летнего сада Пахнет призрак цусимского ада, Тут же пьяный поёт моряк. На записи для Ленинградского радио Анна Андреевна Ахматова говорит «Наши потомки отдадут должное Каждой матери эпохи Отечественной войны, Но с особой силой взоры их Прикуёт ленинградская женщина, Стоявшая во время бомбёжки на крыше С багром и щипцами в руках, Чтобы защитить город от огня. Ленинградская дружинница, Оказывающая помощь раненым Среди ещё горящих обломков здания. Нет, город, взрастивший таких женщин, Не может быть побеждён. Мы, ленинградцы, переживаем тяжёлые дни, Но мы знаем, что вместе с нами Вся наша земля, все её люди. Мы чувствуем их тревогу за нас, Их любовь и помощь. Мы благодарны им, И мы обещаем, что мы будем Всё время стойки и мужественны». 28 сентября 1941 по решению горкома партии Полуживую с дистрофическими отёками Анну Андреевну Ахматову эвакуируют в Москву. Оттуда через Казань и Чистополь Вместе с семьёй Корнея Чуковского Она перебирается в Ташкент. Мальчишки-узбеки швыряют камни в окна вагона с криками «Вот вам бомбёжка!» 20 декабря ей выжигают доброкачественную опухоль, А 23 февраля 1942, как литое, Появляется стихотворение о русском слове. Мужество Мы знаем, что ныне лежит на весах И что совершается ныне. Час мужества продан на наших часах, И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мёртвыми лечь, Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесём, И внукам дадим, И от плена спасём Навеки. Из письма к Н.Н. Осенью 1940 года, разбирая мой старый, Впоследствии погибший во время осады архив, Я наткнулась на давно бывшие у меня письма и стихи, Прежде не читанные вновь. Бес попутал в укладке рыцца. Они относились к трагическому событию 1913 года, О котором повествуется в поэме без героев. Тогда я написала стихотворный отрывок «Ты в Россию пришла неоткуда» В связи с стихотворением современниц. Вы даже, может быть, ещё помните, Как я читала вам оба эти стихотворения О фонтанном доме В присутствии старого шереметьевского клёна, А свидетель всего на свете. В бессонную ночь 26-27 декабря Этот стихотворный отрывок стал неожиданно расти И превращаться в первый набросок поэмы без героя. История дальнейшего роста поэмы Кое-как изложена в бормотании Под заглавием вместо предисловия. Вы не можете себе представить, Сколько диких, нелепых и смешных толков Породила эта петербургская повесть. Строже всего, как это ни странно, Её судили мои современники. И их обвинение сформулировал в Ташкенте Икс, Когда он сказал, что я свожу какие-то Старые счёты с эпохой И людьми, которых или уже нет, Или которые не могут мне ответить. Тем же, кто не знает некоторые Петербургские обстоятельства, Поэма будет непонятна и неинтересна. Другие, в особенности женщины, Считали, что поэма без героя Измена какому-то прежнему идеалу И что ещё хуже разоблачение Моих давних стихов в чётки, Которые они так любят. Так, в первый раз в жизни Я встретила вместо потока патоки Искреннее негодование читателей. И это, естественно, вдохновило меня. Затем, как известно, Каждому грамотному человеку Я совсем перестал описать стихи. И всё же в течение пятнадцати лет Эта поэма неожиданно, Как припадки какой-то неизлечимой болезни, Вновь и вновь настигала меня. Случалось это всюду. В концерте, при музыке, На улице, даже во сне. Всего сильнее она терзала меня В декабре 1959 года в Ленинграде, Снова превращаясь в трагический балет, Что явствует из дневниковых записей 13 декабря И страфы о блоке. И я не могла от неё оторваться, Дополняя и исправляя, по-видимому, Оконченную вещь. И неудивительно, что Икс, Как вам известно, сказал мне, Ну, вы пропали. Она вас никогда не отпустит. 27 мая 1955. Москва. Анна Ахматова. Проза о поэме. В Ташкенте Анна Андреевна Ахматова Подружилась с Фаиной Георгиевной Раневской, В кровь которой с молоду вошли её стихи. Актриса была благодарна ей за дружбу, За стихи и талант верности. В Ташкенте она просила Лидию Корнеевну Чуковскую У неё не бывать, Потому что та недоброжелательно Отзывалась о Фаине Георгиевне Раневской. Сегодня у меня обедала Ахматова. Величавая, величественная, Ироничная, трагическая, Весёлая и вдруг такая печальная, Что при ней неловко улыбнуться И говорить о пустяках. Как удалось ей удержаться от безумия, Для меня не постижил. Говорит, что не хочет ехать. Говорит, что не хочет жить. И я ей абсолютно верю. Торопится уехать в Ленинград. Я спросила, зачем? Она ответила, чтобы нести свой крест. Я сказала, несите его здесь. Вышла грубо и неловко. Но она на меня не обижается никогда. Странно, что у меня такой сентиментальной, Нет к ней чувства жалости или участия. Не шевелятся во мне к ней эти чувства, Обычно мучающие меня по отношению ко всем людям С их маленькими несчастиями. Фаина Георгиевна Раневская. Судьба шлюха. Поэма без героя. Глава третья. Петербург 1913 года. Верическое отступление. Последнее воспоминание в царском селе. Ветер не то вспоминая, не то пророчествуя, бормочет. Были святки кострами согреты, И валились с мостов кареты, И весь траурный город плыл По неведомому назначенью, По неве или против теченья, Только прочь от своих могил. На галерной чернела арка, В летнем тон капела флюгарка, И серебряный месяц ярко Над серебряным веком стыд. От того, что по всем дорогам, От того, что ко всем порогам Приближалась медленно тень, Ветер рвал со стены афиши, Дым плясал в присядку на крыше, И кладбище пахло сирень. И царицей Авдокий заклятый, Достоевский и бесноватый, Город свой уходил в туман, И выглядывал вновь из мрака Старый питерщик и гуляка, Как пред казнью бил барабан, И всегда в духоте морозной, Предвоенной, блудной и грозной, Жил какой-то будущий гул. Но тогда он был слышен глуши, Он почти не тревожил души И в сугробах Невских тонул. Словно в зеркале страшной ночи И беснуется, и не хочет Узнавать себя человек, А по набережной легендарной Приближался не календарный, Настоящий двадцатый век. А теперь бы домой скорее, К Амероновой галереей, В ледяной таинственный сад, Где безмолвствуют водопады, Где все девять мне будут рады, Как бывал ты когда-то рад. Там за островом, там за садом, Разве мы не встретимся взглядом Наших прежних ясных очей? Разве ты мне не скажешь снова На голодный желудок русский человек Ничего делать и думать не хочет, А на сытый не может, В сердцах сказала Фаина Раневская. Между тем победившая смерть слова, Наследие Серебряного века, Преодолела мор, Чекистский террор, Плаху, Застена, В четверть века молчания В плену у идолов Социалистического реализма. Его отголоски, Вселяя надежду, Вдохновляли на героические Свершения первых советских Пятилетов, Освобождали творческие стремления, Позволяли пережить повседневную дурость, Паразитирующей на общественном организме Бюрократии настоящего двадцатого века. В.Г. сказал про меня нашей общей знакомой Мадам психует. А не следует ли предположить, Что я не психую, А сумасшедшие те, Кто не умеет сопоставить Самые простые факты? Из беседы Лидии Чуковской 17 августа 1940 года. Она сильно обеспокоена тем, Что Госледиздат прислал ей договор На четыре тысячи строк, В то время как и издательство Писателей взяло у нее сборник стихов. Начала искать повсюду договор На кресле и под креслом с бумагой. Приезжала ко мне директорша Госледиздата Хрр! По-моему, стерва. Я громко рассмеялась. Я очень люблю слушать такие слова Из ее уст. Да-да, не смейтесь, стерва. Я ей говорю. Стихи мои уже отданы В издательство писателей. А она. Это не беда. Лишь бы материал был другой. Какой же материал, Господи! Судя по этой реплике, Она скорее дура, Сказала я. Лидия Корнеевна Чуковская Записки об Орнехматово 17 января 1940 года. Часть вторая. Интермеццо. Место действия фонтанный дом. Время 5 января 1941 года. В окне призрак оснеженного клена. Только что пронеслась адская орликина до 13-го года. Разбудив безмолвие великой молчальницы эпохи. И оставив за собой тот свойственный каждому праздничному Или похоронному шествию беспорядок. Дым факелов, цветы на полу, Навсегда потерянные священные сувениры. В печной трубе воет ветер, И в этом вои можно угадать Очень глубоко и очень умело Спрятанные обрывки реквием. О том, что мерещится в зеркалах, Лучше не думать. Не отбиться от рухляди пёстрой Это старый чудит Калеостро, Сам изящнейший сатана, Кто над мёртвым со мной не плачет, Кто не знает, что совесть значит И зачем существует она. Карнавальной полночью римской И не пахнет, напев херувимской У закрытых церквей дрожит. В дверь мою никто не стучится, Только зеркало зеркалу снится, Тишина тишину сторожит. И со мною моя седьмая, Полумёртвая и немая, Рот её сведён и открыт, Словно рот трагической маски, Но он чёрный замазан краской И сухою землёй набит. Враг пытал, а ну расскажи-ка, Но ни слова, ни стона, ни крика Не услышать её врагу. И проходят десятилетия, Пытки, ссылки и казни. Петь я в этом ужасе не могу. В ноябре 1944 года уже в Ленинграде Анна Андреевна Ахматова Добавляет ещё одно замечание К предисловию поэмы. До меня часто доходят слухи О превратных и нелепых толкованиях Поэмы без героев, И кто-то даже советует мне сделать Поэму более понятной. Я воздержусь от этого. Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых Смыслов поэма не содержит. Ни изменять, ни объяснять её я не буду. Я же писах, писах. С фронта, где Лев Николаевич Гумилёв Служил в гвардейском зенитном дивизионе, Приходят письма о солдатской жизни. Жить мне сейчас неплохо. Шинель ко мне идёт, Пищи подлинное изобилие, Иногда дают даже водку, А передвижение по Западной Европе Гораздо легче, чем в Северной Азии. Самое приятное разнообразие впечатлений. Солдатская жизнь в военное время мне понравилась. Особенно интересно наступать. Воюю я пока удачно. Наступал, брал города, пил спирт, ел кух и уток. Особенно мне нравилось варенье. Немцы, пытаясь задержать меня, Стреляли в меня из пуш, но не попали. Воевать мне понравилось. В тылу гораздо скучнее. В Польше при миномётном обстреле Кусок доски попал ему в переносицу. И теперь у него на носу горбинка, будто от матери. И особенно, если снится то, что с нами должно случиться. Смерть повсюду, город в огне, И Ташкент в цвету подвенечном. Скоро там о верном и вечном Ветр азийский расскажет мне. Торжествами гражданской смерти Я по горло сыта, поверьте, Вижу их, что не ночь во сне. Отлучить от стола и ложа Это вздор ещё, но не гоже, То терпеть, что досталось мне. Ты спроси у моих современниц, Катаржанок, сто пятниц, пленниц, И тебе порасскажем мы, Как в беспамятном жили страхи, Как растили детей для плахи, Для застенка и для тюрьмы. Посинелые, стиснув губы, Обезумевшие Гекубы И Кассандры из чухламы, Загремим мы безмолвным хором, Мы, увенчанные позором, По ту сторону ада мы. Яль растаю в казённом гимне, Не дари, не дари, не дари мне Диадему с мёртвого лба, Скоро мне нужна будет лира, Но Софокла уже не Шекспира, На пороге стоит судьба. И была для меня та тема, Как раздавленная хризантема, На полу, когда гроб несут, Между помнить и вспомнить, Други, расстояние, Как от луги До страны атласных баут. Я сказала, что слава имеет вид На свои худые стороны. – О, да! – весело подтвердила Анна Андреевна. – Когда едешь В мягком ландо, под маленьким зонтиком, С большой собакой рядом на сиденье, И все говорят – вот, Ахматова, Это одно. Но когда стоишь во дворе Под мокрым снегом, в очереди за селёдками, И пахнет селёдками так пронзительно, Что и туфли, и пальто Будут пахнуть ещё десять дней, И вдруг сзади кто-то произносит Свежо и остро пахли морем На блюде устрицы во льду. Это совсем, совсем другое. Меня такое зло взяло, Что я даже не оглянулась. Из беседы с Лидией Корнеевной Чуковской 17 октября 1940 года М.Б. Из дневника Я сразу услышала и увидела её всю, Какая она сейчас, Кроме войны, разумеется, Но понадобилось почти двадцать лет, Чтобы из первого наброска Выросла вся поэма. На месяцы, на годы Она закрывалась герметически, Я забывала её, Я не любила её, Я внутренне боролась с ней. Работа над ней, Когда она подпускала меня к себе, Напоминала проявление пластинки. Там уже все были. Демон всегда был блоком, Верстовой столб, Чем-то вроде молодого Маяковского, Поэтом вообще, Поэтом с большой буквы И так далее. Характеры развивались, Менялись, Жизнь приводила Новые действующие лица, Кто-то уходил. Борьба с читателем Продолжалась всё время, Помощь читателя, Особенно в Ташкенте, тоже. Там мне казалось, Что мы пишем её все вместе. Иногда она, поэма, Вся устремлялась в балет Два раза. И тогда её нельзя было Ничем удержать. И я думала, Что она там и останется навсегда. Я писала некое подобие Балетного либретто. Но потом она возвращалась, И всё шло по-старому. Первый росток, Первый росточек, Толчок, Который я десятилетиями Скрывала от себя самой, Это, конечно, запись Пушкина. Только первый любовник Производит впечатление на женщину, Как первый убитый на войне. Всеволод был не первым убитым, И никогда моим любовником не был. Но его самоубийство Было так похоже на другую катастрофу, Что они навсегда слились для меня. Вторая картина, Навсегда выхваченная Прожектором памяти из мрака прошлого, Это мы с Ольгой после похорон Блока И ищущей на Смоленском кладбище Могилу Всеволода. 1913. «Это где-то у стены», Сказала Ольга, Но найти не могла. Я почему-то запомнила Эту минуту навсегда. 17 декабря 1959 года. Ленинград. Анна Ахматова, Проза Абаэль. Пес попутал в укладке рыться. Ну а как же могло случиться, Что во всем виновата я? Я – тишайшая, Я – простая, Подорожник, Белая стая, Оправдаться. Но как, друзья? Так и знай, Обвинят в плагиате. Разве я других виноватей? Впрочем, это мне все равно. Я согласна на неудачу И смущенье свое не прячу. У шкатулки ж – тройное дно. Её сильно беспокоит, Кому дадут написать предисловие Книжки издательства писателей. Боится не Волкову ли Какому-то специалисту по акмеизму? Он всегда громил нас. Я ему сама в лицо скажу, Писать надо только о том, Что любишь. Из беседы с Лидией Чуковской 17 января 1940 года. Есть такие, до которых я не смею дотронуться. Отказалась писать о Качалове, А уж об Анне Андреевне подавно. В ней было все. Было и земное, Но через божественное. Однажды я рассказала ей, Как в Крыму, Где я играла в то лето в Ялте Было это при Белых. В парике в киоске сидела Толстая пожилая поэтесса. Перед ней лежала стопка Тонких книжек ее стихов. Пьяные вишни называли стихи И посвящали стихи Прекрасному юнше, Который стоял тут же в киоске. Герой, которому посвящали стихи, Был косой, С редкими прядями белесых волок. Стихи не покупали. Я рассказала Ахматовой, Смеясь о даме со стихами. Она стала мне выговаривать. Как вам несовестно? Неужели вы ничего не предпринимали, Чтобы книжки покупали ваши знакомые? Неужели вы только смеялись? Ведь вы добрые. Как вы могли не помочь? Она долго сердилась на меня За мое равнодушие к тому, Что книги не покупали, И что дама с ее косым героем Книги относила домой. Фаина Георгиевна Раневская. Судьба шлюха. Как вам напомнить с достаточностью, Что жить и хотеть жить, Не по какому-нибудь еще, А только по вашему. Ваш долг перед живущими, Потому что представления о жизни Легко разрушаются, И редко кем поддерживаются, А вы их главный создатель. Из письма Бориса Пастернака Анне Ахматовой, 1 ноября 1940 года. Но сознаюсь, что применила Симпатические чернила. Я зеркальным письмом пишу, И другой мне дороги нету, Чудом я набрела на эту, И расстаться с ней не спешу. Чтоб посланец давнего века Из заветного сна Эль Грека Объяснил мне совсем без слов, А одной улыбкой летней, Как была я ему запретней Всех семи смертель грехов. И тогда из грядущего века Незнакомого человека Пусть посмотрят в дерзко глаза, И он мне, от летающей тени, Дал охапку мокрой сирени В час, как эта минист гроза. Из книги «Бег времени» Гораздо хуже то, что делает сама поэма. По слухам, Она старается подмять под себя Никакого к ней отношения, Не имеющей другие мои произведения, Искажая этим и мой, Какой ни есть творческий путь И мою биографию. Затем я еще раз убеждаюсь, Что женщине лучше кокетничать, Когда она находится в дюбенкоте До ля карантен, По лучшую сторону сорокалетия. А не наоборот. А я, грешница, Из чистейшего кокетства Все в том же злополучном письме К вам любовно перечислила Все случаи, когда поэма была встречена В штыки. По-видимому, такой откровенности Автора соблазнительно поверить. Конечно, каждое, Сколько-нибудь значительное Произведение искусства Можно и должно толковать по-разному. Тем более, это относится к шедеврам. Например, «Пиковая дама» И просто светская повесть Тридцатых годов девятнадцатого века. Некий мост между восемнадцатым и девятнадцатым веками. Вплоть до обстановки комнаты графини. И библейское «Не убей» Отсюда все преступление и наказание. И трагедия старости. И новый герой – разночинец. И психология игрока – Очевидно, беспощадное самонаблюдение. И проблема языка – Каждый говорит по-своему. Особенно интересен русский язык старухи – Дока Рамзинский. По-французски, надо думать, она говорит не так. Но… Я, простите, забалтываюсь. Меня нельзя подпускать к Пушкину. Но когда я слышу, что поэма И трагедия совести Виктор Шкловский в Ташкенте. И объяснение, от чего Произошла революция – Шток в Москве. И реквием по всей Европе – Голос из зеркала. Трагедия искупления. И еще не весь что. Мне становится страшновато. И исполненная мечта символиста Жермудский в Комарове 1960-х год. Многим в ней чудится трагический балет. Однако Гинсбург считает, что ее магия – запрещенный прием. Вай. Но что мне делать с старой шаманкой, которая защищается заклинаниями и посвящениями из музыки и огня? Это она заставляет меня испытывать весьма лестные для авторского самолюбия ощущения курицы, высидевшей лебединое яйцо и беспомощно хлопающей крыльями на берегу, в то время как лебеденок уже далеко уплыл. По старой дружбе не скрою от вас, что знатные иностранцы спрашивали меня, действительно ли я автор этого произведения. К чести нашей Родины должна сознаться, что по всю сторону границы таких сомнений не возникало. Просто люди с улицы приходят и жалуются, что их измучила поэма. И мне приходит в голову, что мне ее действительно кто-то продиктовал, причем приберег лучшие строфы под конец. Особенно меня убеждает в этом та демонская лёгкость, с которой я писала поэму. Редчайшие рифмы просто висели на кончике карандаша, сложнейшие повороты сами выступали из бумаги. Анна Ахматова. Проза о поэме. Величие поэмы. Тайна поэмы. Открывается только в соотношении трех частей триптих. Поэма построена так, что каждая из последующих ее частей переосмысляет предыдущую. Лидия Чуковская о записке об Ахматовой. 16 декабря 1963 года. Триптих – мост из одной эпохи в другую. Причем движение на мосту сквозь смутный мир колеблющихся недостоверностей двусторонним и туда и назад сразу. Время трещит по швам. Гул, который явственно слышался Анне Андреевне Ахматовой в духоте морозной предвоенного 1913-го – гул потрясений, неизбежного. Будущий гул развязки нарастает с каждым ходом и отступлением драмы, пока не взрывает со всей мощью камского ледохода. Зная срок отмщения, сжимая уста, Россия идет на восток. Эпилог И уже предо мною прямо леденела и стыла кама. И к Вовадис кто-то сказал, но не дал шевельнуть устами, как тоннелями и мостами загремел сумасшедший Урал. И открылась мне та дорога, по которой ушло так много, по которой сына везли, и был долог путь погребальный средь торжественной и хрустальной тишины сибирской земли. От того, что сделалась прахом, обуянная смертным страхом, и отмщения зная срок, опустивши глаза сухие и сжимая уста, Россия предо мною шла на восток. МОЕЙ СУДЬБЫ ДЕВЯТЫЙ ВАЛ Победа над немецким фашизмом не означала победу над отечественным карцером. Дисциплина за стенка, ослабленная в первые и послевоенные месяцы, не могла быть снята без коренных политических изменений в обществе, что в небывалом государстве тотального надзора и авторитарной карцерной вертикали было по тем же политическим соображениям невозможным. Всесильный опричник кремлевского горца Абакумов наряду с традиционной практикой канцлагерей и массовых репрессий не чурался бандитских приёмов нападений, похищений и тайных убийств, именуемых «ликвидацией» и организуемых отделом ДР во главе с Судоплатовым и Эйтингеном. «Беть, беть и беть», – учил смершевцев Сталин. В июле 1947-го, ублажая души губа, Абакумов докладывает, когда арестованный не даёт откровенных показаний и увертывается от прямых и правдивых ответов на поставленные вопросы, следователь в целях нажима на арестованного использует имеющиеся в распоряжении органов МГБ компрометирующие данные из прошлой жизни и деятельности арестованного, которые последний скрывает. Иногда для того, чтобы перехитрить арестованного и создать у него впечатление, что органам МГБ всё известно о нём, следователь напоминает арестованному отдельные интимные подробности из его личной жизни, пороки, которые он скрывает от окружающих и другое. В отношении изоблечённых следствием шпионов, диверсантов, террористов и других активных врагов советского народа, которые нагло отказываются выдать своих сообщников и не дают показания о своей преступной деятельности, органы МГБ в соответствии с указанием ЦК БКПБ от 10 января 1939 года применяют меры физического воздействия. В целях проверки искренности поведения арестованных на следствии, правдоподобности их показаний и для более полного разоблачения их практикуется подсада в камеру к арестованным агентов МГБ и организуется техника секретного подслушивания в камере. Из доклада министра госбезопасности СССР Абакумова Сталина. Подвал памяти. О погреб памяти, Хлебников. Носущий вздор, что я живу грустя и что меня воспоминанье точит. Не часто я у памяти в гостях, да и она всегда меня морочит. Когда спускаюсь с фонарём в подвал, мне кажется, опять глухой обвал за мной по узкой лестнице грохочет. Чадит фонарь, вернуться не могу, а знаю, что иду туда, к врагу, и я прошу как милости. Но там темно и тихо. Мой окончен праздник. Уж тридцать лет, как проводили дам, от старости скончался тот проказник. Я опоздала. Экая беда. Нельзя мне показаться никуда. Но я касаюсь и живописи стен, и у камина греюсь. Что за чудо? Сквозь эту плесень этот чат и тлен сверкнули два живые изумруда. И кот мяукнут. Ну, идём домой. Но где мой дом? И где рассудок мой? 18 января 1940 Поэт – главный создатель представлений о жизни, не о карцере, для которого в любое время найдётся уйма идеологов, зазывал патриотов из воинствующего и правительствующего мещанства, а именно о жизни, чья основа в мысли, свободе, самоограничении. Цворцы карцера ревнивы. Сразу после войны Анна Ахматова выступает на торжественном заседании в Пушкинском доме. Проходят её вечера в Ленинградском доме учёных, в Большом драматическом театре, в Ленинградском доме кино, в Московском клубе писателей. В 1945 интервью с ней появляется в литературной газете. Стихи печатаются в Ленинградском альманахе в номере 4 журнала «Знамя» и номере 2 «Звезды». В 1946 в номерах 1 и 2 журнала «Ленинград» и в номере 1 «Звезды». 3 апреля 1946 года на поэтическом вечере в колонном зале Дома Союзов военная и студенческая молодёжь встречает Анну Ахматову стоя громом аплодисментом, какие прежде да и потом адресовались исключительно высшему партийному руководству. В течение 15 минут овации не дают ей начать выступление. Земная слава, как дым, Не этого я просила, Любовникам всем моим Я счастье приносила. Один и сейчас живой, Свою подругу влюблённый И бронзовым стал другой На площади оснежённой. Зима 1914. Декабрь. Ничто не могло укрыться от всевидящего ока Верховного Учредителя Карцера, главного теоретика представлений о счастливом детстве в застенке. Второй вечер Ахматовой в колонном зале Дома Союзов был отменён. Кассы Дома Союзов спешно вернули деньги на распроданные без остатка билеты. Летом 1946-го кремлёвским горцам была утверждена единственно правильная точка зрения о своих исключительных заслугах и священном значении вождя в победе 1945-го года. А 14 августа появилось постановление Орбюро ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». ЦК ВКПБ отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные журналы «Звезда» и «Ленинград» ведутся совершенно неудовлетворительно. Журнал «Звезда» всячески популяризирует произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безидейной поэзии. Её стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декаденства, искусстве для искусства, не желающие идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодёжи и не могут быть терпимы в советской литературе. Как могло случиться, что журналы «Звезда» и «Ленинград», издающиеся в Ленинграде, городе-герое, известном своими передовыми революционными традициями, городе, всегда являвшимся рассадником передовых идей и передовой культуры, допустили протаскивание в журналы чуждой советской литературе, безидейности и аполитичности? В чём смысл ошибок редакции «Звезды Ленинграда»? Руководящие работники журналов и в первую очередь их редакторы товарищей Саянов и Лихарев забыли то положение ленинизма, что наши журналы, являются ли они научными или художественными, не могут быть аполитичными. Они забыли, что наши журналы являются могучим средством советского государства в деле воспитания советских людей и в особенности молодёжи, и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя, его политикой. Советский строй не может терпеть воспитание молодёжи в духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безидейности. Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства. Задача советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодёжь, ответить на её запросы, Воспитать новое поколение бодрым, верящим в своё дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия. Поэтому всякая проповедь безидейности, аполитичности, искусство для искусства, чужда советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства, и не должна иметь места в наших журналах. По той дороге, где Донской вел рать великую когда-то, где ветер помнит супостата, где месяц жёлтый и рогатый, я шла, как в глубине морской. Шиповник так благоухал, что даже превратился в слово, и встретить я была готова моей судьбы девятый пал. 1956. Под Коломан. Я очень не люблю, когда нынешние пятидесятилетние дамы утверждают, будто в их время молодёжь была лучше, чем теперь. Вы им не верьте, это неправда. В нашей юности молодёжь стихов не любила и не понимала. Толщу было ничем не пробить, не пробрать. Стихи были забыты, разлюблены, потому что наши отцы и матери из офисаревщины считали их совершенным вздором, ни для какого употребления негодным, или в крайнем случае довольствовались розенгеймом. Я очень хорошо помню, как я принесла в гимназию стихи о прекрасной даме, и первая ученица сказала мне, «И ты, Горенко, можешь всю эту ерунду прочесть до конца!» Пухленькая, беленькая, с белым воротничком и вот таким бантом в волосах, всё ясно вперёд на целую жизнь. Её было ничем не прошибить. И такими были все. Лидия Чуковская, записки о бане Ахматовой, 19 августа 1940 года ЦК ВКПБ постановляет Первое. Обязать редакцию журнала «Звезда», правление Союза советских писателей и управления пропагандой ЦК ВКПБ, принять меры к безусловному устранению указанных в настоящем постановлении ошибок и недостатков журнала, выправить линию журнала и обеспечить высокий, идейный и художественный уровень журнала, прекратив доступ в журнал произведений Зощенко, Ахматовой и им подобных. Второе. Ввиду того, что для издания двух литературно-художественных журналов в Ленинграде в настоящее время не имеется надлежащих условий, прекратить издание журнала «Ленинград», сосредоточив литературные силы Ленинграда вокруг журнала «Звезда». Третье. В целях наведения надлежащего порядка в работе редакции журнала «Звезда» и серьёзного улучшения содержания журнала, иметь в журнале главного редактора и при нём редколлегию. Установить, что главный редактор журнала несёт полную ответственность за идейно-политическое направление журнала и качество публикуемых в нём произведений. Тринадцатое. Командировать товарища Жданова в Ленинград для разъяснения настоящего постановления ЦК ВКПБ. От тебя я сердце скрыла, словно бросила в Неву. Приручённой и бескрылой я в дому твоём живу. Только ночью слышу скрипы. Что там в сумраках чужих? Шереметьевские липы, перекличка домовых. Осторожно подступает, как журчание воды, К уху жарко приникает чёрный шепоток беды И бормочет, словно дело, ей всю ночь возиться тут. Ты уюта захотела? Знаешь, где он, твой уют? 30 октября 1936-го. Ленинград. Ночь. Анна Андреевна в кресле возле стола, В белом платке поверх халата, Строгая, спокойная, тихая, мрачная. Я ещё раз про себя поделилась тому, Как человек может быть таким совершенным и таким выраженным. Хоть сейчас бронзу, на медаль, на пьедестал. Статуя задумчивости, если задумалась, Гнева, если разгневана. Лидия Чуковская. Записки 10 сентября 1940-го года. Поэтам вообще не пристали грехи. Перед этой отлитой вечности бронзы Что значили заклинания партийных секретарей О силе советской литературы, Самой передовой литературы в мире? Ташкентские страницы. Это рысьи глаза твои, Азия, Что-то высмотрели во мне, Что-то выдразнили подспудное И рождённое тишиной, И томительное, и трудное, Как полдневный термески зной, Словно вся пропамять в сознание Раскалённой лавой текла, Словно я свои же рыданья Из чужих ладонь вела. 1945-го. Героя не было. Герой был давно убит. По воспоминаниям Лидии Корнеевны-Чуковской, У всех приглашённых в Смольный На выступления товарища Жданова Троекратно проверяли пропуски. Слушая доклад, Одна молодая писательница Почувствовала дурноту. Но когда она кинулась к боковым дверям, Поскорее на воздух Солдаты скрестили перед ней ружья. Можно было подумать, Что в Смольном обсуждают не работу Двухдовольно так и заурядной, И уж во всяком случае безобидных, Журналов, А способы расправы С новым восстанием Кроштадтских моряков. По меньшей мере. Нужно было чем-то подпитывать Угазший дух защитников Осаждённой крепости. Нужно было подбрасывать в топку Самый пламенный материал. Таких в монастыре ссылали И на кострах высоких жгли. Шёл август 46-го года. Показательные процессы 30-х годов, Палаческая терминология, Разрабатывавшаяся десятилетиями, Была на памяти у всех. У всех на слуху. Такие словосочетания, Как сползать на позиции, Дворянско-буржуазные течения, Социальные корни, Морозом пробегали по коже. Не ленинградским, А не московским морозом. Колымским. От несоветских до антисоветских, От чуждых и несвойственных до вражеских, От низкопоклонства перед Западом До службы в одной из иностранных разведок, Короче говоря, От поставщиков дезориентации До врагов народа. Рукой подать. Кавычки, в которых произносились И печатались в словах Творчество, Деятельность, Произведение, Авторитет, Ребили в глазах, Как решетки тюремных окон. Стереотипное, С позволения сказать, Творчество, Звучало, как Десять лет дальних лагерей Без права переписки. А слово группа Уж просто, как выстрел в затылок. Прочитав доклад Жданова на страницах газеты или журнала, Люди спрашивали друг у друга шепотом. А что, Зощенко и Ахматова еще на свободе? И понимали. Война окончилась. Окончилась победой. А перемен нет. Обстановка вокруг доклада создана была и в прям времен большого террора. Вспоминались регулярные наезды из Москвы в Ленинград военной коллегии Верховного суда. Расстрел или, в лучшем случае, 10, 15 или 25 лет лишения свободы. Вспоминались дни после убийства Кирова. Лидия Чуковская, записки об войне Ахматова. Умирая, там люс о бессмертии. Низко облако пыльной мглы. Пусть хоть голые красные черти, Пусть хоть чан зловонной смолы. Приползайте ко мне, лукавьте, Угрозы из ветких книг. Только память вы мне оставьте, Только память в последний миг. Чтоб в томительной веренице Не чужим показался ты. Я готов оплатить старицей За улыбки и за мечты. Смертный час, наклонясь, Напоит прозрачною сулемой. А люди придут, Зароют мое тело И голос мой. 1912. Царское село Под ногами каждого литератора Разверзлась ненасытная бездна безидейности. Хозяйство у нас плановое, Чуть не в каждой республике Была обнаружена своя маленькая блудница И свой маленький пасквилянт. И как в 1937-38 годах Каждое промышленное предприятие И каждое советское учреждение, Будь то завод, фабрика, аптека Или почтамт Обязаны были найти Среди своих сотрудников И поставить на убой Хоть одного вредителя, Шпиона или диверсанта, Творившего свое грязное дело Под носом партийной организации, Утратившей, разумеется, Должную бдительность. Так, в 1946-1947 Каждая литературная организация, Будь то отделение Союза писателей, Редакция издательства Или журналов, Обязана была обнаружить Среди своих сотрудников Выявить и разоблачить Двух-трех чуждых Советскому народу литераторов. Если не преклонение Передрастленной культурой Буржуазного Запада, То аполитичность. Если не аполитичность, Можно найти ноты безнадежности, Несвойственные нашей Вечно бодрой молодежи. Если и того нет, Можно на худой конец Выявить недостаток художественности. Благо точных измерителей Этой пресловутой художественности Не существует в природе. Мало высокохудожественно, Написал мне когда Зущенко. Теперь в своей борьбе За много высокохудожественное Можно было опираться На постановление ЦК. Лидия Чуковская Записки о бане Ахмата Обслуживающий персонал Взялся за дело. Шагиняны Крушинские, Лилевичи Моловы, Ёлковы Волковы, И им подобные Разоблачали Безидейные сказки, Низкопоклонство Перед гнилой буржуазной культурой, Пристрастие к западному репертуару, Крайний субъективизм И псевдонародность. Со свежими силами Самой передовой литературы Возобновлялась Настоящая охота На душу простого человека. Мне ни к чему Адические рати И прелесть Эллигических затей. По мне в стихах Все быть должно не кстати, Не так, Как у людей. Когда б вы знали, Из какого ссора Растут стихи, Не ведая стыда, Как желтый одуванчик У забора, Как лопухи И лебеда, Сердитый окрик, Дегтя запах свежий, Таинственная плесень На стене. И стих уже звучит, Задорен, Нежен, На радость вам И на мученье мне. 21 января 1940. Исайя Берлин, Секретарь британского посольства В Вашингтоне, На несколько месяцев Переведенный в Москву, Навестил Анну Ахматову В фонтанном доме 3 ноября 1945 года. Некоторое время спустя Его отчет о встрече Был выкраден И доставлен советской разведкой Великому деятелю за стенку. Со злобой и раздражения Товарища Сталина По поводу всего сказанного Ей в разговоре с уроженством Лифлянской губернии Будущим известным Либеральным философом И началась, Как полагала Анна Андреевна Ахматова, Холодная война. Визит Исаи Берлина Был прерван Рандольфом Черчиллем, Чьи крики под окнами Фонтанного дома Дали знать Однокашнику По студенческой скамье В Оксфорде, Что за ним пришли. В том, Что за Рандольфом, Сыном британского Премьер-министра Советской Республики Установлена слежка, Не было никаких сомнений. Заботой же отпрыска Семейства Мальборо Было лишь где В хлебосольной России Купить банку икры. Но именно После этого случая Поползли слухи о том, Что иностранная делегация Прибыла в Ленинград С целью убедить Анну Ахматову Покинуть страну И что Уинстон Черчилль, Многолетний её поклонник, Прислал специальный самолёт, Дабы переправить Поэта в Англии. К прерванной беседе Они вернулись Вечером того же дня. Он не станет В немилым мужем, Но мы с ним такое заслужим, Что смутится двадцатый век. Ахматова заговорила О своём одиночестве И изоляции, Как в культурном, Так и в личном плане. Ленинград после войны Казался ей огромным кладбищем. Он походил на лес После пожара, Где несколько сохранившихся деревьев Лишь усиливали боль утраты. У Ахматова Ещё оставались преданные друзья Лозинский, Жермунский, Харджи, Фарберн, Ольга Бергольц, Лидия Чуковская, Эмма Герштейн. Она не упомянула Гаршина и Надежду Мандельштам, О которых я тогда Ничего не знал. Но она не искала У них поддержки. Морально выжить ей Помогало искусство, Образы прошлого, Пушкинский Петербург, Дон Жуан Байрона, Моцарта, Мольера, Великая панорама Итальянского возрождения. Она зарабатывала На жизнь переводами. Большим трудом Ей удалось добиться Разрешения Переводить письма Рубенса, А не Ромена Ролана. Она спросила меня, Знаком ли я с этими письмами. Заговорили о Ренессансе. Мне было интересно узнать, Является для нее этот период Реальным историческим прошлым, Населенным живыми, Несовершенными людьми Или идеализированным образом Некоего воображаемого мира. Ахматова ответила, Что, конечно, последним. Вся поэзия и искусство Были для нее. Здесь она заимствовала Выражением Мандельштама, Чем-то вроде Тоски по всемирной, Всеобъемлющей культуре, Как ее представляли Гёте и Шлегель. Это культура, Которая претворяет В искусство природу, Любовь, Смерть, Отчаяние И страдания. Своего рода Неисторическая реальность, В некоторой нет ничего. Вновь и вновь Она говорила О дореволюционном Петербурге, Городе, Где она сформировалась, И о бесконечной Темной ночи, Под покровом которой С тех пор протекала Ее жизнь. Ахматова Ни в коей мере Не пыталась Пробудить жалость К себе. Она казалась Королевой в изгнании, Гордой, несчастной, Недосягаемой И блистательной В своем красноречии. Рассказ о трагедии Ее жизни Не сравним ни с чем, Что я слышал до сих пор, И воспоминания о нем До сих пор живы и больны. Я спросил Ахматову, Не собирается ли она Написать автобиографический роман, На что та ответила, Что сама ее поэзия, В особенности поэмы Без героя, Является таковым. Она снова прочитала Мне эту поэму, И я опять умолял Дать мне ее переписать И вновь получил отказ. Наш разговор, Переходящий от предметов Литературы и искусства К глубоко личным сторонам жизни, Закончился лишь поздним утром Следующего дня. Исаия Берлин Встреча с русским писателем Поэт Подумаешь, Тоже работа, Беспечное это житье, Подслушать у музыки что-то И выдать, шутя за свое. И чье-то веселое скерца В какие-то строки вложив Поклясться, Что бедное сердце Так стонет Средь блещущих миф. А после подслушать у леса, У сосен, Молчальниц на вид, Пока дымовая завеса Тумана повсюду стоит. Налево беру И направо, И даже без чувства вины Немного у жизни рукавы, И все У ночной тишины. В Ташкенте Анна Андреевна писала пьесу, В которой предвосхитила все, Что с ней сделали в 46-м году. Потом пьесу сожгла. Через много лет Восстанавливала по памяти. В Комарове читала мне Вновь отрывки Из этой пьесы, В которой я многого не понимала, Не постигала ее философии, Но ощущала, Что это нечто гениальное. Она спросила, Могла бы такая пьеса Быть поставлена в тяп. Фаина Раневская, Судьба шлюхов. Сталин и Жданов Искренне, быть может, Воображали, Что чужда им поэзия Анны Ахматовой. Дикоденщины, Привязанность к прошлому, Религиозность, Пессимизм и т.д. Они заблуждались. Людям постановлений И циркуляров Ненавистна поэзия Вообще, Любая поэзия, Муза смеха Или муза плача, Все равно. Слушайте их убогий язык, Слушайте слово поэта. Люди, Чей умственный И словесный запас Водится к трем понятиям Выправить линию, Прекратить, Обеспечить, Для таких людей, Естественно, Непереносима И враждебна поэзия. Она слишком богата Смыслами и чувствами, Оттенками смыслов и чувств, Слишком глубока и многозначна, Чтобы в политиках Чувствующих и думающих Плоско, Однолинейно, Не вызывать раздражения И подозрительности. Язык поэзии Глубоко уходит в то, Что всякой косности косней, Неистребляемую память Личности и народа. К тому же он имеет Власть над сердцами, Соперничающую власть. Как же владычествующие Бюрократии Не боятся поэзии? Лидия Чуковская Записки об Анне Ахматов Из записных книжек Анны Ахматовой 6 ноября 1949 Обыск и арест моего сына Льва. Его немедленно увозят в Москву. Я езжу каждый месяц сначала на Лубянку, Потом к Лефортовской тюрьме. Приговор 10 лет лагеря. Молитва Дай мне горькие годы недуга, За дыхание, бессонницу, жар, А ты не и ребенка, и друга, И таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургией После стольких томительных дней, Чтобы туча над темной Россией Стала облаком в славе лучей. Май 1915 Духов день Петербург Она пишет стихи, как бы перед мужчиной, А надо писать, как бы перед Богом, Сказал накануне войны 1914 года Александр Блок. И она стала писать перед Богом. Поэзия жертвенна. Молитва Ахматовой за свою страну И жертва во имя ее бытия. Участь от ими и ребенка, и друга, Да и сам песенный дар – это жертва, Которую готов принести поэт, Чтобы туча над темной Россией Стала облаком в славе лучей. Такой участи она ни в коем случае Не желает своему народу. Иначе что это за слава лучей, Если в темной стране останутся одни вдовы, Недужные солдатки, Немые в бессоннице и горе свое? И если у вдов не останется сыновей, Для кого будет эта слава? И что это будет за слава? Слава партии народу? Слава павшим героям? Жертва поэта индивидуальна. Это удел, сознательно выбираемый Жертвенной личностью, Участь того героя, Который и один в поле воин, Проплясать пред ковчегом завета Или сгинуть. Буду тихо на погости Под доской дубовой спать. Будешь, милый, к маме в гости В воскресенье прибегать, Через речку и по горке, Так что взрослым не догнать, Издалека, мальчик зоркий, Будешь крест мой узнавать. Знаю, милый, Можешь мало обо мне припоминать, Ни брони, ни ласкала, Ни водила причащать. 1915. Слава лучей над Россией 1946 года не обманула. Народ-победитель, Страна самого передового Общественного строя, Так после Второй мировой Искренне полагала большинству Западных социалистов. А значит, Жертва была принята. Муж расстрелян, Сын в тюрьме, Ночи без сна, Больная, Бескровленная. Не ушел только песенный дар, Песнопение, Светлая страсть. Быть может потому, Что тогда же, В 1916 и в 1946 Хотелось простого Человеческого счастья, Другого, Частного, А не громогласного Общественно-политического Сценария. Время приближалось Уже к трем часам ночи, Но совсем не было заметно, Что Ахматова устала И ждет моего ухода, А я сам, Переполненный впечатлений, И, конечно, Не спешил уходить. Открылась дверь, И вошел сын Анны Андреевны, Лев Гумилев, Сейчас он профессор истории В Ленинграде. Было ясно, Что мать и сын Глубоко привязаны Друг к другу. Гумилев рассказал, Что он ученик Известного Ленинградского историка Евгения Тарли. Областью его исследований Была Средняя Азия. Он не упомянул о том, Что сам отбывал Срок заключения В тех краях. И его интересовала Прежде всего Ранняя история Хазар, Казахов И более древних племен. Он сам попросил, Чтобы его направили Добровольцем на фронт, Где он служил В зенитной части, Состоявшей Из бывших заключенных. Только что он вернулся Из Германии. Он был уверен, Что сможет снова жить И работать в Ленинграде. И казался мне бодрым И полным замыслом. Гумилев угостил меня Вареной картошкой. По-видимому, Это было все, Что он мог предложить. Ахматова извинилась За свою бедность. Исайя Берлин Встреча с русскими писателями Город сгинул. Последнего дома Как живое взглянуло окно. Это место совсем незнакомо, Пахнет гарью И в поле темно. Но когда грозовую завесу Нерешительный месяц рассек, Мы увидели, На гору к лесу Пробирался хромой человек. Было страшно, Что он обгоняет Тройку сытых веселых коней, Постоит И опять ковыляет Под тяжелой ношей своей. Мы заметить почти не успели, Как он возле кибиток возник, Словно звезды глаза голубили, Освещая измученный лист. Я к нему протянула ребенка, Поднял руку со следом оков И промолвил мне благостно звонко «Будет сын твой и жив, и здоров». 1916-й Слепнем Мишель Фуко объяснял, Карцерная ткань общества Обеспечивает как реальное присвоение тела, Так и постоянное наблюдение за ним. По своим внутренним свойствам она является аппаратом наказания, Самым совершенным образом отвечающим новой экономии власти И инструментом формирования знания, В котором нуждается эта экономия. Ее паноптическое функционирование позволяет ей играть эту двойную роль. Благодаря своим методам закрепления, распределения, записи, регистрации, Она долгое время остается одним из наиболее простых, Примитивных, наиболее материальных, Но, пожалуй, и самых необходимых условий Чрезвычайного развития и распространения экзамена, Объективирующего человеческое поведение. Если после века инквизиторского правосудия Мы вступили в эпоху правосудия экзаменационного, Если еще более общим образом метод экзамена Смог столь широко распространиться по всему обществу И в какой-то мере дать начало гуманитарным наукам, То одним из основных инструментов этого были Множественность и тесное взаимоналожение Различных механизмов заключения. Я не говорю, что гуманитарные науки возникли из тюрьмы, Но если они смогли образоваться и произвести во всей структуре Эпистона, знания, известные глубокие изменения, То потому, что они были сообщены специфической И новой модальностью власти, Определенной политикой тела, Определенным методом, Позволяющим сделать массу людей послушной и полезной. Эта политика требовала включения Определенных отношений знания В отношении о власти. Она нуждалась в технике частичного взаимоналожения, Подчинения и объективации. Она принесла с собой новые процедуры индивидуализации. Карцерная сеть образует один из остовов Этой власти знания, Сделавший исторически возможными гуманитарные науки. Мишель Фуко надзирать и наказывать. К 1949 году Лев Гумилев экстерном окончил исторический факультет И служа библиотекарем в психиатрической больнице Единственное место, куда удалось устроиться на работу, Защитил диссертацию на соискание степени Кандидата исторических наук. Ее тема была Политическая история первого тюркского каганата. И в дружном коллективчике академических деятелей Леву Николаевичу пришлось сыграть роль царя Ирода, Ибо без избиения младенцев было не обойтись. В самом основании гуманитарных наук Уже содержалась карцерная дисциплина. Торжество было совершеннейшим. 15 из 16 членов диссертационного совета проголосовали за, Несмотря на огромное количество возражений со стороны оппонента. Ученые советы 40-х и 60-х не допускали обструкции только за то, Что диссертант много превосходил их знанием и глубиной анализа, Или, как повелось в нулевые, не оплатил академикам защиту. Читатель Не должен быть очень несчастным и, главное, скрытным. О, нет! Чтоб быть современнику ясным, Весь настишь распахнут поэтом. И рампа торчит под ногами, Всюмерственно, пусто, светло, Лаймлайта, холодное пламя, И его заклейнило чело. А каждый читатель, как тайный, Как в землю закопанный клад, Пусть самый последний, случайный, Всю жизнь промолчавший подряд. Там всё, что природа запрячет, Когда ей угодно, от нас, Там кто-то таинственно плачет В какой-то назначенный час. И сколько там сумрака ночи, И тени, и сколько прохлад, Там тени знакомые очи До света со мной говорят. За что-то меня упрекают, И в чём-то согласны со мной, Так исповедь льётся немая, Беседы блаженнейшей зной. Наш век на земле быстротечен, И тесен назначенный круг, А он неизменен и вечен, Поэта неведомый друг. Если писать стихи как бы перед Богом, То и читателям тогда Бог. Именно он, поэта неведомый друг, Неизменный и вечный, Кому льётся немая исповедь, И любое сказанное слово Ничтожно в его присутствии. «Почему славить Бога Ораторией Баха или миниатюрой Фуке Более художественное занятие, Чем делать то же самое стихами Ахматовой?» Вопрошал Николай Курбин. Почему? Вопрос риторический. Стучать будут в дверь. «Товарищ Ахматова, Ваша очередь мыть коридор». Как и жить мне с этой обузой? А ещё называют музой, Говорят, ты с ней на лугу, Говорят, божественный лепет, Жёстче, чем лихорадка оттреплет, И опять весь год Ни гу-гу. Опасная вещь – искусство. В молодости этого не сознаёшь. Какая страшная судьба С капканами, С волчьими ямами. Я теперь понимаю родителей, Которые пытаются уберечь своих детей От поэзии, от театра. Подумайте только, Какие страшные судьбы. В молодости этого не видишь, А если и видишь, То ведь наплевать Из беседы с Лидией Чуковской 6 мая 1940 года. Обвинения, Выдвинутые при четвёртом аресте сына, Заимствовали Исследственного дела 1935 года. А можно ли по одному И тому же делу судить дважды? Осведомилась приёмная НКВД Плакальщица дней погибших В декабре 50-го. Можно, Цинично ответил Карцерный страж. Так, До войны Лев Николаевич Гумилёв Сел за папу, А после войны За маму. Слава Это значит, Что вами обладают все, И вы становитесь тряпкой, Которой каждый Может вытереть пыль. В конце жизни Толстой понял Ничтожество славы, И в отца Сергий Объяснил, Что от неё надо отмыться. Я особенно уважаю его за это. Из беседы с Лидией Чуковской 16 декабря 1955 года. Бред Неявь, но сон, как быль, Печаль моей земли. Лежит в пустых покоях пыль, Но там твой след в пыли. Ты шла одна, И всюду мгла, Мерцала, как вода, Из тени каждого угла Синела борода. Но жизнь, На части раздробя, И время потеряв, Без жизни братьев И тебя Клянусь, Я трижды прав. Тускнеет сон, Бледнеет яй, Олеет только кровь. Так что же, Жизнь тоской разбавь, Но сердце приготовь, Увидеть гибель мертвеца, Кем мы побеждены, Я буду верен до конца, К концу моей страны. Лев Гумилёв, Седьмая жена Синей бороды. Для Бога Мёртвых нет. Сразу после дуэли Александра Сергеевича Пушкина Вера Фёдоровна Вяземская Писала в Москву. Он убил Пушкина, Чтобы не быть самому убитым, Это правда. Но черепица, Падающая на дорогое нам существо, Не стоит того, Чтобы я тщательно её сохраняла. Я её удалила бы Из поля своего зрения. Мы делаем так же. Для меня было невозможно Посетить убийцу друга, Тем более, что ничто Не вызывает интереса к нему. Анна Андреевна Ахматова Страница из книги Гибель Пушкина Интерес постсоветской литературы К персоналиям диктаторов, Садистов-палачей И генералов воровских шаек. То же самое, что и интерес к убийце Пушкина. Занятие, содержательное для психоаналитиков, Для литературы пустое. Ведь убийца всегда ничто. Он ранен легко. Он женат на женщине, Которую никто ему не предлагал. Она его выбор. Она выбрана им, Или, по крайней мере, Его приёмным отцом. Они богаты И не подвержены строгости закона, Так что они спокойны За себя. Там же. Они всегда, надо сказать, Если не подвержены строгости закона, То богаты. И наоборот. Хотя вполне обыкновенно, Что и то, и другое. Можно ли назвать это благополучием? Халуйство и антураж. Но Какая эпоха, Такие смельчаки-герои? Ёлка погасла, Произнесла Анна Андреевна С такой внезапной Горестной торжественностью, Что я От удивления Огляделась вокруг, Ища глазами ёлку. Да, погасла, погасла. Знаете, как это бывает? Скажет человек одно слово, И праздник окончен. Из беседы Анны Ахматовой С Лидией Чуковской 5 июня 1962 года Я сошёл с ума Из застольного тоста В ту ночь мы сошли Друг от друга с ума, Светила нам только Зловещая тьма, Своё бормотали Орыки, И Азией пахли Гвоздики. И мы проходили Сквозь город чужой, Сквозь дымную песнь И полуночный зной, Одни под созвездием Змея Взглянуть друг на друга Не смея. То мог быть Каир Или даже Багдад, Но, увы, Не Варшава, Не Ленингра. И горькое это несходство Душило, Как воздух, Сиропство. И чудилось, Рядом шагают века, И в бубен Незримая белая рука, И звуки, Как тайные знаки, Пред нами Кружились во мраке. Мы были с тобою В таинственной мгле, Как будто бы шли По ничейной земле, Но месяц Алмазной филукой Вдруг выплыл Над встречей Разлукой. И если вернётся К тебе эта ночь, Её не гони, Как проклятую, Прочь, И знай, Что приснилась Кому-то Священная Эта минута. 1959. Ленинград. После войны Народ-победитель Выражал радость вставанием, Как на вечере Ахматовой В колонном зале. «Кто организовал вставание?» Омрачился Кремлёвский оберпалач. Ужасно Попятное движение Был интеллигент, Стал падалью. Сам или дети его Распространяет смрад. В смраде гибнет Интеллигенция и народ. Равно Из беседы Ахматовой с Чуковской 5 июня 1962 Ничто не ново под луной. Эта практика известна и ныне. Преследовать после судебного приговора свидетелей защиты, причём не за то, что они будто бы свидетельствовали ложь, а за то, что предварительно не согласовали Свои показания с начальством. А шельмовать их в печати, В вечернем Ленинграде и в смене, А потом шельмовать в Союзе, Грозить по месту работы. Ценные открытия в юриспруденции, Сказала Анна Андреевна. Впрочем, Ничто не ново под луной. Привет товарищу Вышинскому! Из беседы Ахматовой с Чуковской 9 апреля 1964 Были мы люди, а стали людьё, Осип Мандельштам. Не лирою влюблённого Иду пленять народ, Трещотка прокажённого В моей руке поёт. Успеете наахаться, И воя, и кляня Я научу шарахаться Вас, смелых, от меня. Я не искала прибыли И славы не ждала, Я под крылом у гибели Все тридцать лет жила. Анна Андреевна стояла, Слегка опираясь рукой о стол. Она говорила тихим голосом, Но как будто не для меня Одной, а с трибуны. Сталин, Говорила Анна Андреевна, Самый великий палач, Какого знала история. Чингисхан, Гитлер, Мальчишки перед ним. Мы и раньше насчёт него Не имели иллюзий, Не правда ли? А теперь получили документальное Подтверждение наших догадок. В печати часто встречалось выражение «Лично товарищ Сталин». Теперь выяснилось, Что лично товарищ Сталин Указывал, кого бить и как бить. На профессора Виноградова Лично товарищ Сталин Распорядился на битком долы. Оглашены распоряжения Товарища Сталина. Эти резолюции оберпалача На воплях, На стонах испыточных камер. О врачах он сказал министру «Если вы не добьётесь, Чтобы они признались, Полетит ваша голова». Прекрасно звучит в этом контексте Выражение «Не добьётесь». Я надеюсь, эти слова Будут запечатлены в учебниках И школьники будут их учить наизусть. Лидия Чуковская Записки об Анне Ахматовой 4 марта 1955 года С момента ареста Начались отчаянные попытки Освобождения сына. Цикл «Слава миру», А фактически «Слава Сталину» Написан «Мастером зловещих предчувствий» Лидия Чуковская Как прошение на высочайшее имя. К архитектору карцерной дисциплины С просьбой освободить сына Она обращается 24 апреля 1950 года Тот оставляет прошение без ответа. 14 июля 1950 года Министр госбезопасности СССР Абакумов Отправляет оберпалачу докладную записку О необходимости ареста поэтессы Ахматовой. Последний тост Я пью за разорённый дом, За злую жизнь мою, За одиночество вдвоём И за тебя я пью, За ложь меня предавших губ, За мёртвый холод глаз, За то, что мир жесток и груб, За то, что Бог не спас. 27 июня 1934 года Шереметьевский дом Петербурженка, добиваясь решения Об освобождении или хотя бы Известия о сыне, В 1955 году она кочует по Москве От Шенгели к Раневской, От Раневской к Петровых, Живёт у Ардовых и Натальи Ильиной. Новостей и решения нет. 11 декабря Анна Ахматова Встречает Лидию Чуковскую Известиями о том, Что реабилитированы Квитко и Мейрхольд. Посмертно. Подруга, не посмев спросить о сыне, Услышала. С Лёвой плохо. 10 марта 1956 года Анна Андреевна Ахматова Обращается к председателю Союза Писателей Александру Фадееву. «Дорогой Александр Александрович, Сейчас я узнала, Что дело моего сына рассматривается В понедельник, 12 марта. Трудно себе представить, Какое это для меня потрясение. Вы были так добры, Так отзывчивы, Как никто в эти страшные годы. Я умоляю вас, Если еще можно чем-нибудь помочь, Сделайте это. Позвонить, написать. Мне кажется, Что я семь лет стою Над открытой могилой, Где корчится мой еще живой сын. Простите меня. Я всем прощение дарую, И воскресение Христа Меня предавших в лоб целую, А не предавших в уста. Корчится еще живой сын. Эта тема – Злое мучительство, Ставшее нормой людских отношений, Многолетние страдания Ни в чем не повинных людей, Оказавшихся во власти Организованных и вооруженных мерзавцев. Корней Иванович Чуковский. Литературное чудо. Я сказала, Что пересматривать каждое дело В отдельности Представляется мне идиотской затеей. Ведь никаких индивидуальных частных дел В 37-38 годах не было Или почти не было. Тогда истреблялись целые слои, Целые круги населения По национальному, По номенклатурному, По анкетному признаку, То директора всех заводов, То первые и вторые секретари обкомов и райкомов, То пригородные финны, То лица польского происхождения, То все, кто дрался в Испанию, То чистильщики сапог, То глухонемые, То все, у кого за границей родственницы, Или кто сам побывал за границей. Ну, конечно, В стройную программу Врывался некоторый хаос. Та же бездна поглощала и тех, Кто не угодил местному начальству, Или своему соседу По коммунальной квартире. Время для сведения личных счетов Было удобнейшее. Арестованным всем без разбора, Фабрика, Изготовлявшая врагов народа, Предъявляла вымышленные И при том одинаковые обвинения. Диверсия, Шпионаж, Террор, Вредительство, Антисоветская пропаганда. Какой же смысл теперь Пересматривать каждое дело в отдельности? В лагеря надо срочно послать Спасательные экспедиции, Врачей, Лекарства, Еду, Теплую одежду И поездами, Самолетами, Пароходами Вывести оттуда тех, Кто еще жив. И общим манифестом Реабилитировать всех за раз Живых и мертвых, Или точнее разоблачить Самое заведение, Фабрикующее врагов народа. Если станут ясны масштабы И методы фабричного производства, То изучать каждое дело в отдельности Не будет нужды. Лидия Чуковская Записки о Банне Ахматовой Вижу я, Лебедь тешится моя, Пушкин. Ты напрасно мне под ноги мечешь И величие, И славу, И власть. Знаешь сам, Что не этим излечишь Песнопенья светлую страсть. Разве этим развеешь обиду? Или золотом лечат тоску? Может быть, я и сдамся для виду, Не притронусь я дулом к виску. Смерть стоит все равно у порога. Ты гони ее или зови. А за нею темнеет дорога, По которой ползла я в крови. А за нею десятилетия, Скуки, страха и той пустоты, О которой могла бы пропеть я. Да боюсь, что расплачешься ты. Что ж, прощай, Я живу не в пустыне, Ночь со мной и всегдашняя Русь. Так спаси же меня от гордыни, В остальном я сама разберусь. 9 апреля 1958. Москва. Реквием пишут в память умерших, Но я-то остался жив, С обидой говорил Лев Николаевич. Она написала реквием, Она меня похоронила. Невольно вспоминаешь слова Шелейки, Область совпадения столь же огромна, Как и область подражаний и заимствований. У меня хватило ума глупо прожить жизнь, Расписалась Фаина Ранинская. Бывает и так. Мистика эротические, Монастырско-будуарные стихи Ахматовой Из статьи «Художественная литература Буржуазно-кулацкого окружения» В журнале «Под знаменем коммунизма» 15 октября 1922-го. Ее любовные стихи, Такие раскаленно-драматические Из записок Лидии Корниевно-Чуковской. О, что мне делать с этими людьми! Анна Андреевна слушала мою сбивчивую длинную речь Терпеливо и спокойно, Даже не указывая, как обычно, глазами на потолок. Потом заговорила сама с нарочитым бесстрастием. «Ваши рассуждения справедливы», — сказала она, — «но лишены трезвости. Вам угодно воображать, что остальные люди не менее вас рады возвращениям и реабилитациям и ждут не дождутся, когда воротятся все». Вы ошибаетесь. Сообразить легко, что если пострадавших миллионы, то и тех, кто повинен в их гибели, тоже не меньше. Теперь они дрожат за свои имена, должности, квартиры, дачи. «Весь расчет был. Оттуда возврата нет. А вы говорите, самолеты, поезда, что вы, оказаться лицом к лицу содеянным? Никогда в жизни». Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 11 декабря 1955 года. Станцы. Стрелецкая луна. За Москворечье. Ночь. Как крестный ход идут часы страстной недели. Я вижу страшный сон. Неужто в самом деле никто, никто, никто не может мне помочь? В Кремле не надо жить. Преображенец прав, там зверства древнего еще кишат микробы. Бориса дикий страх и всех Иванов злобы. И самозванца спесь взамен народных прав. Апрель 1940. Москва. Юлиан Григорьевич Оксман. Пушкинист, историк, литературовед, обвиненный по ложному доносу сотрудницы Пушкинского дома, в беседе с Лидией Корнеевной Чуковской в Болшево сказал. «Нюрнбергский процесс необходим во имя очищения нации. Иначе мы вперед не двинемся, и останется то же беззаконие, тот же произвол. Ну, может быть, в меньших масштабах. Но наказывать смертью или тюрмой следует лишь немногим. А всех остальных, причастных к злодействам, следует громко назвать по именам и отстранить от какой бы то ни было малейшей власти. Пусть стреляются сами. Пусть дети отшатнутся от них с ужасом. Пусть более никогда и ни в чем никто от них не будет зависеть. Пусть они смиренно трудятся на заводах, в учреждениях, в колхозах, гардеробщиками, уборщиками мусора, курьерами, не более того». Я рассказала Анне Андреевне о своем болшевском разговоре с Оксманом. Она ответила, «Да, мы с ним говорили об этом. Я с ним согласна». Лидия Чуковская. Записки Об Анне Ахматовой. Застольная Под узорной скатертью не видать стола. Я стихам не матерью, мачехой была. Эх, бумага белая, строчек ровный ряд, Сколько разглядела я, как они горят. Сплетни изувечены, биты кистенем, Мечены, мечены каторжным клеймом. В 1991-м, в примечаниях к разговорам весны 58-го, Лидия Корнеевна Чуковская сообщает, «Через десять лет в 68-м я рискнула заговорить об этом вслух. Для сам издата написана была мною статья «Не казнь, но мысль, но слово». Еще через восемь лет она была опубликована за границей в сборнике «Лидия Чуковская. Открытое слово. Нью-Йорк. Хроника. 1976-й». Еще через четырнадцать в Советском Союзе. В журнале «Горизонт. 1989-й. 3-й». Затем в книге «Процесс исключения» в 1990-м. Спор о том, следует или не следует разоблачать мертвых и живых палачей, ведется в нашей стране и до сих пор. Сопротивление власть имущих огласки весьма велико. Доступ к архивам ограничен. Лидия Чуковская. «Записки об войне охватки». Тема люстрации – наиболее болезненная и актуальная тема общественно-политического будущего России. Без решения вопроса люстрации мы вперед не двинемся и останется то же беззаконие, тот же произвол. Оксман был прав. 20 ноября 1998 в Санкт-Петербурге после повторного внесения в Госдуму Российской Федерации законопроекта о запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима, в котором предлагалось подвергнуть профессиональным ограничениям работников партапарата КПСС, штатных сотрудников и агентуру советских и российских спецслужб, «Была убита правозащитница», историк Галина Васильевна Старовойтова. А вы, мои друзья последнего призыва, чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена захлопываю святцы, и на колени все багровый хлынул свет. Рядами стройными выходят ленинградцы, живые с мёртвыми. Для Бога мёртвых нет. Август 1942. Дюрмень. 11 мая 1956 года Лев Николаевич Гумилёв был признан невиновным по всем статьям. Проведя в тюрьмах и лагерях около 14 лет, поэт и учёный получил справку об освобождении. В графе «Место следования» значилось «Ленинград». Через месяц было отменено постановление особого совещания при МГБ. 30 июля за отсутствием состава преступления было прекращено уголовное преследование. По делу 1938 года Льва Николаевича Гумилёва реабилитировали в 1975. Справедливо ли счесть национальным позорам то, чего не ощущает нация? Вообще не ощущает. Уже после доктора Живаго в период травли Бориса Пастернака задумывалась Лидия Чуковская. Ведь для народа такого явления Пастернак просто нет. Записки в бане Ахматовой 30 октября 1958 года Не было для миллионов и такого явления, как Ахматова. Народ как бы здесь и ни при чём. А кто же при чём? Сами арестованные, что ли, себя за решётку загоняли? Вот и ищи кто. О! Это и есть твоя работа писательская. Понимать. Записки о бане Ахматовой 4 марта 1955 года За тем, что из двухсот советских миллионов, живущих в благости отеческих законов, Пушкин говорил, Надо быть заодно с гением. Таинственной невстречи – пустынны торжества. ДАНТЕ НИО БЕЛЬ САНДЖОВАННИ ДАНТЕ ИНФЕРНО Он и после смерти не вернулся В старую Флоренцию свою. Этот, уходя, не оглянулся, Этому я эту песню пою. Факер, ночь, последнее объятье, За порогом дикий вопль судьбы. Он из ада ей послал проклятье И в раю не мог её забыть. Но босой в рубахе покаянной Со свечой зажжённой Не прошёл по своей Флоренции желанной, Вероломной, низкой, долгожданной. Лето 1936. Разлив На днях вбегает ко мне Анечка. Акума, мы проходим враждебные группировки. Там ты и Гумилёв. Помолчав, Анна Андреевна продолжала величественно. Позорный столб я нахожу. Без меня как-то не имеет вида. Вы замечаете, Лидия Корнеевна? Записки об Анне Ахматовой. 14 сентября 1957 года. И правда, ей зрительнице быть не удавалось. Душепреображением называет её поэзию Лидия Корнеевна-Чуковская. Из своего слуха и памяти в душу и память читателя Анна Андреевна Ахматова переносит преображённый мир, Который весь расслышан на странице книги. Это чудо преображения вещества в слово, эстетического в этическое, Множественного, единое. И было сердцу ничего не надо, Когда пила я этот жгучий зной Онегина воздушная громада, Как облако стояло надо мной. На каком языке это произнесено, спрашивает читатель? На русском? Нет. На райском, извлечённом из русского. Пока вы мирно отдыхали в Сочи, Ко мне уже ползли такие ночи, И я такие слышала звонки. 8 марта 1958 года Три письма из Чехословакии от учительниц и ещё от кого-то. Эти поздравляют не с 8 марта, А с 40-летием Октябрьской революции, Которая освободила чехов и словаков от ермокапитализма. Авторы писем сообщают, Что Ахматова для них образец советской женщины. Просят прислать стихи и пишут, Что все они учатся у советской литературы И в особенности у Анны Ахматовой. Вот поворот, какого ни в каком романе не придумаешь, Сказала Анна Андреевна. Я – образец советской женщины. Товарищ Жданов, где ты? Такое не приснится, не выдумается. Перед моим отъездом она повторила. Такой сюжетный поворот и во сне не приснится. Моя оплёванная персона – Образец советской женщины Для братской социалистической страны. Прекрасно. Всё смешалось в доме Аблонских. Лидия Чуковская. Записки о бане Ахмата Многое ещё, наверно, хочет Быть воспетым голосом моим, То, что бессловесная грохочет Или во тьме подземный камень точит Или пробивается сквозь дым. У меня не выяснены счёты С пламенем и ветром и водой, Оттого-то мне мои дремоты Вдруг такие распахнут ворота И ведут за чёрною звездой. 1942. Ташкент Быть воспетым голосом моим. Чьим голосом? Голосом Ахматовой. Но чей это голос, который у Анны Ахматовой? Откуда этот голос, говорящий по этому? Кто есть его источник? Он скрыт так же таинственно, Как источник света в паспорный день, Хотя и пробивается сквозь завесу дыма, Тумана, пелену времён. То, что бессловесная грохочет Чёрная звезда. Голос, который пропуск в бессмертие, Голос таинственной лиры На загробном гостящей лугу. Голос – это личность. Осип Мандельштан. По возвращении из лагерей Лев Гумилёв застал женщину старую И почти ему незнакомую. Изменилась она и физиогномически, И психологически, И по отношению ко мне. Их встреча была холодной. Сын расценил, что без всякого Участия и сочувствия Невольные свидетели не могли вообразить, Как они будут жить вместе. Кто знает, как тихо в доме, Куда не вернулся сын. Встречи в наше время тяжелее разлух. Ты опять со мной, подруга, осень. Иннокентий Анинский Пусть кто-то ещё отдыхает на юге И нежится в райском саду. Здесь северно очень, И осень в подруге я выбрала в этом году. Живу, как в чужом мне приснившемся доме, Где, может быть, я умерла, И, кажется, будто глядится суоми В пустые свои зеркала. Иду между чёрных приземистых ёлок, Там вереск на ветер похож, И светится месяц от тусклых осколов, Как финский зазубренный нож. Сюда принесла я блаженную память Последней невстречи с тобой, Холодное, чистое, лёгкое пламя Победы моей над судьбой. 1956 Комарова Тюрьма нанесла удар, Уничтожив отношения матери с сыном. Он был убеждён, Что она слишком мало сделала Для его освобождения. Она, что нет такой матери, Которая сумела бы сделать больше. Карцерной тканью общества Объясняется удивительная прочность тюрьмы. Нехитрого изобретения, Которые бронили с самого рождения. Мишель Фуко полагал, Что было бы куда легче найти Для тюрьмы более приемлемую замену, Если бы она являлась исключительно Инструментом подавления В арсенале средств государственного аппарата. На деле тюрьма глубоко укоренена В механизмах и стратегиях власти И на любую попытку преобразования Готова ответить огромной силой инерции. Характерно одно обстоятельство. Когда заходит речь об изменении Режима заключения, Противодействие исходит не только От судебного института. Сопротивление оказывает не тюрьма, Как уголовное наказание, А тюрьма со всеми ее установлениями, Связями и внесудебными следствиями. Тюрьма, как узловая точка В общей сети дисциплин и надзоров. Тюрьма, поскольку она функционирует В паноптическом режиме. Мишель Фуко надзирать и наказывает Рождение тюрьмы. Тем не менее, в самих процессах Функционирования тюрьмы можно выделить Два процесса, способных серьезно Ограничить ее применение. Первый. Французский философ связывал С образованием крупных Противозаконностей в государственном Или международном масштабе, Сращенных с политическим и экономическим аппаратами. Финансовые противозаконности, службы разведки, Торговля оружием и наркотиками, Спекуляция недвижимостью. Второй. С ростом самих дисциплинарных сетей И приданием им все более важных полномочий, Все более массовой передачей им судебных функций. Так, поскольку медицина, психология, Образование, государственная помощь И социальная работа все больше участвуют В контролирующей и наказывающей власти, Не исключено, что уголовно-правовая машина, В свою очередь, может принять Медицинский, психологический И педагогический характер. Август 1940. Когда погребают эпоху, надгробный Псалом не звучит. Крапиве, чертополоху, украсить ее предстоит. И только могильщики лихо работают, Дело не ждет. И тихо, так, Господи, тихо, Что слышно, как время идет. А после она выплывает, Как труп на весенней реке. Но матери сын не узнает, И внук отвернется в тоске. И клонятся головы ниже, Как маятник ходит луна. Так вот, над погибшим Парижем Такая теперь тишина. 5 августа 1940. В 1961. Лев Николаевич Гумилев Защитил докторскую диссертацию. Перед защитой тишайшая и простая Целительница нежного недуга Выразила свое категорическое Нежелание видеть сына доктором исторических наук И выгнала его из дома. Лев Гумилев заболел. И оправился с большим трудом. У Анны Ахматовой случился второй инфаркт. Навещать ее в больнице Сын категорически отказался. Лева не понимает, как я больна. Я, конечно, давно уже чувствовала, Что между Левой и Анной Андреевной неладно. Однако чувствовать или услыхать – большая разница. То, что сказано было мне в больнице Анной Андреевной, Теперь вполне подтвердила Нина. Лева и в самом деле верит, будто он Пробыл в лагере так долго Из-за равнодушия и бездействия Анны Андреевой. Я – многолетняя свидетельница Ее упорных, неотступных хлопот, Ее борьбы за него. Больше, чем хлопот, то есть писем, заявлений, Ходатайс через посредство влиятельных лиц. Всю свою жизнь она подчинила Левиной каторги. Все, даже на такое унижение пошла, Как стихи в честь Сталина, Как ответ английским студентам. И от драгоценнейшей для себя встречи Отказалась, боясь повредить ему. И сотни строк перевела, Чтобы заработать на посылке ему. Сотни строк переводов, Истребляющих собственные стихи. Лидия Корнеева, Чуковская, записки 4 января 1962 года Все ушли, и никто не вернулся, Только верный обету любви, Мой последний, лишь ты оглянулся, Чтоб увидеть все небо в крови. Дом был проклят, и проклято дело, Четно песня звенела нежней, И глаза я поднять не посмела Перед страшной судьбою своей. Осквернили причистое слово, Растоптали священный глагол, Чтоб стиделками тридцать седьмого Мыла я окровавленный пол. Разлучили с единственным сыном, В казематах пытали друзей, Окружили невидимым тыном Крепко слаженной слежки своей. Наградили меня нематою, На весь мир окаянно кляня, Обкормили меня клеветою, Опоили отравой меня, И до самого края доведший Почему-то оставили там. Люба мне, городской сумасшедший, По предсмертным бродить площадям. Тридцатые годы 1960-х Я поздравила Анну Андреевну Слёвиной диссертации и передала ей со слов Оксмана, Что Конрад считает его великим ученым. «Этот великий ученый не был у меня в больнице За три месяца ни разу», Сказала Анна Андреевна потемнела. «Он пришел ко мне домой В самый момент инфаркта, Обиделся на что-то и ушел. Кроме всего прочего, он в обиде на меня за то, Что я не разнакомилась с Жермунским». Виктор Максимович отказался быть оппонентом на диссертации. Подумайте, парню пятьдесят лет, И мама должна за него обижаться. А Жермунский был в своем праве. Он сказал, что Лёвина диссертация Либо великое открытие, если факты верны, Либо ноль. Факты же проверить он возможности не имеет. Бог с ним, с Лёвой. Он больной человек. Ему там повредили душу. Ему там внушили. Твоя мать такая знаменитая. Ей стоит слово сказать, И ты будешь дома. Я не милая. А мою болезнь он не признает. Ты всегда была больна. И в молодости. Все одна симуляция. Лидия Чуковская. Записки об войне Ахматовой. 1 января 1962 года. В каждом древе распятый Господь. В каждом колосе тело Христова, И молитвы при чистое слово, Исцеляет болящую плоть. 1946. Фонтанный дом. А с Запада несло викторианским чванством, Летели конфетти и подбывал Канкан. До 1964 года Анна Андреевна Ахматова была невыездной. В 1964 в Италии во дворце Урсина ей была вручена премия Европейского сообщества писателей Этнота Армина. В 1965 в Англии диплом почетного доктора Оксфордского университета. Согражданам. И мы забыли навсегда Заключены в столице дикой Озёра, степи, города И зори Родины великой. В кругу кровавом день и ночь Долит жестокая истома. Никто нам не хотел помочь За то, что мы остались дома, За то, что город свой любя, А не крылатую свободу, Мы сохранили для себя Его дворцы, огонь и воду. Иная близится пора, Уж ветер смерти сердце студит, Но нам священный град Петра Невольным памятником будет. 1920. «Вы понимаете, – сказала Анна Андреевна, – Оно оказалось для Петербурга, Петрограда, Ленинграда пророчески. Написано оно в 20-х» С беседы Ахматовой с Чуковской 11 января 1964 года. Удивление пророческому слову собственных стихов Никогда не покидало поэта. Собственных ли – это жизнь в творческом становлении И ради него творчество, которое, по сути, чудо-творство, Когда поэт говорит много больше, чем есть он сам, Когда говорят поэт. Забудут? Вот чем удивили. Меня забывали сто раз, Сто раз я лежала в могиле, Где, может быть, я и сейчас. А муза и глохла, и слепла, В земле и склевала зерном, Чтоб после как феникс из пепла В эфире восстать голубом. 21 февраля 1957. Ленинград. В примечании книги о гибели Пушкина, От идеи написания которой Анна Ахматова Отказалась после выхода писем Карамзиных, Когда все уже ясно и так, находим. В письме генерал-адъютанту Карлу Федоровичу Толю, Участнику швейцарского похода Суворова и Отечественной войны, Написанном 26 января 1837 года, Пушкин благодарил за благожелательный отзыв Об истории Пугачевского бунта И выделил мнение Толя об оклеветанном Современниками генерале Михельсоне. «Гений с одного взгляда открывает истину, А истина сильнее царя», – говорит Священное Писание. Пушкин имеет в виду следующее. «И истина велика и сильнее всего, Вся земля взывает к истине, И небо благословляет ее, И все дела трясутся и трепещут пред нею, И нет в ней неправды, Неправедно вино, Неправеден царь, Неправедны женщины, Несправедливы все сыны человеческие, И все дела их таковы, И нет в них истины». Анна Ахматова, страница из книги «Гибель Пушкина» Зачем вы отравили воду И с грязью мой смешали хлеб? Зачем последнюю свободу Вы превращаете в вертеп? За то, что я не издевалась Над горькой гибелью друзей, За то, что я верна осталась В печальной родине моей? Пусть так, Бесполача и плахи Поэту на земле не быть, Нам, покаянные рубахи, Нам со свечой идти и выть». Чернеет дорога Приморского сада «Людям моего поколения Не грозит печальное возвращение», – Писала Анна Ахматова. «Нам возвращаться некуда?» Иногда мне кажется, Что можно взять машину И поехать в дни открытия Павловского вокзала, Когда так пустынно И душисто в парках, На те места, Где тень безутешная Ищет меня. Но потом я начинаю понимать, Что это невозможно, Что не надо врываться, Да ещё в бензинной жестянке, Хоромы памяти, Что я ничего не увижу И только сотру этим то, Что так ясно вижу сейчас». Анна Ахматова. Про Домо Суа. Николаю Владимировичу Недобровод Все мне видится Павловск холмистый, Круглый луг, неживая вода, Самый томный и самый тенистый, Ведь его не забыть никогда. Как в ворота чугунные въедешь, Тронет тело блаженная дрожь, Не живёшь, а ликуешь и бредишь, Или совсем по-иному живёшь. Поздней осенью свежий и колкий Бродит ветер, безлюдью рад, В белом иней чёрные ёлки На подтаявшем снеге стоят, И, исполненный жгучего бреда, Милый голос, как песня, звучит, И на медном плече Кефареда Красногрудная птичка, сидит. Осень 1915. Царское село. Прозаик, не любящий поэзию, Сказал в интервью журналисту газеты Лилет Хансес, Константин Георгиевич Паустовский, 13 декабря 1962 года, Не настоящий прозаик. Поэзия открывает нам в чистом виде Ценность слова, Она очищает язык от той грязи, Которой он покрывается При каждодневном употреблении. — Из-под каких развалин, — говорю, — Из-под какого я кричу обвала, — Повторяла Анна Ахматова, Убеждаясь, как некогда Августин Аврелий, Из какой бездны приходится Взывать к тебе. — А как ты думаешь, сколько миллионов Погибли у нас при Сталине? — Спросил Корней Ивана Чуковски у дочери. Она не знала. — У нас ведь страна огромная, Лагеря повсюду. Я не знаю, сосчитаны ли все лагеря, Не то что все люди. Кто вёл счёт погибшим? И сохранились ли архивы? У них шесть миллионов, А у нас при Усатом тридцать, — Отозвалась, помолчав Анна Андреевна. — Когда мне говорят, Вы, наверное, тоже слышали эту идиотскую фразу Пусть так, пусть выпустили, Пусть реабилитировали, Но зачем рассказывать об этом слух? Зачем выносить ссор из избы? Слышали? Я всегда отвечаю. — Вот, Лидия Корнеевна, берите и дарю, пригодится. Я всегда отвечаю. С каких этапор тридцать миллионов Трупов стали ссора? Когда был несправедливо осуждён один человек, Дрейфус, весь мир за него заступился. И хорошо, так и надо. А тут тридцать миллионов неповинных. Ссор. Лидия Корнеевна Чуковская Записки об Анне Ахматовой 10 января 1963 года Последняя роза Вы напишите о нас наискосок, Иосиф Гродский. Мне с морозовою класть поклоны, С падчерицей Ирода плясать, С дымом улетать с костра Дидоны, Чтобы с Жанной на костёр опять. Господи, ты видишь, я устала, Воскресать и умирать, и жить, Всё возьми, но этой розы алой Дай мне свежесть снова ощутить. 9 августа 1962-го Комарова В годы репрессий Реквием Анны Ахматовой знали наизусть 11 человек, и никто не донёс. Сталинская полицейщина Разбилась об Ахматову. Она победила всех. Слово поэта всегда сильнее всех Полицейских насильников. Корней Иванович Чуковский. Запись. 24 ноября 1962 года Константин Георгиевич Паустовский Мельком упомянул, что в Париже В газете «Русские новости» Видел объявление магазина «Русских книг» О продаже машинописных версий стихов Анны Ахматовой. «Как вы думаете?» Спросила она подругу. «Там, в Париже, в книжном магазине. Мои стихи – это реквием Или что-нибудь другое? Если реквием, мне предстоит Ещё одно постановление ЦК. Третье. Новые времена не состоялись». Среди пятидесяти гектографированных стихотворений Отрывок из реквиема не было. «Так правда не укрепляет советский строй. Для кого это хуже? Для правды или для строя?» Из беседы Анны Ахматовой с Ленией Чуковской 26 мая 1963 года. «Так не зря мы вместе бедовали, Даже без надежды раз вздохнуть, Присягнули, проголосовали И спокойно продолжают путь. Не за то, что чистой я осталась, Словно перед образом свеча, Вместе с ними я в ногах валялась У кровавой куклы-палача. Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был». 1961. Новые времена не состоялись. Сталинщина отменена, А Штановщина в силе. Беды скучают без нас. Было опрометчиво ожидать, Что работники портаппарата КПСС, Штатные сотрудники и агентура спецслужб, Люди с холодной головой и горячим сердцем Вдруг раскаются, Прислушиваются к голосу совести И, обретя новое самосознание, Инициируют процессы исцеления И пробуждения нации. Такие нигде и никогда не меняются Сами по себе. Поэтому зовутся громко, Номенклатура. Поэтому вне иллюстрации Судебного приговора Преступникам во власти покаяния Пустой звук. Эпиграмма. Здесь девушки прекраснейшие Спорят за честь достаться В жены палача, Здесь праведных пытают по ночам И голодом неукротимых морят. 1928. В начале декабря 1962 Серый кардинал ЦК Суслов И художник Серов Натравили первого секретаря КПСС Никиту Сергеевича Хрущева Сначала на австракционистов, Затем на писателей и поэтов. Творческие союзы Гусевых и Зелинских, Книповичей и Лисичанских, Расшаркиваясь в верноподданничестве, Принялись со стервенением бичевать И заплечать тех, кто поверил, Что культ личности и ужасы 37-го Остались навсегда в прошлом. А обидишь словом бешеным, Станет больно самому. Нет, и мне было больно. Прошло неполных семь лет После двадцатого съезда, Семь лет какой-никакой оттепели. Судьба советского человека И прежде мало зависела от его слов, Мыслей, поступков, Сказал «посадят» И не сказал «посадят». Написал письмо Ежову В защиту друга И ничего не тронули. Написал множество доносов, Посадил множество людей, А все равно загребли. И декабрьским террором Пахнуло на людей, Переживших террор. Тут я вспомнил рассказ Своего приятеля Б. Тоже побывавшего На встрече с интеллигенцией. Я прошел войну, Перенес артиллерийские обстрелы, Атаки, Сам случалось, Поднимался в атаку, Но такого ужаса, Как на этой встрече, В жизни никогда не испытывал. И не от криков Хручева Он кричал Эренбургу «Не будет вам клуба Пэтофи? Не надейтесь! Раб! 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 Раб буржуазной идеологии! Раб империализма! Не от хручевского бешенства, А от блеснования соседей! Они дорвались до мести. Зал восторженно аплодировал Хручевской руганью, И чувство было такое, Что проникну словечко против, Они пустятся в рукопашную, До смерти забьют кулачищами, Разорвут. Зал жаждал расправиться с теми, Кто поверил двадцатому и двадцать второму съезду. Хручев наорал безо всякой причины На Вознесенскому, А одному молодому человеку крикнул «Эй вы! Там! Там! В двери! Почему вы не аплодируете?» Ведяя Чуковская Записки об войне Ахматова 26 мая 1963 года Кого когда-то называли люди царём В насмешку богом в самом деле, Кто был убит, и чьё орудие пытки Согрета теплотой моей груди? Познали смерть свидетели Христовы И сплетницы старухи, и солдаты, И прокуратор Рима все прошли Там, где когда-то возвышалась арка, Где море билось, где чермел утёс, Их выпили в вине, Вдохнули с пылью жаркой И с запахом бессмертных роз. Ржавеет золото И истлевает сталь, Крошится мрамор, К смерти всё готово, Всего прочнее на земле печаль, И долговечней царственное слово. 1945 Фонтанный дом Осуетна Анна Андреевна по-прежнему. Больше всего занимает её судьба и их стихов, Завоевывающих мир медленнее, Чем ей хотелось бы. Она считает себя более значительным поэтом, Чем Пастернак и Цветаева, Ревнует к их славе и за гробом. Юлий Григорьевич Оксман. Запись 29 октября 1963 года. Вообразите, у меня новое бедствие. На сегодняшний день все актрисы-чтицы Возжаждали читать сострады мои стихи. Встречаются среди них интеллигентные, Но в большинстве ринулись такие Панельные эмлиговские девки, Что мои стихи из их уст вызовут новое, Третье постановление ЦК. Из беседы Анны Ахматовой С Лидией Чуковской 17 февраля 1963 года. Вместе с тем, даже самые Мертвенорожненные чиновники Каким-то странным чутьём знали, Что подлинная ценность Ахматова, А не Гусев или Зелинский. Лидия Чуковская вспоминала Рассказы тридцатых-сороковых, Когда, конфискуя сотни и тысячи книг В интеллигентных квартирах у интеллигентных И расстрелянных врагов народа, НКВДшники Ахматову и Гумилёва Обыкновенно присваивали. Из любви или из корысти, Дочкам и сынкам преподнести Или на чёрном рынке спекульнуть. Но Гусева они честно сдавали государству, А Гумилёва и Ахматову оставляли себе. Лидия Чуковская Записки о больниях Ахматовой, 29 мая 1962 года И всё-таки узнают голос мой, И всё-таки ему опять поверят. Заплаканная осень, как вдова В одеждах чёрных Все сердца туманит. Перебирая мужнины слова, Она рыдать не перестанет. И будет так, Пока тишайший снег Не сжалится над скорбной И усталой. Забвенья боли и забвенья нет, За это жизнь отдать немало. 15 сентября 1921-го. Царский сет Я сказала, что вот теперь мы уже, кажется, знаем всё. Как арестовывали, как пытали, Как морили в лагерях, А вот как и где расстреливали Приговорённых, не знаем. Я про колю знаю, Ответила Анна Андреевна. Их расстреляли близ Бернгардовки, По Ириновской дороге. У одних знакомых была прачка, У той дочери следователя. Она, то есть прачка, им рассказала И даже место указала За слух дочери. Туда пошли сразу, и была видна земля, Утоптанная сапогами. А я узнала через девять лет, И туда поехала. Поляна, кривая и маленькая сосна, Рядом другая, мощная, Но с вывороченными корнями. Это и была стенка. Земля запала, понизилась, Потому что там не насыпали могил. Ямы, две братские ямы На шестьдесят человек. Когда я туда приехал, Обсюду росли высокие белые цветы, И рвала их и думала, Другие приносят на могилу цветы, А я их с могилы срываю. Лидия Чуковская. Записки об Ане Ахматовой. 19 сентября 1962. По новому Мишиному радио Слышала конец русской обедни Из Лондона. Ангельский хор. От первых звуков заплакала. Это случается со мной так редко. Из письма Анатолию Наймону 3 мая 1964 года. Жить при Сталине можно. Ведь жили мы. И слушать, и читать Словословия Сталину тоже можно было. Ведь слушали мы и читали Тридцать лет. А вот теперь, после всего, Перенести малейшую хвалу ему, Вот это немыслимо. Оскорбление миллионов сердец, Живых и мертвых. Это как нельзя было Перенести повторничество, Сказала Анна Андреевна. Когда помните, В сорок восьмом, сорок девятом Году начали вторично брать тех, Кто вернулся после тридцать седьмого. Я знаю, Среди ожидающих нового ареста Было немало самоубийств. Ожидания вторичного ареста Люди перенести не могли. А мы разве можем перенести хвалу Сталину снова, После обнародования его Пыточных резолюций. Мне вспомнилось На новом этапе, На данном этапе, На прежнем этапе И еще выражение Партия своевременно разоблачила. Лидия Чуковская, Записки об Ане Ахматовой, 21 декабря 1962 Чернеет дорога Приморского сада, Желты и свежи фонари, Я очень спокойная, Только не надо Со мною о нем говорить. Ты милый и верный, Мы будем друзьями Гулять, целоваться, Стареть, И легкие месяцы Будут над нами, Как снежные звезды, Лететь. Март 1914 «А знаете, Что со мной случилось недавно?» – Проговорила Анна Андреевна. Весело проговорила, Даже шутливо. Включаю я как-то мимоходом радио, Слышу вдруг свое имя И месье Андреев Жданов. Это французы передают, Что китайцы передают, Что Жданов относительно Злодейки Ахматовой Был совершенно прав, И напрасно ее стихи Переиздаются сейчас Ревизионистами в Советском Союзе. Вы только представьте себе, Я одна, И против меня Шестьсот миллионов китайцев. Лидия Чуковская. Записки Абани Ахматовой. 21 октября 1963 года. «Ты научила меня верить в Бога И любить Россию», Николай Гумилев. Христианство Своей необычайно глубокой психологией Связывало искупление С раскаянием и исповедью. Это равно относится к лицу И к целым народам. Надобно было с совести русской Не только раскаяться В любви, В силе и забиячеству Военной империи, В гордости штыками И суворовскими бойнями, Но и привести это к слову. Надо было ей исповедаться. И с исповеди Начинается ее пробуждение. Александр Иванович Герцен. 1831-1863. «Помну ли? Конечно, помню. Я помню все. В этом и есть моя казнь. Опять подошли незабвенные даты, И нет среди них ни одной непроклятой. Но самой проклятой восходит заря, Я знаю, колотится сердце не зря. От звонкой минуты Пред бурей морскою Оно наливается мутной тоскою. На прошлом я черный поставила крест. Чего же ты хочешь, товарищ Зюитвест? Что ломятся в комнату липы и клены, Гудит и бесчинствует табор зеленый, И к брюху мостов подкатила вода, И все как тогда, и все как тогда, А в мраморном крайнее пусто окно. Там пью я с тобой ледяное вино, И там попрощаюсь с тобою навек, Мудрец и безумец, дурной человек». 1944. Лето. Фонтанный дом. Анна Ахматова – мастер исторической живописи. Здесь самая суть ее творчества. В корне Ивана Щуковский, статьи «Читая Ахматова». Суть ее творчества в этом пронизывающем любое переживание историзма. Оттого и актуальна поэзия Анны Андреевны Ахматовой и сто лет спустя. Ведь наша жизнь при отсутствии честной прессы Так разъединена, что каждый из нас близорук. Различает ясно только тех, кто рядом, И только то, что рядом. В стране, лишенной общей памяти, Объединяющей людей, В стране, у которой украдена литература и история, Опыт у каждого человека, У каждого круга, у каждого слоя, Свой, ограниченный, отдельный. А страна огромна, и опыт всей страны не подытожен, Не соединен, не собран, хуже, оболган. «Подытожить наш опыт, опыт страны», Сказала Анна Андреевна. «Да на это потребуется еще столетие, не менее. Мертвые молчат, а живые молчат, как мертвые, Иначе рискуют тоже превратиться в мертвые». Лидия Чуковская. Записки. 5 июня 1962. Порешили люди умные. Наше дело – сторона. Бег времени. Что войны, что чума, Конец им виден скорый, Их приговор почти произнесен. Но кто нас защитит от ужаса, Который был бегом времени когда-то наречен? 1961. Из-за меня погибает молодежь. Разве я могу это выдержать? За что? Я ведь их только оглаживаю. Объясняю, что теперь лучше стало. Я ведь хрущевка. Хрущев сделал для меня самое большее, Что может сделать один человек для другого. Вернул мне сына. Но из-за меня погибают чужие сыновья. Мои стихи губят людей, Мои письма губят. Я ни с кем не должна переписываться, Никому отвечать. Я заметил, а стоит мне ответить, Корреспондент смолкает. Каждый раз. Теперь понятно почему. Только за границу мне дозволено отвечать, Чтобы там, упаси бог, не подумали, Будто там не чинят препятствия в переписке. А внутри я не должна писать никому, Никому. И что за судьба моя? Ни у кого такой нет. Из беседы Анны Ахматовой С Лидией Чуковской 21 декабря 1962-го. И она заклинала, словно саму судьбу. Заклинание. Из тюремных ворот, Из заохтинских болот, Путем нехоженным, Лугом нехошенным, Сквозь ночной кордон, Под пасхальный звон, Незваный, Несуженный, Приди ко мне ужинец. 15 апреля 1936-го. Ленинград. 31 мая 1964-го года В музее Маяковского на Таганке Состоялся первый, После постановления 1946-го года, Вечер Анны Ахматовой. Зал был переполнен. Слово взял Жермунский, Затем Арсений Тарковский. Слушатели стояли в проходах. Владимир Корнилов прочел свое. Анне Ахматовой. Ваши строки невеселые, Как российская чета, Но отчаянно высокие, Как молитва и мечта, Отмывали душу дочисто, Уводя от суеты Благородством одиночества И величием беды. Потому-то в первой юности Только-только их прочел, След не думая об участи, Заколдованный пошел, Век дороги не прокладывал, Не проглядывалась мгла, Бога не было, Ахматова на земле тогда была. Бога не было, И Блока не было, Как слышалось Лидии Корнеевне Чуковской. Корнилов прав, Ахматова унаследовала Скипетр Блока В том смысле, Что читатель нашего времени Воспринимает и помнит Не школы, не изм, Не символизм, Атнеизм, Помнит не борьбу Между измами и школами, А то место, Какое заняла Ахматова После гибели Блока. Блоковская поэзия Напрягла до высшего Духовного средоточия Сердца его современников И ближайших потомков. После его кончины Долг напрягать и очищать Приняла на себя Поэзия Ахматовой. Лидия Чуковская, записки. Больные ноги Не позволили Присутствовать на вечере Самому поэту. Анне Андреевне Ахматовой Привезли большой куст Сирени. От любви твоей загадочной, Как от боли, Крик кричу, Стала желтой И припадочной, Еле ноги волочу. Новых песен Не насвистывай, Песней Долго ли Обмануть, Но когти, Когти не Иставей В не чахоточную грудь, Чтобы кровь Из горла Хлынула, Поскорее На постель, Чтобы смерти Сердца Вынула Навсегда Проклятый Хмель Июль Июль Вы Разве Не замечали, Что поэты не любят Стихи своих Современников? Поэт носит в себе Собственный огромный мир, Зачем ему чужие стихи? В молодости, Лет двадцати трех, Двадцати четырех, Любят стихи поэтов Своей группы, А потом уже ничьи не любят, Только свои. Остальные не нужны, Они ощущаются как лишними, Или даже враждебными. Из беседы Анны Ахматовой С Лидией Чуковской 6 мая 1940-го. Среди других была и телеграмма Без подписи, Но слово его все едино. Ибо поэзия не дробится Ни в поэтах, Ни на поэтов, Она во всех своих явлениях Одна, Одно, В каждом, Вся, Так же, как по существу Нет поэтов, А есть поэт, Один и тот же с начала И до конца мира, Сила, Окрашивающаяся В цвета данных времен Племен, Стран, Наречи, Лиц, Проходящая через ее Силы, Несущих, Как река, Теми или иными Берегами, Теми или иными Небесами, Тем или иным Дном. Марина Ивановна Цветаева Эпос и лейка современной России Поэты Знают об этом. Не повторяй, душа твоя богата, Того, что было сказано когда-то, Но, может быть, поэзия сама Одна великолепная Цитата. В новых строках Ахматовой Горькое дуновиднее вечности Почти осязаемо. Это сильные стихи Большой впечатляемости Наровчатов еще о поэтическом рите. Горькое дыхание вечности Звучало в словах поэта О своем последнем однотоннике, В подготовке которого к печати Она принимала непосредственное участие. Прощальных песен первое издание. Лидия Корнеевна Чуковская Была составителем и комментатором Отдела поэзии. Прозу выпускала Эмма Герштейн. Предисловие написал Корней Чуковский. Из-за открытых писем Лидии Чуковской В защиту свободы слова Книга в печати не вышла. Однотомник состоялся только в 1976 году. Предисловием и отделом поэзии Занимались работники Елены Сдата. Из записных книжек Анны Ахматовой. 6 декабря 1964. Воскресенье. На площади Святого Петра. Папа. Чувство, что время работает на нас, То есть на русскую культуру. Ангел, три года хранивший меня, Вознесся в лучах и огне, Но жду терпеливо сладчайшего дня, Когда он вернется ко мне, Как щеки запали, бескровные уста, Лица не узнать моего. Ведь я не прекрасная больше, Не та, что песни смутила его. Давно на земле ничего не боюсь, Прощально и помня слова, Я в ноги ему, как войдет, поклонюсь, А прежде кивала едва. 1922. Из письма Фаины Георгиевны Раневской Гариным Была у меня с ночевкой Анны Ахматова. С упоением говорила о Риме, Которые, по ее словам, Создали одновременно Бог и Сатана. Лидия Корнеевна Чуковская От Бога та воскрешающая сила, Какая дана ей. Больше всего будут спрашивать, Кто же владыка мрака. Про верстовой столб уже спрашивали, То есть попросту черт. Он же в решке. Сам изящнейший сатана. Мне не очень хочется говорить об этом, Но для тех, кто знает всю историю 1913 года, это не тайна. Скажу только, что он, вероятно, Родился в рубашке. Он один из тех, кому все можно. Я сейчас не буду перечислять, Что было нужно ему, Но если бы я это сделал, А у современного читателя Волосы стали дыбом. Того же, кто упомянут в ее заглавии, И кого так жадно искала В ней сталинская охранка, В ней поэми действительно нет. Но многое основано на его отсутствии. Анна Ахматова. Проза о поэме. Вы меня, как убитого зверя, На кровавый подымите крюк, Чтоб хикикая и неверя Иноземцы бродили вокруг, И писали в почтенных газетах, Что мой дар несравнимый угас, Что была я поэтом в поэтах, Но мой пробил тринадцатый час. 1958. 1 апреля 1964. Комарова. Из беседы с Лидией Корнеевной Чуковской 21 марта 1940 года. Она протянула мне корректуру из Ленинграда. Я прочла и предложила перемены в знаках, Которые должны были отчетливее Выделить ретническую фигуру. Она все приняла. И дает же Бог такой талант, Сказала Анна Андреевна, Глядя через мое плечо, Когда я правил. Мне бы в век не научиться. Это было очень смешно. Запахи Павловского вокзала Обречена помнить их всю жизнь, Как слепо глухонемая. Первый – дым от допотопного паровозика, Который меня привез. Тярлива. Парк. Солен-де-Мюзи. Который называли «Соленый мужик». Второй – натертый паркет. Потом что-то пахло из парикмахерской. Третий – земляника в вокзальном магазине. Павловская. Четвертый – резида и розы. Прохлада в духоте. Свежих мокрых бутоньерок, Которые продаются в цветочном киоске налево. Потом сигары и жирная пища из ресторана. А ещё призрак Настасьи Филипповны. Царское. Всегда будни, потому что дома. Павловск – всегда праздник, Потому что надо куда-то ехать, Потому что далеко от дома. И розовый павильон – павильон-де-роз. Я как птишос с его женским монастырём, В который превратился его рай, Его бумажная фабрика. Херсонес, куда я всю жизнь возвращаюсь, Запретная зона. Слепнёва, Царского и Павловска нет. Страннее всего, Что я почти всё это знала, Когда росла там. В юности я говорила, что не могу понять, Как люди жили во время войны и террора. Париж как-то чудом уцелел, Но туда не пускают, Фонтанный дом тоже не пускают, А я там жила тридцать пять лет. Тысяча девятьсот шестидесятый. Анна Ахматова, Про дома Суа Забыть бы, как следует, В жгучем бреду Повстречаться со всеми опять, В полном ветра и солнце В приморском саду По широким аллеям гулять. Даже мёртвые нынче Согласны прийти, И изгнанники в доме моём. Ты, ребёнка, за ручку ко мне приведи, Так давно я скучаю о нём. Буду с милыми есть голубой виноград, Буду пить ледяное вино И глядеть, как струится седой водопад На кремнистое влажное лно. Весна 1922 Она плохо ходит даже с палкой, Иногда что-то недослышивает, Но лицо её не по старушечему Красиво и значительно. Ум свеж и остроумие не блекнет. Запись Гладкова От 20 июня 1964 года Вошёл Владимир Георгиевич С букетом ландышей. Анна Андреевна взяла их у него из рук, Нашла стакан и, ставя ландыши в воду, Сказала нам, «Утром я здесь лежала на диване, А кругом цветы, цветы, Совсем как мёртвое». Лидия Чуковская Записки 24 мая 1940 года Сначала Анна Андреевна не могла спуститься с нашей лестницы. Ей почему-то представилось, Что ступеньки начинаются от самых дверей квартиры, И я никак не могла убедить её Пересечь лестничную площадку. Наконец я свела её с лестницы. Когда мы пересекали Невский, Совершенно в эту пору пустой, И только что ступили на мостовую, Анна Андреевна спросила у меня, Как всегда, «Теперь можно идти?» «Можно», — сказала я, И мы сделали ещё два шага к середине. А теперь, вдруг закричала она Таким высоким, страшным, нечеловеческим голосом, Что я чуть не упала и не сразу могла ей ответить. Наконец по фонтанке мы дошли до её ворот. Они оказались запертыми. Я тщетно толкалась в них плечом, Вглядывались сквозь ограду в темноту двора, Отыскивая дворника. Никого. И вдруг оказалось, что калитка ворот отперта. Мы благополучно миновали занимательный вход, А у неё на лестнице. Снова мученьки. На площадках она не верит, Что это площадки. Хочет идти не как по ровному месту, А как по ступенькам. Упугается. Наконец дверь её квартиры. Она вставила ключик в скважину, И тогда оказалось, что дверь не заперта. Это её тоже испугало. Мы вошли вместе. Она шла по коридору, На ходу зажигая свет ванной, В кухне. Я доставила её до дверей комнаты. Лидия Чуковская. Записки о войне Ахматовой. 4 февраля 1940 года. Летний сад. Я крозам хочу в тот единственный сад, Где лучшее в мире стоит и заград, Где статуи помнят меня молодой, А я их под Невскою помню водой. В душистой тишине жду царственных лип, Мне мачт корабельных мерещится скрип. И лебедь, как прежде, плывёт сквозь века, Любуясь красой своего двойника, И замертво спят сотни тысяч шагов, Врагов и друзей, друзей и врагов, А шествию тени не видно конца, От вазы гранитной до двери дворца. Там шепчутся белые ночи мои О чьей-то высокой и тайной любви, И всё перламутром и яшмой горит, Но светоисточник таинственно скрыт. 1959 Запись Давида Самойлова 10 июля 1965 Видел Анну Андреевну. Она проездом из Англии, В углу комнаты на Ордынке, Мантия Оксхордского доктора. Рассказывает о встречах с людьми, Которых не видела полстолетия. Одни из них так изменились, что страшно, Другие совсем не изменились. Это ещё страшнее. В силе остаются ваши прошлогодние слова. Главное – это величие замысла. Из письма Анны Ахматовой Иосифу Бродскому 12 июля 1965 года. Сознание, что и в нищете, и в бедствиях, и в горе Она – поэзия, она – величие, она – А не власть, унижающая её. Это сознание давало ей силы Переносить нищету, унижение, горе, хамству И власти. Она противопоставляла гордыню И молчаливую неукротимость. Лидия Чуковская. Записки. 5 июня 1962 года Тот город, мною любимый с детства, В его декабрьской тишине, Моим промотанным наследством Сегодня показался мне. Всё, что давалось в руки, Что было так легко отдать Душевный жар, молений, звуки И первой песни благодать, Всё унеслось прозрачным дымом, Истлело в глубине зеркал, И вот уж а невозвратимым Скрипач без носа заиграл. Но с любопытством иностранки, Пленённой каждой новизной, Глядела я, как мчат сосанки, И слушала язык родной, И дикой свежестью и силой Мне счастье веяло в лицо, Как будто друг от века милый Сходил со мною на крыльцо. 1929. Царское село Ушла я со съезда вся зацелованная, На меня кидали столпы девиц и дам С поцелуями и криками. Вы спасли мне жизнь! Не понимаю, что случилось. Я и раньше ведь бывала на съездах. Но в те годы, наверное, они ещё боялись, Думали, что за это на них сразу наденут Кандалы. Из беседы с Чуковской 13 марта 65-го года. У меня склубился не то двойник, Не то оборотень, который мирно Прожил в чём-то представлении Все эти десятилетия, Не вступая ни в какой контакт со мной, Своей истинной судьбой и т.д. Невольно напрашивается вопрос, Сколько таких двойников Или оборотней бродит по свету И какова будет их окончательная роль? Анна Ахматова автобиографическая проза Она создала свою единственную, неповторимую, Единственную в мире новую гармонию И внесла её в мир. Чем новее это её гармония, Тем менее она с первого взгляда Претендует на новизну. Новизна. Новизна Ахматовской новой, Воистину новой гармонии Ошеломляет тем, что читателю кажется, Эти звуки были всегда. Слова были всегда. Само собой разумеется так, А как же иначе? Иначе и не скажешь. А что, если разгадка тайны Ахматова-Пушкин тут и кроется, То есть где-то неподалёку, Возле? Лидия Чуковская. Записки. 13 марта 1965 года. К стихам. Вы так вели по бездорожью, Как в мрак падучая звезда, Вы были горечью и ложью, А утешеньем никогда. 15 ноября 1965 года с Анной Андреевной Ахматовой случился третий тяжелый инфаркт. 3 марта 1966 года Ольшевская и Найман сопроводили поэтов в специальный после инфарктный санаторий под Москвой. Ехали двумя машинами, пригласили медсестру из отделения, где лежала Ахматова. Доехали, несмотря на сравнительно длинную дорогу и поломку в пути, без приступа. Санаторий был для привилегированной публики с зимним садом, коврами и вышкаленным персоналом. К этому зданию вели широкие ступени полукругов, упиравшиеся в белую колоннаду. Мы медленно по ним поднялись. Она огляделась и пробормотала. «Ляне дер нер а Марьенбад». Последний год в Марьенбаде. Анатолий Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. 5 марта 1966 года в присутствии врачей и сестер, пришедших снять кардиограмму, Анна Андреевна Ахматова скончалась в Домодидовском санатории под Москвой. Какой короткой сделалась дорога, которая казалась всех длинней. Путешествие подошло к концу. Он застонал и невнятно крикнул «Ласточка, ласточка, как мне больно!» Живые руки того, кто есть поэт, один и тот же с начала и до конца веков, припоручили ее бытию наилучшего из возможных миров. В то время я гостила на земле, мне дали имя Прекрещенье Анне. Из дневника путешествия. Стихи на случай. Светает это страшный суд, И встречи горестней разлуки, Там мёртвой славе отдадут Меня твои живые руки. Июнь 1964. Москва. О кончине поэта было объявлено по радио. Власти распорядились обустроить похороны как можно скорее. Советские писатели опасались демонстрации какой-либо аналогии с последними днями Александра Сергеевича Пушкина. Отпевание по православному обряду и прощание с Анной Андреевной Ахматовой состоялось 10 марта 1966 года. Чистейшего звука высокой области. Путь поэта, путь от эстетического к этическому и религиозному обоснованию нравственного выбора был завершён. Противостояние Ахматовой Сталину, противоборство мира совести и свободы с карцерной системой, навязанной обществу произволом и беззаконием родоплеменной власти организованных и вооружённых мерзавцев, продолжалось. Продолжается оно и сейчас. На площадях, в кабинетах следователей, в социальных сетях и в медийном пространстве. Идёт та же охота на душу, самосознание человека. И когда с городских постеров снова улыбается усатый оберпалач, нельзя сказать, что Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак победили. Верх одерживает карцер воинствующего и правительствующего мещанства. А, вот они чего захотели. Чтобы не было в прошлом массовой облавы на людей, не сохранились бы в народной исторической памяти миллионы попусту загубленных жизней, а были бы отдельные частные ошибки отдельных следователей, приведшие к отдельной гибели отдельных лиц. 1937 год, как образец гуманности и справедливости. Нет уж, от меня не добьются. Из беседы с Лидией Корнеевной Чуковской, 15 января 1963 года. Если плещется лунная жуть, город весь в ядовитом растворе, без малейшей надежды заснуть, вижу я сквозь зелёную муть и не детство моё, и не море, и не траур, не сбрачный полёт над грядой царско-сельских нарциссов в тот какой-то шестнадцатый год, а застывший навек хоровод над могильной твоих кипарисов. 1928 В 1962 году я закончила поэму «Без героя», которую писала 22 года. Прошлой зимой, накануне Дантовского года, я снова услышала звук итальянской речи, побывала в Риме и на Сицилии. Весной 1965 года я поехала на родину Шекспира, увидела британское небо и Атлантику, повидалась со старыми друзьями и познакомилась с новыми, ещё раз посетила Париж. Я не переставала писать стихи. Для меня в них связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных. 1965 Анна Ахматова «Про дому Сула» Неизбежно, что каждый уехавший из России увёз с собой свой последний день. Уехавшие в 1990-е до сих пор балуются играми в СССР. Уехавшие после 6 мая 2012-го вряд ли надеются на скорую победу Ахматовой над Сталиным. Веры и оптимизма в десятые годы XXI века в разы поубавилось, чем столетием ранее. И это тоже мысль и чувство наших дней. Но есть люди, которые чувствуют весну с Рождества. Есть поэмы без героя, Ахматова, Мандельштам и с ними стихи доктора Живаго, Цветаева, Пастернак. Тогда отступают и мысль, и чувства, и в кавкянской реальности обморока и вечной тревоги Остаётся один парадокс – веры и упования. Мироощущение, которое ни за что не доступно творцам карцера и послушным инстинкту имперским подданным. Есть люди, которые чувствуют весну с Рождества. С ними связано много радостного и чудесного. Из записных книжек Анны Ахматовой. Сегодня, 31 декабря 1965-го, был у меня медведь. Из Ленинграда ему сообщили, что случилось нечто беспримерное. Рабочие отказались разбирать набор бега времени. И он печатается второй раз. Я спросила, получила ли она ещё письмо от мальчика из злодейного поля. Да, и прекрасное. Вот что значит великая страна. После такого гноя, крови, смрада, мрака. И приходят такие мальчики. От них всё скрыли, а они всё нашли. И откуда приходят? Из злодейного поля. Из беседы с Лидией Корнеевной Чуковской. 22 марта 1964 года. Памяти Ахматовой. Стелил я нежную постель. Луга и рощи обезглавил. К твоим ногам прильнуть заставил сладчайший лавр, горчайший хмель. Но марта не сменил апрель На стражи росписи и правил. Я памятник тебе поставил На самой слёзной из земель. Под небом северным стою, Пред белой, бледной, непокорной, Твоей высотою горной. И сам себя не узнаю, Один-один в рубахе чёрной, В твоём грядущем, как в раю. Август 1968 Арсений Тарковский В российской истории, плутающей лабиринтами карцерной дисциплины, Всегда непросто было разобрать, удаляется ли гроза, Или только ещё приближается. Мастер выразительного диалога Чуковская Одну из своих фотографий Анна Ахматова называла «Я зарабатываю постановление». А применений, как называлось это в эпоху Александра Пушкина, Было к ней предостаточно. «Да чего же надоели мне эти проклятые дураки? Это средостейние между народом и его великим поэтом!» – восклицала Лидия Чуковская. «Редактору дают в руки нового медного всадника, А он – кабеница. И что в поэме «Без героя» может понять Кожевников? Сколько бы раз он её не читал, Он будет читать её слева направо, Справа налево, Производя единственную работу, На которую он способен – циск. Он будет выяснять, Не спрятан ли где-нибудь Под новогоднюю маску Гумилёв. Не найдёт, Но на всякий случай не напечатает». Лидия Чуковская. Записки. 29 декабря 1962. В поэзии всегда война. Усталость, скука, раздражение Ничего другого не вызывают Уже применение наследников третьего отделения. Последствия культа личности в сущности – Такие же бессодержательные слова, Как враги народа. Вот. Приговор, и сразу слёзы хлынут, Ото всех уже отделена, Словно с болью жизнь из сердца вынут, Словно грубо навзничь опрокинут, Но идёт, шатается, одна. Вот это содержательно. Читатель вспомнит себя, Свои заблуждения, своё горе И сразу слёзы хлынут. Он оплачет этими слезами И себя, и погибших. «Такой силищей», – Отмечает Лидия Чуковская, – «Не обладала молодая Ахматова». Записки 4 марта 1962 года. Стихи звучали непрерывно, Наступая друг на друга, Торопясь и наскакивая, Как по вдохновению, в апогее. Не стращай меня грозной судьбой И великою северной скукой, Нынче праздник наш первый с тобой, И зовут этот праздник разлукой. Ничего, что не встретим зарю, Что луна не блуждала над нами, Я сегодня тебя одарю Небывалыми в мире дарами, Отраженьем моим на воде, В час, как речки вечерней, не спится, Взглядом тем, что, подучи и звезде, Не помог в небеса возвратиться, Эхом голоса, что изнемог. А тогда был и свежий, и летний, Чтоб ты слышать без трепета мог Воронья подмосковного сплетни. Чтобы сырость октябрьского дня Стала слаще, чем майское нега, Вспоминай же, мой ангел, меня, Вспоминай хоть до первого снега, 15 октября 1959-го, Ордынка, Ярославское шоссе. Она читала, будь то невероятную, Немыслимую, сверхгениальную родную землю, Будь то очень глубоко и очень умело спрятанные В поэме без героя обрывки реквиема, Иногда задыхаясь, с усталостью, Уже даже не предсмертной, а посмертной, Иногда с торжеством, с освобождением. А голос совсем такой, как прежде. Знаешь, я годы жила в надежде, Что ты вернешься и вот не радашь, Мне ничего на земле не надо, Ни громов гомера, ни дантова дива, Скоро я выйду на берег счастливым. Стихи звучали, как звучали всегда, Так же, как в замке Урсино На вручении итальянской премии Лучшему зарубежному поэту в 1964-м. Она читала по-русски голосом, Который напоминал о далёкой грозе, Причём нельзя было понять, Удаляется ли эта гроза, Или только ещё приближается. Её тёмный, ракочущий голос Не допускал высоких нот. Первое стихотворение было короткое, Очень короткое. Едва она кончила, Поднялась буря оваций, Хотя, не считая нескольких русских, Никто не понимал ни слова. Она прочла второе стихотворение, Которое было длиннее на несколько строк, И закрыла книгу. Не прошло и десяти минут, Как её чтение, Акт милости, оказанный всем, Окончилось. Взволнованно благодарил её Вигарелли, Взволнованно благодарил Онгаретти, Взволнованно рукоплескали все, Аплодисменты не умолкали долго. После этого присутствовавших поэтов Попросили прочесть стихи, Посвящённые Анне Ахматовой. Один поэт за другим подходил к её стулу И читал своё стихотворение, Обращаясь к ней и к публике, И каждый раз она поднимала голову, Смотрела налево, вверх или назад, Туда, где стоял читавший, И благодарила его любезным кивком каждый раз, Будь то английские, Исландские, Ирландские, Болгарские или румынские стихи. Всё происходившее напоминало, Пусть простят мне это сравнение, Новогодний приём при дворе монархини. Царица поэзии принимала поклонение Дипломатического корпуса мировой литературы, Причём от выступавших здесь дипломатов Не требовалось вручение верительных грамот. Потом кто-то сказал, Что Анна Ахматова устала, И вот она уже уходит. Высокая женщина, На голову выше всех поэтов среднего роста, Женщина, подобная статуя, Которую разбивалась волна времён С 1889 года и до наших дней. Видя, как величественно она шествует, Я внезапно понял, Почему в России время от времени Правили не цари, а царицы. Рихтер Эфтерпа с берегов Невы Наследница От царско-сельских лип, Ушкин. Казалось мне, что песня спета Среди этих опустелых зал, О, кто бы мне тогда сказал, Что я наследую всё это, Фелицу, лебедя, мосты И все китайские затеи, Дворца, сквозные галереи И липы дивной красоты, И даже собственную тень, Всю искажённую от страха И покаянную рубаху И замогильную сирень. 20 ноября 1959. Ленинград. Красная конница. Я прихожу к убеждению Всё более и более, Что история литературы Это такие всё мнимости. Из беседы с Лидией Корнеевной Чуковской 22 марта 1964 года. Все три поколения присяжных решили, Виновна она. Вздор, 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 От такого вздора я седою сделаю Скоро или стану совсем другой. Затем, припомнив, что Виктор Ефимович Сказал недавно в похвалу кому-то, Это настоящий Гарун Аль Рашид. Анна Андреевна произнесла целую речь На свою любимую тему О бессмысленности молвы людской. Одни делают всю жизнь только плохое, А говорят о них все хорошо. В памяти людей Они сохраняются как добрые. В исторических случаях Никакие поправки не помогают. Никогда. Вот Виктор Ефимович Помянул Гаруна Аль Рашида. Он, видит ли, добрый. Он спасал бедных и прочее. Всё неправда. Он был на самом деле злодей, вешатель. Это установлено. Но уже ничего нельзя изменить. То же с Лукрецией Борджио, Только наоборот. Я читала книгу, в которой фактами доказано, Что она не была ни отравительницей, Ни развратницей. Но ведь это не помогло Её памяти нисколько. По дороге домой По дороге домой Я размышляла о её словах. Почему так, в самом деле? Думаю, потому, что художество Сильнее всего. У Герцена где-то написано, Люди гораздо больше поэты И художники, чем думают. О Гаруне Аль Рашиде, О Лукреции Борджио Созданы сказки, легенды. Сказку исследованиями и фактами Не переборешь. Она всё равно сильнее, Разве что новой сказкой. Лидия Чуковская Записки об Анне Ахматовой 10 мая 1955 года Из записных книжек Анны Ахматовой 1960 год И если поэзии суждено цвести В двадцатом веке Именно на моей родине, Я смею сказать, Всегда была радостной И достоверной свидетельницей. И я уверена, Что ещё и сейчас Мы не до конца знаем, Каким волшебным хором поэтов Мы обладаем, Что русский язык молод и гибок, Что мы ещё совсем недавно Пишем стихи, Что мы их любим и верим им. Решка Джасминный куст, Где Данте шёл, И воздух пуст. М.К. Мой редактор был недоволен, Клялся мне, Что занят и болен, Засекретил свой телефон И ворчал, Там три темы сразу, Да читав последнюю фразу Не поймёшь, Кто в кого влюблён, Кто когда и зачем встречался, Кто погиб, И кто жив остался, И кто автор, И кто герой, И к чему нам сегодня Эти рассуждения о поэте И каких-то призраков рой. Я ответила, Там их трое, Главный был наряжен верстою, А другой как демон одет, Чтоб они столетием достались, Их стихи за них постарались, Третий прожил лишь двадцать лет, И мне жалко его. И снова выпадало за словом слова, Музыкальный ящик гремел, И над тем флаконом надбитым, Языком кривым и сердитым, Яд неведом пламенел. Погода для ноября неожиданно тёплая. Вышла Анна Андреевна, Ступила с крыльца на землю И вдруг заметила, Что на вербе на букле Собираются распускаться почки. Она протянула к ним руки, Словно хотела обнять, И обрадовалась им, И пожалела их. Бедные, глупые, Когда вздумали распускаться, Завтрашний мороз их убьёт. Сняла перчатку, Погладила ладонью серый пушок, Потом тяжело оперлась на мою руку, И мы пошли. Она в тёплом, Грубошерстном платке. Сделает три шага И остановится. Одышка. Я чуть-чуть свободнее Развязала узел у неё под подбородком. Пошли дальше. Одышка всё равно. Хотя она и опирается Левой рукой на меня, А правой на палку. Тяжёлая, Задыхающаяся, Старая. Господи, Как же она поедет в Рим? Наконец, Шагов через двадцать пять, Мы ступили на асфальт, На озёрную. Анна Андреевна, Снова задохнувшись, Совсем развязала платок. – Теперь вы идите домой, – – Приказала она. – А я буду стоять И глядеть вам след. – Вот тебе и прогулка. Жестокий она человек. Как же уйти, не зная, Доберётся ли она До дому благополучно. Я умоляла её разрешить Мне проводить её до крыльца. Расспрашивала, Заболело ли у неё сердце. Предлагала нитроглицерин. Она у меня всегда с собой. Что случилось? Почему мне нельзя проводить её, Раз у неё одышка И ей так трудно двигаться? Каково мне сейчас – Бросить её и уйти? – Нет. Стоит непреклонно, Спокойным ровным голосом повторяет. – Вы идите, А я буду смотреть вам вслед. – Я не знала, Чего во мне было больше – Покорности, Жалости или злости. Стихи на неё нахлынули, И моё присутствие мешает им. Так и сказала бы. А во сне всё казалось, Что это я пишу для кого-то либретто, И отбоя от музыки нет. А ведь сон – это тоже вещица, Софт Эмбаумер, Синяя птица Эльсинорских террас в парапет. И сама я была не рада Этой адской орликинады, Издалёка заслышав вой. Всё надеялась я, Что мимо белой залы, Как хлопья дыма, Пронесётся сквозь сумрак хвой. Анна Ахматова поэма без героев. Я пошла, пошла от неё прочь, По озёрной. По озёрной шла быстро, легко. Оглянулась. Анна Андреевна на том же месте. И когда я оглянулась, Она подняла палочку И помахала мне ею. Вернуться? Нет. Я уходила всё дальше, И каждые десять шагов оборачивалась. И каждый раз, как я оборачивалась, Анна Андреевна поднимала палочку И махала мне ею. Вот я иду, иду, оборачиваюсь, А она, кажется, мне всё меньше и меньше, Вот уже и совсем маленькая вдали. Вот я уже не отличаю её платка от пальто, Но палочка поднимается, И я вижу поднятый взмах. Что это? Прощание? Прощение? Благословение? Сижу у себя, записываю эти строки. В Комарова мы увиделись сегодня в последний раз. Покаюсь перед собой. Все эти дни я где-то глубоко в душе, Тайком от самой себя обдумывала, А не спросить ли, Что случилось тогда в Ташкенте? За что она на меня рассердилась? Теперь я рада, Что ума хватило не спрашивать, Не взбалтывать. Пусть навсегда, Теперь и останется она в моей памяти такую, Как час назад, Там, вдали, непонятная, большая, И издалекевающая мне своей палочкой. Прощание? Прощение? Лидия Чуковская, Записки об Анне Ахматовой, 16 ноября 1964 года. И тогда из грядущего века незнакомого человека Пусть посмотрят дерзко глаза. Два дня спустя подруги созвонились и простились, Теперь уже надолго. «Я буду вспоминать наши беседы в Комарове», – Любезно произнесла Анна Андреевна. И, помолчав, И шумно подышав трубку, добавила, «Как вы шли по лесной дороге, А я смотрела вам вслед». Подражание Капки Другие уводят любимых, Я с завистью вслед не гляжу, Одна на скамье подсудимых Я скоро полвека сижу. Вокруг пререканья и давка, И приторный запах чернил. Такое придумывал Кавка, И Чарли изобразил. И там, в совещаниях важных, Как в цепких объятиях сна, Все три поколенья присяжных, Решили – виновна она. Меняются лица конвоя, В инфаркте шестой прокурор, А где-то чернеет от зноя Огромный небесный простор. И полное прелести лето Гуляет на том берегу, Я это блаженное где-то Представить себе не могу, Я глохну от зычных проклятий, Я ватник сносила дотла, Неужто я всех виноватей На этой планете была? 1960 – 3 марта 1961 – Комарова Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Богу вам подійснят! Продолжение следует...